Все нормально, теперь пишу, да. Во-первых, запись стрима будет на моем лайв-канале, то есть, во-первых, есть, конечно же, прекрасный канал и на Акши, и Public Storage, но конкретно это, я думаю, будет довольно весело, достаточно весело для того, чтобы я залил на свой второй канал, не тот второй канал, который уже больше года обещаю создать, а старый второй канал, ну, вы знаете. Во-вторых, почему меня не было на этих дебатах? Ну, типа, Светов, как только он открыл для себя хайповый потенциал дебатов, вот этих вот, которые у него там на канале очень много собирали, там вот про Рудова, про это вот все, естественно, он меня звал, он максимально меня звал, с Залиной на ту же тему, та же тема, феминизм, борьба за равенство или там за привилегии. В принципе, я был не против, это было около года назад, то есть, вот, если точнее, по-моему, это было чуть больше года назад, то есть, по-моему, еще фишки с пересадкой на лицо тогда еще не произошло. Я могу ошибаться, да, по-моему, первый раз он звал меня, когда еще этого не было. Соответственно, тогда, как бы, мне на Залину было срать ебать. Тема, честно говоря, по-моему, вообще полное говно, то есть, тема изначально максимально неконструктивная. Где ролик про Абросимову? Я уже диплом защитил, теперь дипломированный бакалавр. Сейчас на журфак МГУ пойду, буду стены стрелять, отечественную журналистику спасать. А ты так и ролик не делаешь про мою выкидку. Сорян, спасибо большое за донат, скоро будет. Я, типа, следующий ролик, типа, я его уже делаю, но он большой, возможно, перед ним выйдет поменьше. Санитаров в палату. Часик в радость. Чифернем сладость. Фарку. Масти санитарам попасти. Ша. У. Е. Власть и зам, спасибо. Соответственно, как бы, меня тогда звал Светов. Мне уже, начиная с того, что тема в целом совершенно неконструктивная, то есть, типа, феминизм, борьба за равенство или за привилегии. То есть, это изначально тема, на которую можно десятилетиями защищать работы, проводить дебаты, писать статьи, опровергать статьи, снимать обзоры на статьи, снимать обзоры на обзоры на статьи, не прийти ни к чему, потому что это просто, типа, тупое говно тупого говна. Вот. А во-вторых, я тогда в целом нейтрально относился к Золине, потому что я ни книги её не читал, ни этой фишки не произошло, и как бы твиттера я тоже особо не видел. То есть, я тогда только краем глаза, тогда я ещё, по-моему, даже не целиком посмотрел её передачу со Световым и Пожарским, где она наржалась, ну, как бы, ну, наржалась и наржалась, ну, типа, с кем не бывает, я тоже иногда нажираюсь. Потом произошёл Эпик Вин с пересадкой. Я присмотрелся к Золине поподробнее, и тогда, помню, я отписал Свету, что, в принципе, я не против надебаты, но, как бы, было бы желательно тему сменить, потому что я бы лучше поспрашивал, вот, как бы, чтобы она пояснила свои слова из Твиттера, как она там охуенно перевернула рекламную игру и вот это вот всё. Ну, и, как бы, там уже она начала отнекиваться, и, собственно, как Светов сам писал вот недавно перед этими дебатами, можно даже до сих пор найти в Твиттере в реплаях, короче, как она забавно отнекивается от дебатов, что, мол, я слишком ноунейм и слишком лох. То есть, она, во-первых, я ноунейм какой-то ебаный, окей, да, типа, она знаменитая, ок, да, поэтому она, естественно, ничего не смотрела, и потому что пошёл нахуй, типа, тупой хейтер я, во-первых, ок, да, типа, хейтер, нихуя не шарю, извините меня, в матчасти, чтобы с ней... Ну, она ничего не смотрела, поэтому пошёл нахуй. А ещё она однажды пообщалась с каким-то моим фанатом, тоже неизвестным каким-то человеком, вот, именно... Шёл у моего фаната, неизвестного мне человека из интернета, а какие конкретно у меня к ней претензии. А он, типа, даже их сформировать не мог, поэтому, ну, а хуля там говорить с этим дураком ебаным? Вот если бы это был пожарский, вот этот чувак нормально, вот он нормально, с ним можно покажет вопросик. Вот, человечка послать, всё решить, порешать. А это, типа, ебаный ноунейм и нихуя не шарит. Вот, поэтому, как бы, со мной она дебатировать отказалась. Соответственно, Светов, кажется, решил взять бразды хайпа в свои руки, и, конечно, уже с большим опозданием, уже всем похуй просмотров на этих дебатах. Просто кот наплакал, задебатировал сам, ну, и, в общем, я пока не смотрел, мне уже спойлерили, что будет не очень, но вот сегодня мы будем этим наслаждаться. Более того, у нас сегодня будет опасная для жизни и здоровья дринкингейм, я буду отпивать из этой волшебной кружки, и неизвестно совершенно с чем. Каждый раз, когда они будут кринжовы, поэтому, боюсь, я буду просто пить без остановки. Как-то так. Донаты громче? Окей. Да, я подправлю сейчас звук. Вот, сейчас они будут громче, соответственно, как обычно... Сейчас я Донаты зачитаю и те, которые уже пришли, которые не были отвечены. Все Донаты будут отвечены, просто будем в перерывах зачитывать. Привет, вертолетик. Хорошего стрима и хуё-моё. Ну, ты понял. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Волюфи Техничан. По сотке на каждый гендер. Спасибо. Вот тебе попол сердечка на каждый гендер. Привет, вертолет. Вот он классно и оперативно, нормально поясняет за всякие злободневные вопросы, а какие-то прям длительные эссеистские рассуждениям отчасти, честно говоря, русской пасту угнетателей. Гендер вертолет на взлет. Спасибо большое. О, Никис. Если не досидел с толкаша, посмотри обязательно. Я перемотал. На кой тебе Рыкс? Рыкс, кстати, и чего вчера не было. Всё, у меня деньги кончились. Спасибо большое, Никис. Я помню тебя, да? Ничего, я тебя и так помню. Мог и не донатить. Я позже посмотрю. Вот открою в новой вкладке. Сейчас не буду. Рыксу я вот, собственно, сегодня съездил, забрал её. Рыкс 590. На самом деле, конечно, меняю шило на мыло. Меняю 1063 гига на Рыкс 598 гигов. Но мне-то в первую очередь нужно для работы. Работаю я на Хакинтоше. А Хакинтошу как бы нужно Родион. И, соответственно, я хотел, конечно, 5700 купить. Но стоит вдвое дороже. Блядь, нужно уже PCI-Express 4.0. И блок питания, наверное, нужно будет апнуть. В общем, в итоге ты в два раза дороже платишь за видюху. Плюс, возможно, было бы неплохо мать. В общем, по сути, уже новый комп собирать. Поэтому я подумал, а пошло в пизду. Типа на Рыксину перекатился. Буду, не знаю. Возможно, всё следующее поколение консоли на ней просижу. Мне, на самом деле, и 1060 на 3 гига хватает. Вот. Вопрос был чисто для работы. Так. Так, Штукову ответил. Сорян, Штуков, что сегодня без курсора. Вот. Он скоро вернётся. Я просто не успел на домашнем компе поставить прекрасный курсор в виде стрелочки. Если кому-то интересно, курсор с прошлого стрима в виде стрелочки угнетения есть в паблике ВКонтакте. Зигу вам в ногу вертолёт. За топ-контент. Реакция — это всегда топ-контент. Сохраните стрим, сука, не потеряйте его. Спасибо, спасибо. Накита Кадзе. Обязательно всё будет. Так, всё, погнали. В оригинале дебаты судил ничтожество, которое зовётся Оксимирон. Ну, это такая шуточка слободневная. Если вы понимаете, о чём я. Вот. Не знаю, что это за чувак. Вот. Насколько он компетентен. Ну, хотя бы не бедкомеден. И не Руслан Белый. Блядь. Сейчас. Эммм. Сразу минус хочу выделить. Вот мы и скрыли причину. Верт завидует чаду пожарскому, которого не игнорируёт лево-человечица и хихикает над его вопросиками. И да, сдая от тебя, желая долгой жизни. И чтобы в 30 лет никто тебе не кидал песню «Сектора газа». Спасибо большое, но вот мне через год без пары дней будет «Тридцатник», и я, блядь, буду весь день слушать эту песню. Спасибо большое за донаты. Короче, сразу провал, потому что я продумывал, как сделать дебаты хорошими, если бы они состоялись со мной. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое за донаты. И, типа, естественно, я ожидал нормального выхода, знаете, чтобы каждый выходил под свой трек. Я бы подобрал какой-нибудь классный трек. Там, не знаю, знаете, проходка перед залом, какая-то всем дуешь пятюни, там, не знаю, со своей свитой в каком-нибудь халате. То есть, блядь, они начинаются, они уже сидят за столом. То есть, сразу, сразу, как бы, зафейленный потенциал, как бы, шоу. Потому что ясен хуй, что это шоу. Хорошо посидели. Раз ты, наконец, взялся за дебаты, скажи, Залина, правда, выглядит получше в роли Каш Свитова? Или я ебнулся? О, привет, Оскар, да. Я не знаю, Оскар. Сложно сказать. Сейчас, да не только начались поэтому. Потом решим, насколько хорошо она выглядит. Вертолетик, замути свои дебаты. Только приглашай нормальных людей. Можно умных, но у неймов. А то одной мозгов хватает только на изредка смешные шутки. А у другого популизм головного мозга. Грустно. Спасибо. Боюсь, популизм Светов тоже зафейлил. Потому что, блядь, изначально это не интеллектуальное шоу. Это шоу просто. И как бы можно было сделать его более каким-то шоудным шоу. Я ему даже какие-то подсказки давал, как это сделать более зрелищным. Но, полагаю, именно он тоже не воспользовался. Поэтому приберегу для себя. Так. Кого мы здесь видим? Ты че, Зуллин, что ли, сидит на первом ряду? Ладно. Никого не знаю. Дебаты у нас сегодня будут на тему феминизма. Уважаемые спикеры по пять минут выступят. Потом они зададут друг другу по пять вопросов. Потом будет несколько вопросов от меня, судьи этих дебатов. Как раз решил я здесь заодно представиться. Меня зовут Сергей Смирнов. Я главный редактор Медиазоны. Потом. Спасибо. Потому что горшок. Я главный редактор Медиазоны. Потом. Найс. Найс. Они воскресили горшка. Пригласили Зулина. И... Спасибо. Потом. После того, как я задам вопросы, будет время вопросов из зала. И после этих вопросов мы перейдем к заключительной части дебатов. Мне кажется, мы все-таки сможем избежать, чтобы друг другу кидали стулья. И тем более спикеров. Но... Да это уже 1.25, так сказать. Глупцы. Вы не знаете, о чем просите. Если бы это был 1.0, было бы совсем невыносимо. Это 1.25. Вот и вижу уже. Мерти. Смотрел видос с Киля. Там Фемки на него петицию накатали. Ты там тоже был. Картофели, ну тебе. Спасибо большое. Видос не смотрел. Я видел петицию. Там реально есть петиция на Change.org. Там где-то 1200 подписей. О том, что нужно запретить на Ютубе ругать феминизм. Она очень смешная. Поэтому да. Если вам кажется, что контент в последнее время стал не очень, рекомендую подписать. Плакаты. Да это 1.25. Ну, Господи. Ну, что же вы... Ну, давайте 1.5 попробуем. Это уже и был 1.25. Вызвать второй оперативный полк. Ладно, нормально. Пойдет. Небольшой комментарий. Это мой ироничный твит. Все в порядке. Это вы будете объяснять в отделе полиции. Про ироничные твиты. Отдельно. Я уже ничего не понимаю. Какие твиты? Че? Хочу сказать большое спасибо всем патронам СВТВ. Благодаря вам проходят эти встречи. Итак, мы начинаем дебаты. Спасибо всем донатерам. Благодаря вам проходит этот стрим. Все донаты будут зачитаны. Залина Маршинкова. Я буду так ократко называть по именам. Так будет проще. Залина. Первое. Если бы я участвовал, я реально бы либо заставил организаторов сделать какой-нибудь выход под музыку, либо бы отказался. Потому что иначе какой в этом смысл? Ну, типа, Висоса позвали. Типа, Энтони из трэш этого, смэша. Не трэш смэша, а смош ТВ позвали. Горшка воскресили. Типа, а музыки нету вступительной. Всем привет. Я хочу сразу небольшой... Да, будет запись, конечно же. Я пришла, собственно, сюда, чтобы рассказать о том, что борьба с гендерным неравенством это не борьба против мужчин. Хотя выгляжу... Я, возможно, именно очень агрессивно. Блин, давайте 1,25. Ябана в рот. Вертолет. Планы на вечер резко изменились. Точка окажется. Корреляция в мед. Точка исследований. Организация здравоохранения идет нахуй. А в стакан течет п-слово. Точка спасибо. Спасибо, что добавляешь немного здравого пахуизма в мою жизнь. Точка п-точка с. Не успел отправить с донатом остроту про спидозную версию Оксимирона. Блять. Спасибо большое. Продолжим. Залина зашла, так сказать, не с козырей, а не знаю, как... Это как я в гвинт, короче. Как я играю в гвинт. Я играю еще в ДЛЦ Ведьмака. И у меня, этот, колода Королевства Севера. И у меня, естественно, есть все эти золотые карты, которые супер имбовые. И поэтому, теоретически, я должен под каждого противника, даже в ДЛЦ, подстраиваться, как-то передумывать колоду. Но по факту, у меня, типа, есть все шпионы Королевства Севера. Нужное количество специальных карт и золотые карты, которые имбовые. И, типа, Залина, походу... Я бы посмотрел твои дебаты с Никонова и Нихель Пихель. Было бы интересно посмотреть, как они поведут себя при встрече ПВП. Да никак. Ну, типа, ты чё? По-моему, уже давно ясно, что никогда бы подобные дебаты не состоялись. Никого даже пост удалила, когда я ответил на него видосом. Поэтому какие дебаты? Она бы, наверное, просто молчала. И, типа, Залина также играет ИРЛ, как я играю в гвинт в Ведьмаке. То есть она каждый раз, она приходит и рассказывает одно и то же. То есть, если вы помните мой стрим, где я читал ее книгу. Кстати, она будет на стриме дочитать ее. Телеги, которые она везде прогоняет, одни и те же, там, про то, что борьба с гендерным неравенством — это не борьба против мужчин. Они, типа, все это одно и то же. То есть она когда-то написала их, наверное, в виде постов, и после этого просто пересказывает. Причем дословно. По отношению к таковым... Стадион так стадион. Есть только два гендера — парохоботы и клоуны. Да, кстати, еще она смешно ответила прямо перед этими дебатами, что почему дебаты не со мной, потому что активисты должны дебатировать с активистами, а клоуны с клоунами. Вот, поэтому... Собственно... Уважаемые господа клоуны, вот, усаживайтесь поудобнее, смотрим. Хотя вы это все слышали, если вы смотрели какой-нибудь мой контент про Золину. Типа, я уверен, ничего нового не скажет. Ну нет, название темы, тем не менее, несмотря на то, что я только что сказала, звучит довольно забавно, мне кажется, особенно даже горько, с учетом нашей российской действительности. Тема у нас звучит «Феминизм — это борьба за права или за привилегии». Звучит она примерно как «Заключенные в концлагере боролись за права или за привилегии». Вот. Блядь. Мне кажется, на дебатах нужно вводить, как бы, сразу техническое поражение за упоминание Гитлера, и в таком случае, типа, Золина вылетела быстрее, чем последний чувак, который опиздюлился от МакГрегора, потому что у нас уже сразу подъехали концлагеря. Я подчеркну, что звучит она именно так. Это довольно забавно, мне это нравится даже. Значит, женщины решили сделать себя чуточку счастливее, там, чуточку пробиться во власть побольше. Наконец-то я вернулся со смены. И, наконец-то, у тебя стрим во вменяемое время. Рад видеть твое опухшее и заросшее и блиноль. Эй, ну в смысле опухшее? Я только с мороза зимнего. Спасибо большое. Не представлены в России, в частности. Ну, мужчины такие, ну, мои оппоненты спрашивают. Хорошо, женщины решили сделать себя счастливее. А какие выплаты за это положены мужчинам? А не повредит ли женское счастье мужскому счастью? А насколько разными будут сценарии счастья у этих женщин? Что за хуйню ты несешь? Вот, пока все это начнет выглядеть так. Миша написал как-то совершенно пронзительную, разрывающую мне сердце фразу о том, что феминистки совсем не думают о мужском счастье. Цитирую. Это разбило мне сердце, и поэтому я сегодня здесь буду отвечать. Если Светов действительно так написал, то ему тоже минус балл, короче. Я же забыл, я же судья. Типа, у Залины техническая дисквалификация, Светову минус балл. Если он реально так затвитил по этому, вот. Подсчитываем. Так вот, да. И, конечно же, несмотря на то, что это не так, это не совсем верное вообще утверждение, поэтому я объясню почему, оно все равно звучит довольно, ну, примерно вот так. Не помну ли я своим лицом сапог росгвардейца? Если я буду агрессивно бороться за свои права человека, не огорчу ли я, и не помешаю ли я счастью росгвардейцев? Или я буду, если я буду просто требовать соблюдения Конституции, или тех же прав человека, не огорчится ли от этого царь-батюшка наш? Вот так же примерно звучат вот эти переживания. Вот, хотя я их не обесцениваю, конечно, они разбили мне сердце. Мы боремся за что какие привилегии? Привилегии не быть избитой и изнасилованной? Привилегии, если тебя изнасилуют, не пережить второе изнасилование в правоохранительных органах, которые... Но... А тогда должное Залины немного апдейтнуло. Отчасти от Гитлера перешла, типа, к Росгвардии, наверное. Как же я ненавижу Залину. Она даже не феминистка, а просто типичная не такая пацанка, которая была у всех в классе и бесила своими попытками быть как датчик. А теперь она искренне верит в то, что все девушки такие и вообще гирл-поуэр. Ёбаная выпендрёжница от пакет. Это правда. Да, это, на самом деле, главная характеристика Залины. Короче, она апдейтнула. Апдейтнула свою матчасть. То есть, от концлагерей, типа, старых, перешла, там, к Росгвардии. Вот это вот всё, наверное, присутствие Ксимирона в зале на это повлияло. И, во-вторых, как бы то, что, собственно, ну, я полагаю, Светов будет ей сейчас за это предъявлять. Она постоянно перескакивает. Не думаю, что это суперпродуманная тактика. Это больше так подспудно. Но она реально постоянно перескакивает и почти в равные пропорции смешивает какую-то хуйню из головы. Вот. Типа вот как там, когда она сделала потрясающую рекламу, и она не понравилась. И она сразу пытается добавить этому всему веса, заговаривая о настоящих проблемах. То есть, тут как бы, вот, изнасилование. Да, это действительно плохо. Но, как бы, она это всегда ставит в шахматном порядке с какой-то хуйней, что, типа... Зали на четыреку угнетают с затемнением. В ТЭФ привет с Юго-Запада. Спасибо. Типа... Типа, короче, у неё в поездке равные доли занимают то, что, там, не знаю, в Твиттере кто-то послал её нахуй, сказал, что реклама говно, и то, что, господи, женщин насилуют и убивают. То есть, при том, что, как бы, она, по-моему, никак особо не влияет на ситуацию, там, с насилием и убийствами, просто пишет в Твиттер, и вот, когда в Твиттере с ней кто-то не соглашается, то, вообще-то, как бы, на третьем году пятилетки у нас, блядь, вон сколько женщин погибает, а вы так смеете. И, как бы... И это всё, что она делает. То есть, других приёмов у неё нет. Торрить, буду тебе говорить, что ты сама виновата и спрашивать, во что ты была одета. Привилегия не убивать себя диетами ради кем-то выдуманных единиц. Вот, 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 вот. Из носа и сразу диета. Ёп твой рот, блядь, так не сиди на кремлёвской диете. Начнётся с немузыкальной проходки. А сессии взвешивания. Ха-ха, сука. Ха, ПС. Я боюсь, Светов весит меньше Залины, поэтому... Ну да, было бы круто, если было взвешение и трэш-толк передать. А как её обратно пустили в Россию после того, как она отрезала голову тому мальчику? Ах, как же было сложно не плюнуть пивом в новый монитор. Дисквалификация. За упоминание Гиллера это отличная идея. Если я буду когда-нибудь проводить дебаты, то, пожалуй, возьму на вооружение. Это отличная идея, не я её придумал. У этого есть даже какое-то правило, по-моему, типа, что первый, кто в споре упомянул Гитлеру, тот проиграл. Но, как бы, реально без этого никуда. Потому что иначе всё свиётся к Гитлеру и к смотрению на лаверинт. Стандартов красоты. Кстати говоря, есть к тому куча исследований и подтверждений, что мы о них потом... Вот. Я говорил Светову. Типа, ну и он тоже... Пойду-ка я тоже за пивасиком, чтобы кринжевать вместе с тобой. Спасибо, спасибо больше. И Светов тоже это знал, что она будет обязательно давить на науку. Я ему говорил, Светов, зайди в книжный магазин, купи её книгу. И как бы вот на том моменте, когда она начнёт говорить про науку, просто открой, можешь даже ничего не говорить. Не знаю, или там выведен на проектор, я не знал, как там это будет устроено. Просто покажи ссылки на научную науку из книги Залина, где там ссылки на статьи Космополитена, паблики ВКонтакте, твиты и статьи её собственного издательства «Батюшка». Вот как бы. Вер, это бот. Я до ЖВА года хотел купить плодово-ягодное. В Минске я за 10 минут до выезда урвал рубиновый вермут и разочаровался в жизни. Оказался вишнёвый компот, бодяженный водкой. Так я же всегда говорил, что это полное говно. То есть, ну это мемный напиток, это пить невозможно. Эх, бот разбил моё нежное сердечко, не зачитав мой донат. Ну да ладно, бот. Эх, бот разбил моё нежное сердечко, не зачитав мой донат. Ну да ладно. По поводу дебатов и мха, унылые да жучи, я так и не смогла это досмотреть. Я тоже такое слышал, поэтому как бы... Я их сейчас смотрю впервые, только немного спойлеров половил, что там будут ещё потрясающие сравнения с концлагерями и Инстаграмом. Вот, но... Надо, значит, надо. Кто-то же должен расставить их по местам. Пока что как бы у нас дисквалификация Золины минус балл у Светова. Женщин действительно воспринимают чаще не потому, что они говорят и делают, а потому, как они выглядят. Я думаю, что комментарии... Но... Золина, выглядишь ты лучше, чем то, что ты говоришь, поэтому... Не о моих убеждениях. Если бы это было так, ты была бы в выигрыше. Не о том, что я говорю о моей внешности, все читали гораздо в большем количестве, чем комментарии о том, как выглядит, например, Миша. Вот это тоже постоянно... Но вы хуя она пиздит, празы хотели пойти во власть. Оптимизе примя очко горит, блядь, 90% судей в СНГ, ебаные шмары, блядь. Но... Это же просто слова, поэтому как бы... Они не должны ни на чем быть основанными. Ну а да, совсем забыл третий прогон про внешность. Когда она... Помните, как я в видос вставлял потрясающую тактику борьбы с хейтерами, когда ей кто-то пишет, что она страшная, и она типа... Ей настолько все равно, что она каким-то ноунеймом из интернета, буквально какому-то анонимному аккаунту начинает присылать фотки, где она в красивом типа платье накрашена, чтобы он увидел, что на самом деле она красивая, и он был неправ. То есть вот такой вот, блядь, уровень владения интернетом у Золины. И да, вот когда Золина говорила с мифическим моим подписчиком, она тоже говорила, что, оказывается, мои претензии все к ней, они ко внешности, и что меня ебать нельзя, и как бы я ничего не знаю о том, что она говорит, и поэтому хуля со мной дебатировать. А мне нужно еще больше П-слова, простите. Но все хотя бы знают, какие у него убеждения. Когда ты пошутила шутку, и нужно самой смеяться, чтобы Зол понял, что тоже нужно смеяться. А про мои убеждения никто ничего не знает. Но я поэтому постараюсь... В смысле про твои... Ты постоянно пишешь про свои убеждения. Типа у тебя... Ааа! У тебя книга, посвященная твоим убеждениям. Быть с более круглым лицом сегодня. У тебя есть свой собственный бренд феминизма, основанный не на феминизме, а на твоих убеждениях. Так вот. Ааа... Ситуация с домашним насилием сегодня такова, что показывает очень низкий социальный статус женщины. Просто это самое яркое, что может проиллюстрировать низкий социальный статус женщины. Поэтому да, конечно, у нас нет прав человека, и конечно, мы все без пяти минут работаем. Ничего. Что? Что? Блядь. Да, Золотой век был действительно ничего. Плодово-ягодное в стеклянной бутылке. Мы с Оскаром кактусом распили под стенами какого-то посольства. Забыл, что там за посольство. Он реально был неплох. Неплох. Он, наверное, и стоил почти как настоящее вино, поэтому... Вот. Спасибо за донат без сообщения, Дмитрий. Но у рабов есть рабыни, да? Не будем об этом забывать. 39% россиян допускают применение силы к близким. Привет, вертолет. Когда новый видос по ретро-геймингу? Твердый знак ПС, люблю твой контент. Спасибо большое. Ну, типа я уже делаю первый видос про геймкуб для нового канала, про это все, поэтому... Не хочу давать точных сроков, но совсем скоро. Вырубай донат, нахуя, то не досмотрим. Да, это правда. Наверное, я давайте временно отключу, говорилку, а то мы как бы утонем в золотом дожде. Спасибо большое за донаты. Типа не подумайте. Из-за того, что подобные дебаты скучные, а феминистический стендап высасывает жизнь. Нам и нужен вертолет, который скрашивает подобные видосы. Ну и умирает за нас. Конечно же. Спасибо большое. Короче, отключаю говорилку. Все донаты будут зачитаны. Вот даже если мы здесь, блядь, будем сидеть до пяти утра, но пока что вообще. Потом будем перерыв читать, иначе мы никогда этой хуйней не насладимся. Кстати, насчет феминистического стендапа. Следующим мы, пожалуй, постримим Долгополова. Это его новый час шуток. Я тоже еще не смотрел, слышал, что шутки там просто охуительные. Как бы, про феминистический юмор, вся хуйня, политота. Ну, продолжим. Продолжим наслаждаться вот этим. И, соответственно, комментарии на сайте Совета Федерации к закону о домашнем насилии. Самый популярный комментарий там звучит примерно так. В смысле закон, который будет запрещать мне бить жену, а если она мне изменила? Во-первых, я сомневаюсь, что на сайте Совета Федерации есть комментарии. Во-вторых, как бы, ну охуенно, охуенно. А в интернете кто-то меня нахуй послал. У женщин нет прав. Мы в концлагере. Почему я говорю, как Гуфовский с гейном, я не знаю. В смысле закон будет запрещать мне ударить ребенка, а если ребенок не будет слушаться? Вот. Получается, мы боремся за... Ну, второе, на самом деле, типа, нормальный дискуссионный вопрос. За привилегию не быть избитыми, за слова, наверное. Получается так. Также мы по-прежнему живем в... Ну, типа, за избиение статья есть. В стране, где есть такой закон о декриминализации домашних побоев, совершенно чудовищный закон, и принимали его, знаете, с каким комментарием, госпожи... Но ведь твой любимый из... Не светов, Пожарский, говорил, что это хороший закон. Как так-то, Залина? Ты же мне рекомендовала самого правильного критика феминизма Михаила Пожарского. Он говорил, что закон правильный, и нужно понимать специ... Что теперь делать, блядь? Я не знаю, нахуй. Залинизм, казалось, слишком противоречив. Как-то... Real zalinizm has never been tried, опять. Типа, он похож на самолет, но, блядь, самолет опять не взлетел. Не страшно, если мужчина ударит женщину. Гораздо страшнее, если женщина обидит мужчину словом. Вот. Так за какие же привилегии мы боремся? Блядь, бить можно всех. Вопрос в контексте, Россия соседствует с Марокко и Угандой в рейтинге гендерного равенства. Во всем мире гендерного равенства все еще, кстати, не... Но это, блядь, очень много говорит о тех, кто составлял эту статку. Так примерно, как я, наверное, отчеты по лабораторным работам в старшей школе, потому что, ну... Может быть, Марокко, окей, там, типа, Франция вся хуйня, но Уганда? Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, типа, камон. Россия входит, по-моему, в топ-5, если не в топ-3 процентов женщин на руководящих постах, там, в целом, типа, государство, частный бизнес, там, по-моему, под 50 процентов, там, 43 или даже 47, поэтому... Что-то есть сомнения насчет Уганды. Спасибо, спасибо большое за донаты. Пока что без говорилки, будем читать после. Вот я говорил Светову, надо было купить книжку или хотя бы просто, типа, спрашивать, типа, пруфы на все, или... Потому что она, как всегда, в Твиттере где-то прочитала, и типа, ну, ну, ухо, ебать. И его не пришли к нему, и о причинах такового спорить можно много, психологические, или это социологические, или еще какие-то, но гораздо больше исследований, доказывающих, что причины, это точно не биологические. Вот. И звоночек прозвонил в зале почему-то. И последнее скажу, что я знаю, что по принципу либертарианства очень классно рассматривать разные сценарии счастья. Но, к сожалению, когда за эти разные... Блядь, какой я нахуй... Это очень странно. Меня Светов, когда я с ним записывал интервью, он тоже мне под конец выкатил вопрос про счастье. И я даже не знал, что на это ответить. Типа, чего, блядь? Если сценарий счастья начинает бороться женщины, то им приписывают какой-то один сценарий счастья. Это родить, значит, ребенка, сделать счастливого мужика, семью, вон того парня и нашего царя, нарожав ему побольше рабов. Вот. У меня все. Спасибо. Такой сценарий счастья. Зулин недоволен. Ебать, мне 10к скинули? Чего, блядь? О, Господи, Иисусе, Вася, ну не стоило так. Как раз отключил синтез речи. Привет, вертолет, очень давно тебя смотрю и просто хотел поблагодарить тебя за контент. Спасибо за творчество и удачи вдали. Господи, Господи, Иисусе. Оп. Мужик, ну не стоило, блядь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, про Уганду что-то я затупил, не вспомнил все эти мемы про Наклзо, короче. С другой стороны, если в Уганде самое главное это королева, которая знает The Weight, то в принципе Уганда тоже на довольно высоких позициях по гендерному равенству. А еще Залина гоняет на доктор-марксенсах, поэтому Залина скинхед, кажется. Ужасно. Ужасно. Я даже не знаю, как-то это реагировать. Еще раз большое спасибо с 10 тысяч, Вася. Не стоило. Всем привет, меня зовут... А Светов громче говорит, блядь, и рейп, и кажется быстрее, придется, наверное, менять скорость. Светов, спасибо, что пришли на дебаты, спасибо большое Залину, что ты на них согласилась, и, конечно, вот эта вот подмена, которая постоянно совершается современными феминистками, о том, что... Привет, вертолет, благодаря этому паблику встретил свою любовь. Катя, люблю тебя, твой конченный. Спасибо, вертолет. О, господи. Какая heartwarming story. Поздравляю. Совет вам, да, любовь. Огромное спасибо за два куска. Слушаем Михаила Светова. Мне придется, блядь, под каждого из них подстраивать звук. В общем, его, наверное, на единицу поставим, потому что слишком быстро получается. Это такая радикальная идея о том, что женщина это тоже человек. Но когда вы заходите, это моя самая главная проблема к Золине, и самая главная претензия к феминисткам третьей волны, которую я сегодня... Которую сегодня буду обвинять, потому что они тривилизуют. И вот уже сразу, типа, Золина не феминистка третьей волны. Она очень смутно вообще представляет, чем волны отличаются, поэтому, как бы, Золина спорит с голосами в голове, Светов, как бы, с Никой Водвуд, но Нику Водвуд получить на дебаты невозможно, поэтому, как бы, ну, охуенно получится. Грустный Оксимирон сидит, как бы, и смотрит на все это. — Проблемы женщин, с которыми женщины действительно сталкиваются, как в российском обществе, так и в западном, и гораздо больше сталкиваются в обществе, разумеется, в восточном. Потому что, когда вы заходите на канал, кто у нас сегодня самые яркие феминистки? Это Золина Машинкулова? — Нет. — Это Ника Водвуд, о чем вы там читаете? — Это Ника Водвуд. Золина Машинкулова, типа, ноуна и месса. Камон, ну, камон. — Среди строк прочитать о проблеме сестер Хачатурян очень серьезной проблеме, за которую либертарианская партия, которая отстаивает интересы жертвы против агрессора, до сих пор стоит в пикетах, защищая, да, разумеется, это очень серьезная проблема. Но когда вы заходите на каналы феминисток, это все триабилизуется под обсуждение какого-то, на самом деле, безумия, да, вот, та карикатура, которая сегодня существует в глазах общественности, а то, что феминистки выступают за небритые подмышки, за вот эту вот версию бодипозитива, которая на самом деле является отражением ненависти к своему телу. — В чем прекол дебатировать с какими-то общими тейками? Ну, то есть... В чем смысл высказывать позиции, которые почти не пересекаются? То есть, ну, дебата же, смысл в том, чтобы ты как-то дебатировал с кем-то, с тем, с кем ты пришел на дебаты, что-то ему предъявлял конкретное, а не просто, типа, все мы... — И отказа работать над ним треверизуется таким образом. Вот у нас сегодня секундант, это Сергей Сминов, главный редактор «Медиазона». Я пытаюсь себе представить, что было бы, если бы «Медиазона» писала о проблемах гражданского общества в России таким образом, которым феминистки сегодня пишут в России о проблемах женщин. Ну, это был бы лучший способ по дискредитации гражданского общества в России, потому что... — Ну, ладно, ладно, он на что-то более-менее набрел, окей. — Вместо того, чтобы читать о пытках, вместо того, чтобы читать о разбиениях, об коррупции, о реальном ужасе, который происходит в нашей стране, мы бы читали о том, что у нас нету широкополосного интернета в СИЗО, мы бы писали о том, что, значит, ой, посмотрите, там, среди полицейских запрещают носить розовые волосы. Мы бы читали об этом и мы бы не воспринимали это всерьез. — Нормально, норма, хороший, хороший тейк. Плюс Светову. Короче, теперь у Светова ноль баллов, а Залина все еще технически дисквалифицирована. — Моя претензия к Залина к тебе, к твоей версии феминизма, которая, на самом деле, непонятно, в какую волну до конца вписывается, поэтому, мне кажется, это гораздо конкретнее называть такой версией Залинизма. У тебя будет... А смысл ее подъебывать Залинизм, если на Сана его педалируют? То есть, ну, ну ладно, окей. Верт отключает говорилку, подписчики начинают меряться кошельками, докладываю чат, чувствую себя угнетенным. Спасибо, большая штука, спасибо огромное всем за донаты, все зачитаю. Даже за 2 рубля. По рублю на каждый гендер, все будет зачитано. В версии зеленизма такого, потому что происходит тривиализация через обсуждение абсолютно ничего не значащих вещей, ты тривилизуешь реальные проблемы, отвлекаешь от них внимание. И когда мы слышим о проблемах женщин, мы просто перестаем думать о проблеме сестер Хачатурян, мы перестаем думать об ужасе, который происходит на Кавказе, о кровной мести, где месть совершается, в том числе через изнасилование женщин в семьях, в провинившихся кланах. Мы об этом перестаем думать. Фейл Светова, типа, Залини же самой угрожали Кавказом, поэтому это легко, так сказать. Начинаем думать о том, что... Короче, кажется, никто к этим дебатам не готовился, кроме меня. Я, типа, Светову с корены кидал, там, и давал советы, и продумывал, под какую песню лучше выйти. Ой, женщины считают, что у них проблемы, это вот что, значит, она волосы покрасила, и кто-то ее назвал жирной в интернете. Вот это несерьезные проблемы. И Залина начала свое выступление с того, что она сказала, ой, Михаилу Светову не приходится сталкиваться с комментариями о его внешности. Залина, зайди в мои реплаи. Начнем с того, что... Михаилу Светову приходится сталкиваться с куда более злыми и деструктивными комментариями настолько, что это слово, которое тоже начинается на букву «П», на стриме даже произносить не хочу, потому что... Начнем с того, что смерти мне желают просто, наверное, каждый божий день по несколько... Ну, и тоже желают, это ничего не значит. ...раз, и отличие разумного, адекватного человека, варвара, от человека цивилизованного, да, и поэтому я выступаю против варваризации, в том числе, продаю... Той, которая продается под ликом феминизма, это умение отличать слова от поступков. Когда мне какие-то дураки пишут в интернете, какие-то глупости, я на это не реагирую, мне это неинтересно. Когда я читаю твой твиттер, когда я читаю твой телеграм-канал, когда я читаю твою книгу, это, наверное, самые секси... Окей. ...разведения, которые пользуются популярностью в среде людей, которые вообще-то такие вещи должны отторгать. И снова у меня нету к этому претензий, потому что это вполне себе вписывается в картину мира, где говорить можно всё, в том числе и всякие гадости, особенно, когда они написаны так остроумно, как это делаешь. Ты, Залина, ты остроумный человек. Он что, реально книгу принёс, что ли? Ну-ка. Абсолютно. И у меня даже не было претензий к твоей рекламной кампании, за которой на тебя все прыгали, потому что я считаю, она была в дурном вкусе сделана, но, господи, у нас она в дурном вкусе. Я, надеюсь, Светов пошутил насчёт остроумно написанной книги, потому что книга Залины Маршинкуловой написана языком женского юмористического фэнтези. То есть это буквально вот оно. Я думал, что он мне напоминал, а потом, да, это женское юмористическое фэнтези и попытки, ну, плюс Кул Стори, плюс матчасть. Матчасти там меньше всего, больше всего женского юмористического фэнтези, поэтому если ему реально кажется, что это смешно, то... Нет. На вкусе огромное количество, но когда ты выступаешь с позицией морального превосходства, когда ты рассказываешь нам о проблемах сексизма, когда ты говоришь о том, что друг друга нужно уважать, и уважать нужных женщин, ты не можешь себе позволить... Да никого, блядь, не нужно уважать, типа, ну, как насчёт свободы ассоциации, типа, чего, блядь? Себе может позволить либертарианец, который вообще-то говорит, да, человек свободен быть в том числе и мудаком. Твоя позиция заключается в совершенно противоположном. И позиция феминисток третьей волны заключается в совершенно противоположном, она заключается в том... Норм, норм. Светову ещё один балл. Всё ещё ещё зря он говорит про третью волну, типа, Салина сама не ебёт, что такое третья волна, то есть она смутно представляет, ну, как бы, чего, блядь? В том, что женщина может быть мудаком, а мужиков-то мы за это будем шеймить. И снова, да, можно шеймить, можно, разумеется, но мы знаем, например, страны, где люди, типа тебя, типа, некий вот-вот победили и смогли начать формировать политическую повестку, мы знаем, во что это выливается. У нас есть перед глазами страны Запада, страны, где феминизм, в той версии, которую вы транслируешь, ты, одержал политические победы, это выливается действительно в позитивную дискриминацию, это выливается в настоящий сексизм и, самое главное, это выливается в женское несчастье. А, это звонок секунданты, я понял. Счастье, не только мужское несчастье, это выливается в женское несчастье. Да что он педалирует эту тему со счастьем? Где вместо того, чтобы учить мужчин и женщин сужительствовать, быть близкими друг к другу, любить друг друга и таким образом становиться счастливым, ты им объясняешь, улюбите меня такой, какая я, я есть, и не подсказывай им совершенно, что если ты хочешь, чтобы тебя любили те, кто нравятся тебе, тебе нужно соответствовать в том числе и их запросу. Это очень важная мысль, которую я сегодня постараюсь донести. Спасибо большое. Все еще ни одного знакомого лица. А теперь вопросы участников дебатов друг к другу. Окей, сделаем перерыв, почитаем донаты. Светов норм, под конец как-то неплохо вытянул, молодец. Совершенно не разделяю вот эти вот заходы про счастье какое-то и что нужно учить друг друга любить, типа чего, блядь. Но норм. Значительно лучше, чем телега Залины. Зачем я запустил оперу? И да, он все-таки принес книгу, кажется. Молодец. Но не воспользовался ей правильно. Привет, вертолет. Спасибо за контент. Про трагейминг очень круто. Удачи. Спасибо большое, Макс. Хочу дебаты вертолета и трэш-смэша, чтобы оба косплеили Данте. Один из оригинальной серии, другой из перезапуска. Ты бы показал трэш-смэш в свой Дэвилдриггер? Хе-хе-хе-хе-хе. Личная идея, Джо Иоанна. Спасибо. Спасибо. Я бы с трэш-смэшем не стал бы дебатировать, потому что трэш-смэш разумно очень использует тактику использования остатки. То есть там просто, чтобы как бы, чтобы со стороны не выглядеть совсем проигравшим, мне пришлось бы прочитать как минимум столько же всяких статей, сколько прочитал он, и мне как бы вот это испытание времени, я бы не стал на это столько времени тратить, и там даже за деньги оно того просто не стоит. Вот. Мы с такими кринжами до середины дебатов не доживем уже второе слово на букву «П», а не было довольно-таки ничего. Не знаю. Если внешне, то бог тебе судья, а если по позиции, то она просто, типа... Позиция стала еще более абстрактной. Она всегда с какими-то абстрактными хуйнями борется, но сейчас она просто, типа, просто... Типа, женщину бивают, это плохо, блядь, а вы здесь сидите. Вашу дочку ебут где-то, а дети гибнут на Украине, блядь. Был бы ты человеком, нахуй, и как бы, и вот-вот и все. Спасибо, блядь, второй раз смотреть это говно. Пожалуйста, лего-женщина. Мой кореш на свой ДР взял как-то около 20 бутылок вермута за 3 рубля, и мы закручивали винты. Это когда раскручиваешь барлы в бутылки и вливаешь в раскрытую лодку. Я знаю, так однажды выиграл состязание по скоростному распитью пива. Я победил в нем и выиграл еще одно пиво. По пожарам въебывает? Мое почтение. Ну так ясен ходит в ад с бутылок-то вермута. Залина, внимание, блядь, с полным отсутствием логики. Давит на актуальную повесточку разгвардия кровавый режим. По существу одни логические противоречия и бред. Это сгущение красок. Я ей глубоко похуй на феминизм. Она хочет только, чтобы ее обсуждали. Частично соглашусь. У нее есть искренняя позиция, близкая ко второй волне феминизма. Но она очень сильно любит педалировать. Что вокруг все очень плохо, поэтому как вы смеете ругать меня в Твиттере. Но я верю в то, что у нее есть искренняя позиция, близкая к тому, что женщин не нужно насиловать. Эта позиция есть в принципе у всех, поэтому тоже вопрос, но как бы да. Шалом, хороший стрим. Мы, кстати, все еще готовы организовать тебе нормальные дебаты над оппоненткой. Конечно, придется думать, если что. Пивас за тебя, братан. Спасибо большое. Не знаю, чувак. Спасибо за предложение. Я что-то насчет дебатов как-то во всем этом разочаровался, особенно посмотрев на те же проекты Светова. Типа как-то. Не, мне уже просто не хочется. У Светова скоро будет фестиваль. Он меня звал выступать, как бы, и я даже на это отказался, потому что отчет мне не хочется. Как-то про эту мочасть говорить я больше по мемам и, блядь, все это ретро-геймингу. Когда уже Залена напишет книгу «Мои убеждения». Да, «Моё убеждение». У меня был прадед МГшник, его расстреляли в фемке из деревьев, но я феминист. Блядь, смешно. Спасибо, бибролиссимус. Вертолет, хочу от тебя детей. Неужели тебе безразличное сердце обычных людей? Вертолет, хочу от тебя детей. Мне понимать, что ты грубый мужчина и вполне, возможно, не гей. Спасибо за стих. Гудзо. Из-за того, что подобные дебаты скучны, а феминистский стендап высота... Это не читали. Привет, Вертолет, каналов видос про ретро-геймингов. Уже делаю. Да кого хуя напиздит про захотели пойти во власть? Оптимайз Прайм, очко горит, блядь. 90... А, это было. Что тут вкратце, то я проебал вовремя. Стрим по Золинии Светова. Блядь, горшок умер. Привет с Украины. Я твой давний подписчик. Желаю удачного стрима. Спасибо, спасибо большое. Здорово, Верт. О, здорово, Сайлент Топ. Поднимаю по слову за тебя и хороший стрим. Не понял, про спидозного Окси в чем отличие от обычного? Ну, типа, этого мужика, который их судит с Медиазона, его как-то приняли за Оксимирона на одном из митингов, и там разошлось на мем про... Это убожество зовется Оксимирон. К слову, о лидерах протеста и его фотка. И непонятно, это было пост-ирония, или реально его спутали с Оксимироном, потому что он, естественно, немножко похож на Оксимирона. Вер, что думаешь о Михалке и группе Ляпе Струбецкой? Сорян, если бы был такой вопрос. Раньше слушал, ездил в 2012 году в Крым на презентацию нового альбома, все было охуенно, но потом Михалок что-то, по-моему, скатился немножко. «Приотвертий скажи, когда обещан обзор на вторую житуху?» Будет скоро, мы его вместе с Филиновым сделаем, поэтому сначала я постримлю весь второй сезон житухи, а потом мы, наверное, одним видосом выкатим совместочку такую длинную. Вот, но будет обязательно. Перед этим еще, наверное, про комикс сниму, типа, и про комикс, и про приквел. «Что, блядь, опять с полоской топ-донатеров, где мы 15к, а?» «Не знаю, Колян. Я, типа, после твоего запроса перепроверял, там реально стоит, как бы, за все время сумма донатов, и, как бы, это вводить в строку». То есть, я не знаю. Сорян, чувак, но, типа, перепроверял. «Здорово, Рон Джереми. Если Залин на лицо Светову сядет, то нахер такие скучные дебаты?» «Не сядет». Ну, боюсь, не сядет. «Привет, канал Минус». «Твою же дивизию. Как у тебя с 200к подписчиков столько онлайна на стриме?» «У Ларина был столько же зрителей на трансляции». Ну, я не пишу кринжовый рэп, наверное, вот, поэтому не отгоняю людей. Ну, вообще, это хайповая тема. Когда я читал статью про себя, ну, вот, люди уходят, потому что я читаю комменты, но, типа, надеюсь, будут возвращаться, когда будут смотреть. Вообще, пик был 7200, когда я читал вслух статью Медузы про себя и Нику. Вот, тогда был, конечно, топ-хайп. На дебатах с маргиналом было 5К. «Перед Вертолет», спасибо за контент. А, всё, донаты прочитаны. Короче, никто, абсолютно никто. Вертолет, я бы разъебал эту суку под металл. Спасибо, Светофил, но нет, я бы не под металл. Если бы под металл, я бы, наверное, вышел, в общем, под один из музыкальных пупов по зелёному слонику. Вот, наверное, что-нибудь такое. «100% женщин, которые рождались, умирали. Вы тут сидите и хуйню смотрите». И да, судя по всему, Светов хотел тройничок с Никой и Залиной. Бля, это отвратительно. Но если с Залиной ещё, наверное, норм, то с Никой это, типа... Вы зайдите в Нике на Инстаграм, то есть... Это ужасно. «Купил себе на днях видку FAT после просмотра ролика про PS Classic, и это супер кайф. Подскажи, во что стоит обязательно на ней поиграть?» О, отличное решение. FAT, как господа, вновь дали пососать слимка крестьянам. Ну, во-первых, то, что на PSP, вот. Многие игры, там есть специальные патчи для Vita, чтобы задействовать второй стик, то есть там для GTA-шек, для MGS-ов, чтобы можно было нормально играть. То, что для PSP, плюс то, что для PS1, плюс охуенное Homebrew, от себя лично рекомендую ремейк второго Метроида, вот, именно на Vita, Homebrew. Ну, на самой Vita хороший Killzone, Gravity Rush, Uncharted неплохой, и куча индюшатин. Типа, индюшатин до сих пор выходит на Vita, то есть там Shovel Knight, Hotline Miami, Valhalla, Retro City Rampage, там Thomas Vosselon, короче. На самом деле Vita это ультимативная, почти ультимативная инди-машина, особенно если у тебя FAT, и у тебя моднейший OLED-дисплей. Вот, и старый Аксиминог, и только присоединился некоторое время, выпал из поля политики, и всего такого типа света вы уже выпустили? Да давно выпустили. Спасибо за донат. Обожаю радикальных феминисток-фанатиков, на самом деле. Никто не сделал для дискредитации феминизму больше, чем они. Все мои подруги теперь ненавидят феминизм, и считают всю эту шоблу ёбнутыми. Окно Авертона в действии. Радикалы отсеются, нахуй останутся нормальной бабой, которая улучшит жизнь всех. Да, да, но на самом деле не бабой улучшит жизнь всех, а просто общество станет лучше, и вот как-то все, типа... Не знаю. Радикалы в целом... Не очень. Типа... Может быть, они и двигают вперед какие-то исторические процессы, но, типа, блядь, когда тебе приходится лично взаимодействовать с радикалами, то это каждый раз полная хуйня. Они, типа, все портят. Подписываемся на телеграм-канал. Дежурный донат. Спасибо. То есть, шопу, да, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Точнее, на наш там. Я его не один веду. Даже, в основном, не я его веду, но, типа, спилочка в описании. Вас посетила вагинальная корона масочки в чате к вертонам. Шелом, хороший стрим. А, все, это было. Здравствуй, вертолет. Здравствуй, хороший мальчик. Есть ли у тебя какие-то мнения насчет стендпойнта феминизма Дугина, удачного стрима? Я, типа, я смотрел обзор Алины Самойлова и нихуя не понял. И, типа, кажется, типа, не стоит вскрывать эту тему. Я молодой шутливый. Уже, конечно, не такой молодой, но все еще шутливый, поэтому. А ты знал, что, оказывается, Егор Летов и Грета Тумберг это один человек? Нет. Не знал. В смысле, блядь, кто-то тяночку у тебя в поблочи нашел? Куда анкету кидать? Я будущий бэдкомедиан в мире сериалов. У меня духи и мемов и разные группы попали. А еще у меня мировой рекорд по спидрану Evil Within. На самом деле, я бы тебя позвал на сходку, просто я больше не провожу сходок, но однажды у меня люди прямо на сходке замутили. Вот это было романтично. Я, короче, так понял, что Залина — это фемистическая версия Жириновского. Сама не бьет, честь несет. Да, но менее успешно. Типа, Залина, она как бы определенного успеха добилась, но она слишком хуйню несет, чтобы быть однозначно успешным. Ладно, короче, спасибо большое за донаты. Вот. Говорилку не включаю, смотрим дальше, потому что мы посмотрели всего лишь 12 минут из часа 45, поэтому будут еще остановочки. Вот. Ну что, народ, погнали нахуй. Буквально несколько дней назад Залина отвечает на комментарии другой сестры феминистки, где написано «Брать мужчин в феминизм — это как брать капиталистов в коммунизм, как тащить правых в левые движения, как травить тараканов при участии самих тараканов. Он их просто сквозит половым равенством и уважением к противоположному гендеру. У меня такой вопрос. Да, мужчины — это действительно... А почему не полу? Тараканы. То есть вот люди, которых ты пытаешься привлечь как союзников, которых феминистки называют союзниками, они тараканы, потому что ответ на это восхищенный реплай Залины — факт. Так действительно? Нормально, нормально. Судя по контексту, Залина отвечала на чей-то Ратфем-коммент, но так как Залина сама не очень, типа... Она явно больше лип-фем, и как бы... Если и Ратфем, то шуточный. То есть она, типа... Бля, Светов хорош. Еще один балл Светову. Типа... Два балла дисквалификации. Со смайликом. Да, я с удовольствием отвечу на это. Потому что это единственное вообще, к чему можно ко мне прикопаться. Ох, еди... Да правда, да? За последние две недели. Смотрите, ребят, ну здесь не так все просто и не так все однозначно, как может показаться. Да, смотрите, да, существует радикальный феминист. Я, как известно, секс-позитивная либеральная феминистка. Но... Так либеральная и радикальная — это как бы не совсем противоположность. То есть, да, они обычно идут, типа, как разные трейды, но они не обязательно должны друг другу противоречь. То есть, можно быть, как бы, и тем, и другим. Ну, значит, как-то давно идет война между этими фемдомами. На самом деле, даже как это выглядит на практике, большинство радикальных феминисток, радикально феминистки только в интернете. Типа, это в интернете. Они выебываются, говорят, там, типа, kill all men и вот прочая хуйня. АРЛ, они, конечно же, ничего такого в виду подобного не имели и как бы все вы неправильно поняли. И, в общем, вот как сейчас она, кажется, будет оправдываться. Значит, в чем эта война заключается? Немножко мы отчасти, просто не все. АРЛ, будет непонятно. дикальные феминистки справедливо замечают, справедливо, если не брать агрессивные пожелания сдохнуть мужикам, а вот какие-то справедливые зерно там заключается в чем? В том, что исторически, да, так сложилось, что женщины угнетали, нас там не давали образования, потом за последние 50 лет мы вроде как приподняли голову, вроде как получили права. Особенно в России и СНГ за последние 50 лет очень многое изменилось, не давали образования, просто пиздец, да. До 70-х годов? Мы продолжили жить в мире гендерных стереотипов, в общем, мы продолжили жить в мире, где женщина считается тупой, ущербной и так далее. То есть эти формальные права, так же, как и формальные права человека в России, нам ничего не дали. Вот, и поэтому... Ничего не дали, говорит Залина, у которой, типа, свою около, там, доли в издательстве. Окей. Мы продолжаем бороться, и я бы не сказала, что меня можно назвать фемисткой третьей волны, потому что мы, на самом деле, с второй волной не знаем. Потому что я не ебу, что такое третья волна. Я скорее ближе к второй волне. Так вот, мы не... Оксимирон тоже, кажется, не совсем в курсе. Мы закончили с ней. Так вот, значит, радикалы фемистки справедливо полагают, что раз большая часть ресурсов и власти, исторически так сложилось в патриархальном мире, принадлежит мужчинам, то с чего бы им эту власть отдавать? Женщинам, вдруг. То есть мы жили, как говорится, хорошо, а сейчас... Да. Действительно. Окей. Вот шеймить за это начинают. Понимаете? Поэтому почему бы нам, как вот мы жили в этих... Так как это связано с тем, что ты соглашаешься с призывами, типа, гнать мужчин, насмехаться над ними, помнить, что они не люди-люди? И при этом в начале дебатов говорила, что, типа, оп-оп-оп, мужчины, мы с вами. В прекрасных временах, когда можно было делать женщинам что хочешь, и во многих странах всё ещё. Можно в Индии, в Афганистане, пожалуйста. Так это, блядь, говёные страны. Кто про них говорит? Была же, была женщина мясом, так она там и осталась. Вот. То зачем? Зачем нам это менять? Понимаешь? И, к сожалению, к сожалению, да... Действительно. Все мужики впрягаются за право делать всё, что угодно в Индии с женщинами. Всем настолько не похуй на Индию. Думают так пока. Большинство мужчин. Ну, вот. И мы даже можем посмотреть по комментариям. На самом деле норм. Даю ей должное. Как бы её нормально так подловили, и она довольно неплохо оправдывается. Вот как я читал её книгу, это напоминало мне, как я домашку сдавал, когда не подготовился. Вот тут она мне опять напоминает домашку, когда ты пришёл, не подготовив, и просто максимально пытаешься не подать виду. И, типа, это всё часть плана. Я сейчас, типа, нормально поясню. Ну, короче. Ну, типа, ну, вообще-то, женщины гибнут. И, типа, исторически, и вот 50 лет, и только сейчас. Поэтому, ну, вы же должны понимать. Не радикальные феминистки ходят к рандомным мужчинам в комментарии и желают им сдохнуть. А приходят эти рандомные мужчины в огромном количестве именно мужчины и сдохнуть желают мне. И сдохнуть они мне желают, даже не зная вообще, за что я топлю. Вообще, я, ещё раз говорю, почему Залена так уверена, что никто не знает, за что она топит? Не одобряю. А что же они не хлопают? А нет, вот один хлопает. Да нет, не уныло. Я думал, будет уныле. Спасибо за донат. Вот. Вот. С мужчинами никогда с ними не было, кстати говоря. Вот. И храни вас Господь. Особенно про феминистов. Вот. Поэтому я, как либеральная феминистка, считаю, что от Сатаря Архата, хорошо, если вам не нравится это название, будем называть так, от системы сильный всегда прав, страдают и мужчины тоже. Никто не хочет жить вот в этом конкретном государстве, где у нас пропаганда так называемых традиционных ценностей, где, в общем, кто сильнее, тот и прав. Это все круто. Ты за твиттер-то поясни, пожалуйста. На самом деле, ни один мужчина не захочет жить в такой стране, где бьют, насилуют, унижают женщину. Вот. Поэтому я считаю, что мужчинам при победе феминизма может быть только хорошо. Они будут ходить в декретный отпуск. Какого феминизма? Они и сейчас могут ходить в декретный отпуск, блядь, даже у нас в стране. Типа... Вообще будут работать нянечками, никто не будет им говорить, фу, там, ты кукол, ты урод, ты кто-то такой. Если я хочу говорить людям, ты кукол, ты урод, что с этим делать? Это что, убьете Гарика кукол до Харламова, типа, чтобы никто... Я не понимаю. Я забыл Залину поставить на 1,25. Ладно, сейчас будет светом все равно. Все будут в плюсе. Но у радикальных феминисток есть своя точка зрения, я объяснила, почему она такая. Вот. И, к сожалению... Да, там в зале Зулины горшок. В сегодняшний день в России они больше правы, чем я, потому что мужчин, которые поддерживают феминизм, слишком мало, и поэтому радикальным феминисткам мне предъявить нечего. Все-таки тараканы. Нормально. Молодец, Светов. Залина. Вопрос. Ты вот очень часто говоришь по поводу того, что шеймить можно, в том числе по внешности, и это, собственно, главная причина, из-за которой мы с тобой ругаемся, потому что в целом про разные стены решающиеся, про все остальное, вообще либертарианство не противоречит феминизму в целом, да, и там в целом то спорить нечего, поэтому среди поддерживающих меня есть либертарианцы в том числе. Так вот. Но мне очень вот прям человечески непонятно и претит то, что ты позволяешь себе там в Твиттере, например, написать про кого-то жирное. И чаще всего это, конечно, женщины. Как, например, ты можешь выложить фотографию безумно красивой, конвенционально красивой Изабель Макоевой и написать, вот смотрите, как она разжирнела. Или ты написал как-то раз твит, и он меня просто ранит в самом сердце, потому что я знаю, кто ты, ну, ты неплохой человек точно. Ты не злой. Светов предъявляет за название мужчин с дараканами. Залина, а вот ты назвал Элизабет Маковой в Твиттере жирной. ...человек. Вот. И ты также пишешь, что выложил фотографии какой-то женщины, которая родила пять детей, и ты написал, смотрите, какая она стройная сразу после рождения пяти детей взяла себя в руки. Вот. Это даже не с точки зрения феминизма, да, противоречит. Почему? Это с точки зрения феминизма просто, ну, неприемлемо, да, потому что женщины реально убивают себя диетами. Огромное количество женщин, об этом есть материал на Медузе, реально убивают... Залина, так ты же сама говорила, что исследования показывают, что женщины, типа, биологически ничем почти не отличаются от мужчин в своем вступительном слове, то есть. Но при этом они почему-то убивают себя диетами. Типа, либо тут какой-то заговор рептилоидов, либо я бы это все скинул на патриархат, но, типа, диеты, видит бог, пишут не мужчины, поэтому даже не знаю, что, типа, об этом и сказать. Почему у Света вопросы по существу, а у тебя вопросы, почему он кого-то в Твиттере жирный назвал? Умирают от того, от анорексии. Вот. Батя не даст соврать, как говорится. Да. Что касается вопросов как умирают, здесь есть весь вопрос. Да. Вот. И это реально... Так, блядь, может, они тупые, нахуй, я не знаю. Проблема. Поэтому то, что тебе кажется... Я просто немножко про бритые подмышки еще отвечу сразу. Или не бритые? Смотри. Я бы начал классическую телегу вот про вот, вот, знаете, почти начал бы пересказывать Карлина, вот этот знаменитый монолог. Но, как бы, какой смысл? То есть, ну, типа, это все и так, все знают. То есть, ну, типа, блядь, почему у них спор о какой-то хуйне? Типа, счастье, нужно ли людей учить любить друг друга? Это важная проблема. Я прервул, потому что ты задаешь вопрос, и не отвечаешь. Все, да. Просто это все изменяя одной цепи, понимаете? Да, я с удовольствием отвечу на то, что Залин сказала. Смотри, когда я что-то размещаю в своем... Вот, пока женщины умирают от анорексии, когда говоришь, да, точно так же мужчины умирают от тоски, я совершенно не хочу проводить здесь... Я совершенно не хочу проводить здесь никакой знака... Я не знаю. Конечно, можно было бы поднять этот, знаете, флаг такой гуманистический, что никто не должен умирать, никто не должен страдать, но, типа, каким нужно быть инфантильным, чтобы думать, что возможно построить мир, в котором вообще не надо будет умирать, как при коммунизме. То есть, ну, люди постоянно умирают из-за всякой хуйни, и поэтому, конечно, ну, формально, наверное, с точки зрения публичного имиджа выгоднее как-то занять позицию, что, о, боже, как плохо, но по факту, как бы, ну, блядь, мужчины умирают от одиночества, там, не знаю, убивают друг друга на спор, гибут друг друга в тюрьмах, типа, глотают гвозди, типа, в Латинской Америке, типа, хуй, золотом покрывают, от этого тоже умирают, я не знаю, типа, женщины-диет, то есть, ну, типа, потому что люди, блядь, пиздец тупые, потому что у меня вселился Джордж Карлин, и, типа, и как бы, тут уж как бы какую идеологию не при... Блядь, всего лишь 18 минут прошло, господи Иисусе, мне уже очень тяжело. О, здорово, филинов. Потому что и то, и другое, разумеется, трагично. Ну, как трагично, типа? Либо комично, тут уж как посмотреть. Почему, в принципе, я выступаю за... Да, еще, если бы я был на этих дебатах, я бы пришел с бухлом. За свободу шейминга, и почему это выгодно, кстати, в том числе и феминистам, потому что таким людям, таким образом люди транслируют. Во мне, обратите внимание, совершенно не нужно проводить разницу между буллингом, реальным буллингом, да, и тем, что кто-то пишет в Твиттере, потому что мне, как и тебе, угрозы, там, убийства, смерти сыпятся просто каждый день, и я умею отличать угрозу, да, слова от поступков. Я умею отличать важное для меня мнение от неважного. И что действительно стоило бы делать, как мужчинам, так и женщинам, как не феминисткам, а в принципе любому ответственному гражданину, это объяснять людям, ребята, мнение постороннего вас не должно касаться вообще, но вы должны обращать внимание на мнение людей, которые вам симпатичны, которых вы хотите иметь в своей орбите, потому что единственный способ в свою орбиту заполучить, это стать симпатичными им, а не пытаться этих людей поменять под себя, полностью поменять под себя, потому что таким образом вы просто этих людей будете отталкиваться, и в какой-то момент этот стереотип, который сложился вокруг многих феминисток, о том, что феминистки разозлены, так к Залине, это, разумеется, не относится, к Залине, счастливо. И если говорить о том месседже, который феминистки транслируют собственным мужчинам, это, к сожалению, сегодня, за исключением, разумеется, что нельзя женщине бить это не феминистический тэвис, это гражданский тэвис. Почему? Можно. Ну, типа, если на тебя напала женщина, я считаю, что женщину можно бить, то есть, ну, типа, полиции можно бить женщину, то есть, мы, блядь, не в школе, почему, блядь, дискуссия вертится вокруг, нельзя людей бежать в интернете, нельзя девочек бить еще, типа, блядь, камон. Это если у вас однократно порядочного человека, но тот образ мужчины, который феминистки сегодня во мне транслируют, как образ привлекательный, трагедия и лицемерие, и ложь современных феминистов заключается в том, что сами феминистки этих мужчин, которых они рисуют в своих текстах, привлекательными не считают. Именно поэтому мы постоянно, в том числе, скрываем ситуацию, что вот эти вот скандалы, которые происходят с феминистками, что, ой, оказывается, что ударить сова там абузивный какой-то бой. А почему? Почему это из раза в раз повторяется? Почему феминистки, которые вроде бы во всем разобрались, сталкиваются с той же самой проблемой, с которой сталкиваются женщины, которые находятся в традиционных отношениях? Это же довольно любопытный феномен, а очень понятно почему. Потому что, оказывается, это не образ абузира. Неплохо, неплохо вбросил, нормально. Про то, что там, в общем, постоянно происходят скандалы, когда там у Ратфема, какая-то Ратфемка кого-то на вписке, типа, изнасиловала, и там просто пиздец, начинается раскол партии. В любом случае, но оказывается, что образ положительный, который они транслируют во мне, не является привлекательным. По какой-то причине, я не знаю, почему, может быть, Залина мне так объяснит. Спасибо. Миша, вопрос, Залини. Да, соответственно, вопрос был очень короткий. Как так получается, что мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, где феминистки не следуют, собственно, тем ценностям, которые они проекцируют во мне, которые они хотят продать, как выгодные, как интересные, как мужчинам, так и женщинам. И как так получается, что вот эти систематические проблемы в отношениях возникают в феминистической среде ничуть не реже, чем в среде традиционной, хотя, казалось бы, вы же во всем разобрались. Так себе вопрос. Ну, то есть, во-первых, статки нету, поэтому реже, не реже хуй знает. Во-вторых, почему вообще кто-то должен, типа, отвечать, что там у кого-то в отношениях произошло, то есть, очень натянутый вопрос. Неплохая тема, но, опять-таки, Залина просто, она не состоит ни в каких-то особых течениях феминизма, там, даже в пабликах нормальных. И поэтому, если бы вот именно в тусовочке Залины был бы какой-нибудь скандал, можно было бы классно за него подтянуть. Но, как бы, это было в тусовке Болотина, немножко. Но, как бы, Залина к этому отношения не имеет, поэтому она может просто ответить, типа, а я ебу, типа, ну, чё. Хотя, впрочем, тут реально почти на все их вопросы можно ответить, а я ебу, типа, почему ты у меня это спрашиваешь? То есть, ну, почему кто-нибудь из них должен быть ответственный, там, за чьё-то счастье, за чьи-то отношения, типа, чего, блядь? Ну, во-первых, тут нужно уточнить, на основе чего ты сделал такие выводы, что феминисты, есть феминистки несчастные в отношениях, неплохо, конечно, не то, чтобы за линия говорить об исследованиях, но справедливо. Какие яркие? Откуда ты знаешь? Ну, то есть, неграмотно сформулированный вопрос. Например? Да, кстати, про Дарью Саву забавно, но Дарья Сава, это просто, типа, она твиттерская, то есть, кто она? Она просто из твиттера, это как... как чёрная метка. Да, вот нормально, наконец-то, наконец-то. Правда, Медуза тоже не особо шарит в феминизме, но про Колпакова неплохо. Но опять-таки, как бы это ни было забавно, Азалина здесь причём, она же, как бы, там, не состоит с ними ни в каких там организациях, поэтому, каким образом это её касается. Я развивалась. В принципе, я сейчас... Я не феминистка. Медуза здесь. Так, можно я немножко прорву... Эту Абросиму и нужно спрашивать. Ну, впрочем, опять-таки, я же спросил Абросиму, и она тоже не поняла или сделала вид, что не поняла, поэтому вот тут, как бы... Ну, я говорю, Светов спорит не с Залиной, Светов спорит, как бы, с коллективным сборником зашкваров фемок. Как бы спорить неплохо, но Залина-то здесь при чём? Она во многом здесь вообще, как бы, ни туда, ни сюда, поэтому... Мешаюсь, Миш, уточни, пожалуйста, вопрос, чтобы было понятно, какой из двух вопросов ты задаёшь сейчас, и чтобы Залине было понятно, на что отвечать. Почему образ, который феминистский, образ мужчины, который феминистский транслирует во вне, это не тот образ, который, как оказывается, привлекает в том числе самих феминистов? А, вот это отличный вопрос, спасибо за него. Хорошо. Что ж, что касается меня, я как раз полностью что говорю, так и живу. Можете в этом убедиться, как говорится, если что. Ну, это неправда. Залина обещала физическое насилие тем, кто на неё гонит в интернете, ну вот, и, как бы, что-то я не припомню, чтобы она кому-нибудь пизды дала там, или заставила на коленях просить прощения на камеру за все эти обсёры, поэтому... Меня муж может убить, если я совру. Вот, как говорится. То есть он в курсе ситуации, вообще. Как раз мне, я думаю, очень больше, чем, наверное, другим в этом смысле, прелегированной, так уж получилось, повезло мне вообще в отношениях, больше всех, наверное, чем обычно там везёт людям, например, жертвам домашнего насилия, вот, к сожалению. Я думаю, жертвам домашнего насилия приятно слушать рассказы Залины, когда она такая, просто напоминает, а помните, что ещё домашнее насилие, типа, я серьёзно вообще так говорю, да? В моей жизни вообще не было такого сценария, что вот есть какой-то так называемый мудак, как его принято там называть, и вот он там мне издевается надо мной и изменяет. Она это буквально дословно говорила в книге, по-моему, и ещё где-то. Вот сейчас начнётся про то, что вообще-то ей повезло, но она, конечно же, за женщинок, но вот она, вот у неё отличные отношения, её муж вообще очень хороший. А, она ещё, по-моему, это у Пивоварова говорила. Да, она эту фразу говорила дословно где-то, вот, то точно уже было. С историей. Поэтому я живу в своём счастливом браке, мой муж про феминист, всё супер, в общем, он абсолютно согласен со мной вообще во всех вопросах политических, идеологических и так далее. Почему, как ты говоришь, Дарья Савы, парень Дарья Савы, возможно, уже бывший, я не следил, это Саша Конь, это все твиттерские люди, как бы я бы им руку не стал жать, тогда совершенно осуждаю твиттер, кстати, подписывайтесь на мой твиттер. И там была какая-то вечеринка для этих, для твиттерских, и он кому-то пизделей дал за какие-то слова в твиттере, но чувак, которому дал пизделей, перед ним, перед этим извинился, и он был бухой в говно, не стоял на ногах. И Саша Конь, как бы приняв извинения от бухого в говно чувака, дал ему пизды. И как бы, а его девушка Дарья Сава, это какая-то твиттерская фемка, простите, что я об этом вам рассказываю, мне тоже неприятно, но нужно пояснить. И как бы это было довольно смешно, потому что она такая твиттерская фемка, знаете, против насилия, а ее парень вроде как отпиздил, типа, извинившегося человека, который вообще не в состоянии ответить, и, в общем, она просто всех банила в ответ на остроумные шутки, когда она в очередной раз начала там пояснять, как устроен мир ужасный, вот когда там все реплаи были с довольно смешными шутками про эту ситуацию, и вот, но опять-таки, это прекрасная ситуация, но типа, азолина-то здесь при чем? Идеологических. Почему так происходит? Потому что, тоже, это тоже ответ на вопрос, почему женщины вообще там не уходят, живут с насильником, не сбивают, именно поэтому же. Смотри, во-первых, нельзя распознать, даже можно... На самом деле, распознать можно, но это неполиткорректно. Вот, поэтому, да, распознать нельзя. Сто процентов, конечно, вам никто не даст гарантию, но понятия, что такое там, типа, фактор социального риска, они не существуют, и статистики не существуют о том, что некоторые группы населения, типа, склонны к более такому преступному поведению, типа, этого, конечно же, не существует, потому что, если бы это существовало, это было бы виктим-блейминга. Поэтому, типа, лучше забудьте об этом, даже если вам в школе об этом рассказывают, например, как нам, не существует такого, невозможно... Это просто как киндер-шерприз, ебаный, никогда не знаешь, что получишь. Как коробка конфет, как говорил Форест Ганд. ...патриархальное воспитание в школах, в наших, в российских, вместо учебника, как в Швеции, каждый должен быть феминистом, преподают, и дают на это гранты, довострой. Ну, надеюсь, доктор был с ней вежлив, иначе тебя может избить Саша Коня, если ты наррешься в говно. ...и основы семейного счастья. И в основах семейного счастья, которые вещают из-за каждого утюга, это единственный сценарий счастья для женщины, выйти замуж, быстрее найти какого-нибудь очень крутого, брутального мужика, который тебя прижмет, ударит, поставит тебя на место, а ты ему будешь варить больше. Ватриархальное воспитание вот ответ на твой вопрос. И в частности, с ним мы как раз и боремся, и мы рассказываем женщинам, ой, знаешь что, кто мы, кто мы-то? Мы вдвоем здесь сидим, еще Оксимирон. Типа, кто, с чем ты борешься? Ты вообще можешь не слушаться мужика, знаешь, ты вообще можешь быть даже более аморкой, если ты не хочешь жить с одним мужчиной. Ты знаешь, вообще есть разные сценарии счастья, Миша. И вот это мы женщинам и рассказываем, потому что женщины... Блядь, они в этом говорили, когда набухала у него в гостях вместе с Пожарским, но походу оба делают вид, что этого не было, иначе говорить будет не о чем. Привет, ротолетам из США. Спасибо большое, Олег. К сожалению, в России они не в курсе, что если она не хочет рожать и выходить замуж... Нет, это не Заряковская, это другая даже. Если хочет подчиняться не очень хорошему человеку и ждать его с работы и варить ему борщи, то она ей не обязана. Если она не будет замуж... Кто говорит, что она обязана? Ну, где-то восточнее, наверное, и говорят, но... Потому что это не значит, что она не состоялась как личность. Но женщины, к сожалению, об этом в России пока очень мало и плохо знают. И поэтому, поскольку есть еще травмирующие опыты от твоих родителей очень часто, просто люди, которые занимаются домашним насилием, они глубоко исследовали эту проблему. Это, собственно, я пересказываю слова правозащитников. И когда ребенок растет в семье, где насилие, это нормально, я вам озвучивала ситуацию по насилию. 39% россиян считают применение насилия естественным. Я тоже росла в такой семье, кстати говоря, каким-то чудом. Ну, это вопрос с подвохом. Если мы предполагаем, что Залина Верная его пересказала, то, типа, блядь... Мир строится на насилие. Процитировал кого-то философа, по которому там весь мир это насилие, но я забыл, кто это был, и, типа, так бы вбросил, чтобы люди думали, что я умнее, чем есть на самом деле. На самом деле, я вообще ни хуй не буду этой философией. Я читал только маленькую методичку Сартра, типа, он трудился сделать маленькую методичку, в метро прочитал, сдал зачет по философии. Но, как бы, ебать. Государство это насилие, поэтому, ебать. Ну, что, давайте упраздняем государство. Не скопировал этот сценарий. И, собственно, ты видишь, что папа бьет маму, все друга бьют. Это нормально. И ты потом дублируешь точно так же в своих отношениях. Ты не знаешь, что такое любовь. Все. Очень просто. Залина, вопрос. Миша, твой. Так, у меня, собственно, вопрос, из-за чего у меня больше всего, собственно, недоумений горел пукан. Вот так все, что в отношении про счастье. Вот. Смотри, если, ну, я не знаю, просто гендерное неравенство о его причинах. Мы можем спорить, но оно существует. Мы можем спорить о его, там, размерах 10%, 2%. Но, смотри, оно же реально экономика теряет огромные деньги. Реально гендерное неравенство вредит экономике. Ты его... О! Подъехала статистика. А помните, как Соколовский где-то нашел потрясающую статистику, что мигранты охуенно поднимают экономику, потому что они занимают потрясающие, типа, эти как-то minimal wage места. И вот, что вот нужно пускать мигрантов. Вот, по-моему, нечто страшное происходит в Европе, вот в том легендарном видосе. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим, как же гендерное неравенство у нас бьет по экономике. Это за рыбой. Туда. It's payday, fellas. О, спасибо, наводчик Ганс Шмульке. Наполнение запасов плодоволега, наверное. Побольше бы про трагеймингу контентов. Все будет. Надеюсь, в обозримом будущем пройдут сходки на территории РФ. Скорее всего, не будет. Тут уж, сорян. На Игромире. Вот, наиболее вероятность старей на Игромире буду на этом. Светов похож на зумер-тайр версию Жаков. Блядь, ну что же так жестко-то со Светов? Ну, типа, Светов норм, он не Жак Фреско. Потому что Жак Фреско совсем плохо. Турдягам привет, а вы? На шампунь для True Black Hire. Хорошо стрим. Спасибо, Антоша. Знаменитый Алёша Попович из Good Like. Прости, пожалуйста. Скоро, кстати, опять приедем. Повидаемся с тобой. Скинь мне, кстати, ебаные видосы, чтобы я смонтировал из них ебаный видос про PlayStation 2 и выложил на свой новый, несозданный канал про ретро-гейминг. А то люди все спрашивают, а видосов нет. Надеюсь, ты, ты свою очередь, не отформатировал винт и нам не придется их в третий раз снимать. Смотри, как бы, есть исследования именно бизнеса. IBM компания делала много исследований и они, в частности, выяснили вместе с Оксфордом, что... IBM после того, как продали подразделение ThinkPad, Lenovo не котируется. Lenovo не ThinkPad, IBM не компания. Все, типа, дебанк. Женщина в Совете Директоров очень повышает прибыльность компании. Это очень классно, что женщины вкладывают 64% в потреб рынок, и поэтому неуважать... Ну, тут уж лицо Светова все за себя говорит. Очень сомнительная статистика, очень сомнительная, что именно изменив только пол женщины на 64% можно прибыльно повысить. Ммм, ты смотри, вот это прикол. Понимаешь, женщины, это неэффективно для бизнеса. Женщины нужны для бизнеса. Вот, и поэтому, соответственно, если ты их не будешь... Да, я сенхую, что нужны, но, типа, в каком... В какой роли? Пожать и понимать, то это не очень хорошо именно для бизнеса. И поэтому, собственно, самое выгодное для бизнеса, я вам даже вот говорю, как сам участник каких-то рыночных отношений, максимально выгодно это найти самую тупую прослойку населения, и тут уж, простите, типа, к сожалению, обычно это молодые женщины. Типа, ну, вот в прошлом видосе я рейджил на Инстаграм, и я был совершенно искренен, типа, Инстаграм просто во мне нахуй убивает веру вообще в то, что хоть что-то нахуй будет хорошо. То есть просто смотришь, такой, а, в пизду все, типа, может начать крокодилом торговать, ну, типа, пошло все нахуй. И поэтому, как бы, продавать гороскопы, это невероятно выгодно. Заниматься, там, не знаю, чревовещанием, делать какие-нибудь наибосные крема, это охуительный бизнес. Но, как бы, нужно ли для этого брать женщину в совет директоров? Выиграет ли международная компания IBM International Business Machines, которая занимается всяким интерпрайзом от того, что мы просто поменяем пол директоров, типа, разгоним людей, которые стояли у истоков этой отрасли, и наймем женщин с улицы, просто, чтобы были женщины, вырастет ли прибыль на 64%? Не уверен, поэтому не знаю, не знаю, но, как бы, женщины в бизнесе совершенно точно необходимы, и, как бы, кому, как ни Залине, это знать, потому что Залина, я напоминаю, распечатала свой телеграм-канал, сшила в переплет в книгу, назвала это, типа, женская власть, да, называется, как телеграм-канал, но нигде на книге не написано, что это бесплатный контент, который уже есть в интернете. Написала супер-пафосное предисловие сзади о том, что это, мол, Библия феминизма, вся хуйня, типа, прочитаешь, типа, преисполнишься познанием мудрости и мудрости, и, как бы, и вот она, я тоже уверен, что в основном женщину покупает. Конечно, я сам немножко попортил эту статистику, когда купил эту книгу за свои бабки, вот, но, как бы, что-то мне подсказывает, что в основном ее не женщина покупает, поэтому не знаю, не знаю. Боюсь, вопрос немножко сложнее, чем давайте наймем женщин в Совете Директоров и, блядь, на 60 читаем, 60, это ж так много, блядь, это охуенно много, не были уже, я не знаю. Типа, мне кажется, любая контора мечтает о том, чтобы их бизнес на 64% увеличился в доходности за один сраный год, это ж просто охуительный рост, типа, господи, все стагнирует, а у тебя рост, и всего лишь нужно было нанять женщин, господи Иисусе. Ну, просто, как же тогда, и поэтому, собственно, ты думаешь, почему там даже IBM считает, например, важным бороться с этим гендерным неральством, уж точно не потому, что им жалко женщин, вот, видит бог, я уверена. Или, или, потому что IBM занимается сраным энтерпрайзом, типа, они не на слуху, и поэтому им нужно, ну, как бы, не то, чтобы нужно, но им хотелось бы как-то влезть в современную модную повестку, а, как известно, типа, равенство — это новая маркетинговая политика, и поэтому, как бы, сейчас из каждого утюга доносятся вот эти вот потрясающие исследования. Может быть, поэтому, либо мы можем отлично бустануть, как бы, прибыльность любой конторы, просто поменяв пол директора. Вот, кстати, интересный вопрос, а если мы реально вот ставим того же директора, но просто изменим ему пол? Типа, какой я этот процент даст? Запись стрима будет. Армия Израиля не позволяет смотреть трансляции взахлёб. Спасибо, Николай. Одобряю. Да, запись стрима будет, обязательно. ...непоятно. Вот. А скорее, потому что они провели исследование и выяснили, что, о, оказывается, когда однородная вообще гендерная среда исключительно из мужчин, это не очень хорошо. А когда там... Блядь, сейчас бы верить... Залина же сама занимается бизнесом. Каким-никаким... Вот сейчас бы верить в то, что можно реально провести нормальные исследования, то есть не исследования для журнала гендерных исследований, а нормальные исследования, на котором можно как бы базировать какие-то стратегии. Сейчас бы провести исследование рынка, реально исключить все факторы, вот все факторы исключить, оставить только один изолированный фактор пола руководителя и точно замерить, и как бы достоверные данные из этого извлечь о том, как только пол влияет как бы на прибыльность. Вот это вот сейчас бы верить в возможность такого исследования. Ну, охуеть. Она гендерно-разнообразная, да, то это здорово. И вот они еще много чего выясняют, то, что перечислил. И, кстати, да, боюсь отчет IBM, как бы, вот подозреваю, что он больше о гендерном разнообразии, то есть там, как бы, они же не могут сказать, что гендера только два, там, или пола только два, поэтому. Тут уже, как бы, мочаясь за Алиной немножко отстает, и она говорит о женщинах, а там IBM скорее там самоидентификациях, я предполагаю, потому что явно в недавнее время это производилось, а сейчас как-то уже, знаете ли, и слово бисексуал не очень круто использовать, потому что в смысле бисексуал, в смысле гендера только два. Поэтому... Я не понимаю, почему ты, как ты к этому относишься? Если это борьба с гендерным разнообразием, это хорошо во всех смыслах, неважно, в капитализме будем жить или нет. Спасибо большое. Мне очень нравится, как Залина мечтает закабалить женщин, причем закабалить их через эту самую... Мы через штуки закабаляли в 20 веке, когда действительно стояли вопрос, а как бы нам повысить рост экономики и предотвратить депрессию, и обнаружили, вот у нас есть действительно неиспользуемый такой класс населения, который можно посадить, как и мужчина, в четыре стены, если бы взял иметь собственный офис, и заставить их там работать. Не понимаю, что тут принципиальная вещь про либертарианство, и это не понимают либералы, я сейчас объясню на твою аудиторию. Либертарианство неодержимой идеей повышения эффективности для бизнеса. Мы одержимой идеей личной свободы и эффективного, если угодно, жизни, нацелены на достижение и поэтому сам по себе эффективный экономический рост и закопаление женщин для нас, разумеется, не является никакой приоритетной целью и не может являться для нас женщины гораздо важнее, чем монетарная выгода, которая из нее может извлечь ОБМ. Мне кажется, вы должны с этим согласиться. Теперь, что касается гендерного неравенства, вот тоже подмена, которую совершаешь ты, которую совершают современные феминистские третьи волны, разумеется, это все абсолютно актуально на России. Ксимиро, он сидит, вообще ничего не понимает. В Кавказе абсолютно актуально на Востоке, это не актуально на Западе, практически не актуально в Москве. Есть гендерное неравенство и есть гендерные различия. Это принципиально разные вещи. Да, мужчины и женщины отличаются не лучшую, не худшую сторону, они просто разные, и поэтому мы тянемся друг к другу, противоположности притягиваются, поэтому мы друг другу нравимся. Как правило, понятно, что бывает иначе. И в этом красота и прелесть нашего существования, и красота и прелесть отношений, когда тебе все-таки удается их завести. А вовсе не то, что мужики и женщины должны быть одинаковыми, потому что когда одинаково, скучно. И это совершенно не значит... Он пытается переманить аудиторию из Алины, типа, тем, что у нас вы найдете пролибертарианственную детяночку в общине. Да что, женщина хуже или лучше, или мужчина хуже или лучше. Разные, ну просто разные, и это нормально. А, может 6,4? Ну, 6,4 выглядит реалистичнее, но все еще слишком, как бы, ну, блядь, ну невозможно такое исследование провести. Ну, камон, ну, типа, блядь. Смотри, вот ты сейчас любишь в последнее время ссылаться на научные статьи, да? Я ради этого почитал ту замечательную книжку, которую ты рассказываешь всем, что вот... Она там расскажет о том, что такое феминизм, но... Не, все нормально, я просто ставил скорость 1,25, чтобы мы... Просто понимаете, мы посмотрели меньше 30% этого вот всего. После этой книжки все стали счастливы. Со статистикой, нет, я договорю, со статистикой, фактами, да, я просто вот разнообразие ради зашел, значит, посмотрел на библиографический список, и что же я там обнаружил? Я там обнаружил журнал Вандерзин, журнал... Обнаружил Афишу, обращал журнал Батинка, на который ты ссылаешь. Молодец. Обнаружил Медузу, обнаружил... Чьи-то твиты просто. Афишу, да, и подобные издания. Ну, знаешь, что я не обнаружил? Я не обнаружил Репаблик, обнаружил ни одной ссылки на научную статью. Я не закончил, я не закончил. И вопрос сейчас я задам. И я последовал дальше, я зашел к тебе в Твиттер, и у тебя в Твиттере запенено сообщение, да, в котором написано, вот сейчас я докажу, значит, что женщины у нас умнятаются, с статистикой, фактами. Я прочитал все статьи, которые у тебя там запенены в этом трейдинг. Самое первое, открываю. Вот женщины будут рассказывать, Залина разбивает мид. Вот рассказывают, что женщины, значит, не способны к математике, а посмотрите, в какое раз исследование до 10 лет. Значит, женщины в математике дают уровень с мальчиками, а потом, значит, что-то происходит, и это, и это, говорит Залина, связано с тем, что тревога, тревога появляется, и дает ссылочку, тревога появляется, вот поэтому, проклятая статья, нет, Залина, ответишь, ответишь. Это то, что в статье в этой конкретно перечислено, на которой ты ссылаешься, ссылаешься со ссылкой, да, я захожу на статью, на которой ссылается Алина Машинкулова, на статье М плюс один она находится, а читаю эту статью, читаю, действительно, до 10 лет девочки идут в родину с мальчиками, а потом что-то происходит, но вот эта научная статья, на которой ссылается М плюс один, она не говорит, почему это происходит, то просто происходит-то дальше в ниже действительно что такое происходит человеком 10 лет что мальчики девочки начнут очень сильно меняться еще больше отличаться друг от друга может быть это называется пубертат может быть это имеет какое-то отношение кто-то родиться которая называется 10 лет нет а варенu маршенколова и начинает ссылаться уже на последний параграф этой статьи который не имеет никакого отношения к той научной статье на которой собственно с и ч 건강ю�든 fiscal 1 а является просто редакторской правкой которые направляют на другую статью которая рассказывает уже про тревогу которая возникает у женщин которую Неплохо, но опять-таки На чисто словесных дебатах Ссылаться на верстку какой-то статьи Это просто как бы Неудобно То есть тебе нужно в голове представлять статью Первый абзац, а потом он ссылается на другую статью Типа и вот Является изначально для нее Не слишком открытым Нормально, еще балл света за то, что все-таки купил книгу И за хороший стоп-кадр Никакого отношения к работе с научными источниками Это не имеет И когда Залина вам рассказывает, что есть какая-то статистика Что есть какие-то научные документы, на которые она ссылается Просто имейте в виду, как Залина обращается с этими научными документами Это не имеет никакого отношения к реальности Но зато имеет полное отношение к тому выдуманному миру Который Залина выдумывает и продает вам Поэтому вопрос у меня очень конкретный Залина, какой научности ты говоришь? Надеюсь, он еще вбросит про то, что это типа книга Это сборник бесплатных статей из интернета Ссылаясь на Вандерзин, ссылаясь на афишу Не ссылаясь ни на одно научное исследование, ни на одно единственное Я готова отвечать, Миш Смотри, во-первых, если бы это были не научные исследования Они бы все... Разве их напечатали бы в Вандерзине? А? Ну вот тот же Из Оксфорта, из Стэнворда, из журнала Сайенс Там есть еще штрих-коды И знаешь, почему именно на статье? Потому что в одной статье ссылки сразу на несколько научных источников Я читала Понимаешь? Вот поэтому там на статье кто-то зайдет А из этой статьи ты охереешь и перейдешь на все научные подтверждения Понимаешь? А было бы еще классно, чтобы все, кто очень сильно любит поговниться на эти исследования Выложили бы мне хоть одну альтернативненькое Которое бы доказывало обратное О, вот Трэш-Смэш подъехал Все, типа я провел исследование А теперь давайте ваша очередь Все, давай Я провел исследование научное, что ты пидор В сотрудничестве с Оксфордом Поэтому пока ты не предоставишь альтернативное исследование от Стэнфорда Ты пидор Наука доказала Ну это, к сожалению, никто не выложил И все хлопают, да Я не знаю, чему она так радуется Как бы Светов ее здесь не дожал Но по факту Там, блядь, да нет там ссылок Там ссылки, реально, блядь, там сноски на журнал Вандерзин Я вот даже сейчас свою копию достану Этой хуйни, где она не лежит Ну типа по QR-кодаме проходить не буду Потому что как бы не обязан По правилам оформления всех этих вот литературных штук Как бы нужно указывать хотя бы название статьи Там вот год издания А тут как бы, ну В сносках, которые идут в разделе сноски Вандерзин, афиша Ютуб Автор студии Артем Олевич Вахуеть Журнал 7х7 Сноб.ру Girlsgirlgirls.secretmag.ru Ну хоть nyukos.ru BBC.com Инстаграм Автор Залина Машинкулова Она ссылается на свой пост в Инстаграме И прочее, как бы, ну ебать Ты попробуй защитить, как бы, не знаю Курсач с такими ссылками Вот вставь ссылки на научные статьи QR-кодами В Курсач принеси научнику Да, здесь есть какие-то QR-коды Как бы, переходите по ним, конечно же, не буду Ну, в общем В своей голове Залина победила, но нет На секундочку еще раз Она ссылается на свой пост в Инстаграме Да, пожалуй, даже заскримлю этот кадр Это твое лицо, когда наука доказала Нахуеть Люди реально в восторге от такого разъеба Ну пиздец Типа, как будто бы вы переходили по этим QR-кодам Ну, господа, выкладывайте... И как бы, ну, я читал часть книги на стриме И тут уж можете на слово поверить Либо стрим пересмотреть, есть перезалив Как бы, статьи-то, может быть, и есть Но речь-то о них не идет Как бы, Залина даже такими вещами не оперирует У нее основные, типа Основная доказательная база — это кулстории Как она там, типа, в Бердянске В каких-то ебенях жила И у нее подруга была тупая И она, типа, ходила в мини-юбке Там в минус 20, отморозила себе яичники Стала бесплодной И поэтому нам нужен бодипозитив То есть вот такой вот урок извлекает Залина из этого Не то, что у нее подруга была тупенькая Это как бы был, ну, типа, естественный отбор Ну, типа, ну, грустно, наверное, ее родителям То есть, ну, реально печально, ну, блядь Ну, типа Когда я был малой, у нас в Минске были зимы Там в минус 30 градусов И, как бы, люди были некоторые Двоих человек, знаю, которые в кедах ходили в минус 30 И, как бы, ну, не знаю, живы они все еще или нет Но, как бы, ебать Их никто не заставлял это делать Ну, типа, ну, блядь, люди тупые, нахуй Ну, типа, я не знаю Я в карьер прыгал с песком Мог бы напороться на штырь и сдохнуть Но, типа, не напоролся Как бы, если бы напоролся, наверное, был бы виноват не патриархат И, как бы, ну, типа Никто не выложил, поэтому писать Это неправдивое исследование Пусть женщины, как бы Какое исследование, нахуй Были дурыми рабынями, так и останутся Можно, конечно Но лучше исследование уровня Роберта Сапольски Хорошо, я приведу тебе самого большого популяризатора идеи О том, что нельзя все объяснять биологией Это Роберт Сапольский Пожалуйста Он, собственно, говорит совершенно то же самое По сути, что говорится в исследованиях о математических способностях Более того, это не единственное исследование Его делали разные университеты, разные исследователи И они все говорят примерно одно и то же Что веками люди ошибались Считая, что отсутствие математических способностей Или недостаточные математические способности девочек Это биология Нет, это не биология Вот и все А что? Ну, типа Было бы неплохо, раз уж она читала это исследование Если бы она пояснила То есть А что тогда? Смотри, ты очень часто говоришь Что писать о том, что вот там Быть позитивной Хорошо, не знаю Быть худой, не худой Полной в общественном каком-то понимании В кондициональном Красивой, некрасивой Это типа ерунда На самом деле это не ерунда Об этом написано очень много фемолитературы Вот И не только феминистками А то, что дискриминация женщин Как раз в частности происходит Собственно и угнетение В том числе, что женщин Сейчас уже, конечно, удалось это тросломать Но все же Все время заставляют соответствовать Каким-то стандартам красоты Ты сам, собственно, заставляешь Своими твитами, когда пишешь Смотрите, похудевшая мама И вот вы все должны быть такими, а не жирными Ты сам продолжаешь заставлять женщин Имеет, значит, свое мнение Его озвучивать Это заставлять, окей Соответствовать стандартам красоты Вот, понимаешь Во-первых, тут вопрос Почему ты считаешь, что ты Или кто-либо еще В состоянии и вправе Определять, что является привлекательным И кто И кто является красивым А кто нет Потому что Светов живет в России И в России якобы свобода слова Поэтому, ну, типа, блядь Сложнее вопросы будут Я не знаю Это как Долгополов Который у Дудя говорил Что Те, кто не поддерживает феминизм Они тупые А тупые Они потому, что они плохие люди И они делают мне больно Типа, ну, охуительная Логическая цепочка Вот я красивая, Миш, или нет? И какое отношение это имеет К тому, что я делаю? Ответь, пожалуйста На этот вопрос Спасибо большое Начну с начала Во-первых Я еще раз все-таки Акцентирую внимание Что Когда Залина Обращается к нам Все в курсе Блядь, ну Я не знаю Тут нужно было бы Мне кажется Включать тактику Маэстро Вот про А ведь их Всего семь Дорогуша И как бы тоже Просто из головы Типа сказать А вот я читал Исследование Джона Рэдисона О том, что 14 процентов 14,88 процентов Женщин Типа Убивают Людей Просто так Потому Ну Коротко Просто вот из головы Взять И вот Ну типа А ты докажи, что это не так Ну типа Блядь Ну охуительные дебаты Просто А вот в интернете Я видел исследование И там было написано Что это не так Поэтому пока ты Не найдешь Другое исследование Которое мы сейчас Не можем никак проверить Конечно Типа То это значит так И вообще У меня в книжке Были QR-коды Типа Хуй знает Куда они ведут Не знаю Типа Ссылки возможно Уже биты Это же интернет Ну типа Вот там все пруфы И пока ты Не напечатаешь Новую книжку С такими же QR-кодами На альтернативные Исследования То типа Все И зал просто Блядь Что-то ты Да Про Долгополова Я собираюсь Делать видос У меня прям Жопка разгорелась Типа Там Не совсем Про Долгополова Больше в целом Про профеминистический Стендап Но и Про Долгополова Тоже А биологически Сказать Разумеется Не все Кто же Такой глупость Вообще Говорит Что все Можно Все Конкретно Математическая способность Статья На которую Ты ссылаешься Которая якобы Это доказывает Этого просто нет Возможно Это есть какой-то Другой статье Я хочу с тобой Спорить Относительно Научного консенсуса Я говорю конкретно Ты работаешь С источниками Источники На которые Ты ссылаешься Просто не говорят Тех вещей Которые ты им Приписываешь Нормально Молодец Еще один балл Возможно Говорят какие-то Другие источники Возможно Они существуют Но те На которые Ты ссылалась Этого не говорят Теперь Что касается Бодипозитива Тут нужно Молодец Надо было дожать Еще раз Просто вслух Зачитать список Источников Если бы я Своими постами В твиттере Мог кого-то К чему-то Принудить Мы бы уже Не в путинской России жили Я тебя уверяю Способности Моего твиттера Невероятно Преувеличены В свой твиттер Я пишу Собственное мнение Того Каким мне кажется Мир Тех вещей Которые мне Кажется Справедливыми Принудить Я никому не могу И ты Как представитель Феминистического Движения Знаешь Очень важное Что самое важное Что должна Учиться Говорить и женщина И мужчина Это говорить Нет Говорить Нет Моим Вкусом Говорить Нет Людям Которые Несимпатичны Говорить Нет Мнению Которые Несимпатичны Тебя же В моих Постах Волнует Совершенно Другое Тебя Волнует На мой Взгляд Я может На себя Много Беру Поэтому Это такая Гейпотеза Вот есть Михаил Светов У которого Есть Какой-то Очень скромное Внимание Это Михаил Светов Пользуется Этим Внимание Для чего Для того Чтобы Говорить Что Ему Кажется Что Мир Хорошо Был Устроен Так А ведь Он Кому-то Симпатичен Значит К нему Кто-то Прислушается И не дай бог Кто-то Прислушается Потому что Если это Произойдет То всей Моей женской Власть Кирдык Буквально Вот этого Нужно уметь Разделять Слова И поступки Не дай бог Никогда Никому Не навязывай Сам умею Говорить Нет Учу Говорить Нет Всех Мужчин И женщин С которыми Я встречаюсь Потому что Действительно Здесь Некоторые Феминистки Которые делают На этом акцент Совершенно правы Уметь Говорить Нет Это Один из самых Критически Важных Навыков Это Правда Да На самом деле Да И это Было Видно Даже Когда мы Смотрели Первую Часть Феминистического Стендапа Когда Это Была Больше Публичная Психотерапия Какая Это Когда Просто Была Очень Странная Лысая Девочка У которой Вся была Кулстория Там Как До нее Доебался Дед Которому Было Одиноко И походу Тоже Было Одиноко Поэтому Она С ним Тусовалась Но Глубоко Внутри Переживала За этот Счет И считала Его Хуесосом Но Типа Сама Просто Не говорила Ему Нет С ним Тусовалась К нему Приезжала Типа Готовила Ему Он Ее Если Вы Рассчитываете Своей Орбите Иметь Людей Которые Вам Симпатичны Прислушивайтесь К тому Что Симпатичны Этим Людям В противном Случа Вы будете Находиться В орбите Подонка Нормас Еще За линию Возможно Не стоило бы Задавать этот вопрос Если бы Напомнила Предыдущую Публичную Встречу Со Световым Потому что Он буквально Ей Это же Пояснял Он опять Типа Загонял Эту штуку Что Нас в интернете Называют Шлюхами И он ей писал Типа Ну и что Типа Свобода слова Можешь просто Не читать Типа Почему Тебя это Ебет Она такая Нет Как так Можно Типа Залин Ты поддержишь Свободу Ассоциацию Ну да Ну так Все Ебать Ну я хочу Ебаться Ну кебись Типа Мне похуй Ну меня называют Шлюхами Ну имеют право Называют Ну типа Не читай А как так Миша Мой В смысле Типа Прошло 30% Уже Финальная часть Типа У них А что будет дальше Мой твиттер Никого не может Принудить к чему-либо Когда я говорю Когда высказываю Какое-то мнение Оно совершенно Не направлено на то Чтобы кого-то Вынудить на какое-то поведение Действительно Трагично Что какие-то девушки Страдают там От анорексии Себя Я случайно Перемызал Или он заново Этого стареет Это выбор Мужчины Точно так же Ломают там себе Жизнь Строят себе Карьеру Потому что Это способно Им обеспечить Ту жизнь На которую Они рассчитывают Которая В их представлении Связана со счастьем И эта жизнь Она в принципе Довольно тяжелая И самое лучшее Что разные полы Могут сделать Любо друг друга Это сделать ее Чуточку легче Сделать ее Чуточку радостнее Сделать ее Чуточку привлекательнее Не пытаться Ломать все Что находится на вашем пути А пытаться находить Очень важное слово Которое фемистки Не понимают Складываются с твоими И эти пазлы Они могут быть Совершенно разные И ни в коем случае Да Потому что Фемак все по-другому работает Они на самом деле Фемистические сообщества Они реально наполнены Психологическим насилием Потому что обычно Там есть Типа Верховные альфа-самки И они набирают себе Всяких там Вот Типа Обиженных и раненых Просто в свиту И как бы У них там Не партнерские Совершенно отношения А типа отношения Запрет на репост Этого поста Там и вот Бан за лайк Вот как у Калугина И прочая хуйня Поэтому Собственно Тут вот кстати Было бы неплохо Золине припомнить Ее книгу И спросить А почему она всегда Была не такой как все И тусовалась с мальчиками Потому что она там писала Что ой Ну девочки какие-то Отстойные Ой ну им были интересно Типа косметика А мне было интересно Там я слушала металл И была такая Не такая как все Вот надо было спросить Типа Золина А кого хуйня В тем случае В те моменты Когда женщины сталкиваются С реальными репрессингами О слушай Говяжий дошик С тушенкой Звучит неплохо Я бы попробовал Сталкиваются с реальной Агрессией И несправедливостью Но когда мы Речь заходит О личном выборе Когда речь заходит О личных предпочтениях Учить людей Учить Они обычно в пабликах Вконтакте Тусовались Там были целые Пабликовые войны Взюа Это можно все увидеть В виде скринов И вот там Там целые иерархии Там доски позора Один фемпаблик Выписал из движа Целый список Других фемпабликов И у них есть Пост с доской позора Такие фемпаблики Типа зашкварились И отписаны От движа официально То есть там Какие подковерные Игорь говорю Или там Когда у Болотиной Кто-то Кого-то на вписке Изнасиловал Типа лесбуха Изнасиловал лесбуху На вписке Вот это конечно прикол И там просто срач Или у интерсеков Был какой-то чувак Типа профи-минист Который Тусил С секс-позитивными Интерсеками Которые типа Не прочь поебаться И он короче Принимал вообще Все предложения И там уже Про него пошли слухи Что мол у него там Какая-то была венерка Которую не говорил Настаивал на ебле без гандона И вроде как всех позаражал То есть там Там столько вообще движа было И как бы Но все это совершенно не выглядело Как движ нормальных здоровых людей Как бы Как пиздец циркуродов Вот Вот как это выглядело Self-entitlement Зачем ты Вообще феминистки Третьей войны Учатся люди Феминистки Третьей войны Завышают людям ожидания И готовят их к тому Что они должны нравиться Другим Такими какие они есть А если этого не происходит Это значит Что этот человек Мудак Вот это же просто Несправедливо Обрекает человека На несчастье Зачем вы это делаете Нет Это совершенно не так Во-первых Смотрите В смысле это не так Чем занимаются На самом деле феминистки Еще раз говорю Женщина долгое время Не признавалась Вообще Не по-прежнему Согласно опять же Исследованиям гендерным Не признается человеком Не признается вообще Всерьез Если она не соответствует Стандартам красоты Во-первых Следов не ответил Красивая Лизалина Во-вторых Что ты блять несешь Поэтому Именно Таким инвенциональным Общепринятым Вот это Нет Там вроде не ВИЧ был Все-таки Можно подтверждать И отдельными примерами И следом Чем угодно Поэтому Именно поэтому И не потому что Так говорят психотерапевты И психологи Кстати Что человек должен Полюбить себя Иначе его никто Никогда в жизни Не полюбит Принять себя Как минимум Невозможно на ненависти К себе Построить Ненавидя себя Построить Ну блять Можно например Разжиреть Ненавидеть себя Похудеть И будет лучше Что-то мне это Все никак не удается Ну как бы С кем-либо отношения Поэтому Правда же в том Что ты можешь Полюбить себя И даже можешь Это сделать искренне Но типа Другие же тебя От этого Вполне возможно Не станут Больше любить Или сильнее любить Поэтому Тут же понимаете Оно же реально Некоторые вещи Я не антрополог И не пиолог Я как бы Исследований В интернете Не читал Но как бы Вот если посмотреть На Пусси Рай Тоже пример Который я приводил Вот как бы Они тоже явно Выступают за все Эти прогрессивные ценности Но почему-то Кто-то уезжает в Америку И живет в Америке Кто-то Кто больше соответствует Конвенциальным Ценностям красоты А кто-то Остается в России И выходит замуж За Дмитрия Интео И поэтому Я не знаю Возможно Просто совпадение И как бы Может быть У меня ценности Какие-то неправильные Но как бы Просто я Ладно Совру Окей Буду ссылаться На какие-то исследования Я уже Несколько исследований Видите Естественно Я нихуя не проверял Как будто кто-то В интернете Кто-то проверяет Но типа Исследования о том Что красивым людям Просто проще в жизни И типа И вот как-то Мой личный опыт Субъективный Это подтверждает То есть Если ты просто Какой-то Приятный И тут как бы Речь даже не о том Чтобы быть именно моделью Вот просто как-то Приятный человек И это складывается Приятность Из нескольких факторов Если в сумме Ты более приятный Тебе жить легче И как бы Просто люди как-то К тебе тянутся Тебе некоторые вещи Прощают Там куда-то зовут Как бы Хотят с тобой начать бизнес Что-то тебе прощают Ну типа Хуй знает Возможно Это все слишком сложно И нельзя это Свести к одному Исследованию Из интернета Которое Можно перепечатать Свой инстаграм И как бы Ну кто Кто я такой Чтобы об этом говорить Я знаю кто Я тот Кто пойдет Возьмет еще П-слово немножко Потому что Ебать Меня Блин Не могу Здесь уже Синеть Сука Еще Еще час Субтитры Как же Скучал по тебе Эти Любить себя Нет ничего плохого На самом деле Так вот Смысл тут не в том А рассказать что Понимаешь Очень часто Вот эти Как ты говоришь Мадаки Так называемые Мы так будем называть Они же Когда выбирают себе Так сказать Подругу Они руководствуются чем Им сказали Что она должна весить 40 килограммов И у нее должна быть Кругая Полная пиздеж Ну типа Если уж Речь идет о мудаках Понятно что Нету Единого Определения Мудака Но как бы Обычно Так называемые Bad guys Как бы Они действуют Как спам-боты Они пытаются Выебать всех У них просто Большая выборка И как бы Ебут тех Кого удается Выебать Или находятся В абьюзивных отношениях С теми Кому их удается Навязать То есть он Попытается Там Закокол Здесь будет Не совсем верно Он типа Загнобить Любую телку Которая с ним Почему-то останется Но как бы Очевидно Останется с ним Только Какая-то совсем Уже типа Жалкая И поэтому Блять Вот-вот Бля Реально Жопа горит Я привык Ко всем этим Платиновым тейкам Я их миллион раз Уже слушал Но как бы Один из немногих Который до сих пор Подпаливает жопу Это про то Что Женские стандарты Красоты Оказывается Поддерживаются Патриархатом И типа И парнями Потому что Блять Я не знаю Нужно иметь Наверное Как минимум Ну хотя бы Хотя бы Двух или трех Друзей мужского пола Чтобы понять Насколько Типа Блять На каждый товар Есть свой купец И это на самом деле Хорошо Потому что Иначе бы Блять Мужчины бы Нахуй друг друга Поубивали В конкуренции Но типа Блять Кто нахуй Типа Блять Даже Хованский В шутку говорит Про 45 килограмм Типа Блять Ебать Не чуваки С усами Как у меня Которые ездят Там не знаю На старых жигулях Или на бэхах 20-летних Это не мы Издаем журнал Там Элли Герл Или Космополитен Где Типа О ебать Что модно В этом сезоне Как будто Какой-нибудь Мужик знает Что модно В этом сезоне Или в прошлом Или в каком-нибудь То есть Блять На самом деле Вот вам прикольный тест Включите Какой-нибудь Любой показ мод Или даже Конкурс красоты Который Организовывают Тоже Типа Необыкновенные Гитеросексуальные Мужчины Обычно Какие-нибудь Телочки Типа Большинство Девушек Которые Туда Проходят Какой-то Жесткий Типа Объективный Отбор Ты смотришь И типа Ну Хз Типа Ну такое Потому что Там Не знаю Та Которая Кажется тебе Заебись Типа Она там слишком жирная Потому что Слишком большие сиськи Типа Блять Вот Ну типа Ни один нормальный мужик Не скажешь Типа Блять Женщина слишком жирная Потому что У нее чисто математически Получилось Типа Сиськи и жопа больше Есть при этом талия И поэтому Все Она вышла За какой-то Объективный параметр 45 кг И все Теперь она страшная То есть Это просто Какая-то Абстрактная хуйня Как бы На конкурсах Красоты Там Даже в Беларуси Где в целом Очень много красивых женщин Ты смотришь фотоотчеты И такой типа Ну че-то хз И блядь Механики Не знаю Менеджеры среднего звена Придумывают Как бы И прописывают И постоянно апдейтят Да Жесткие Объективные стандарты Женской красоты И шеймят главное Лицо Ну простите Я просто не знаю Как еще Нет Хованский шутит Он несколько раз Что признался Что шутит Ну типа Блять Да все мы знаем Ну типа Сегодня ты не шутишь А завтра ты уже Никому не нужен День кто не дает И такой Типа Мы же говорим Про парней и секс Ну типа Блядь Еще что Поверили что ли Какие стандарты У каждого У каждого Было Да Спасибо Прекрасно У каждого Было Когда У тебя давненько Ничего не было И ты такой Блять Ну нет Ну он Самой идет в руки Ну типа Блять Ну нет А потом Тебя покупают Пиво И такой Ну в принципе Можно Но мы об этом Никому не расскажем Да Да Похову У кого было Да Вот тот парень Знает Вот Допустим И все И у него рвется шаблон И он допустим Вот видит Допустим Меня Пусть возьмет Меня Потому что У меня нет комплексов Блять Почему от Золины У кого должны рваться шаблоны Типа Золина наоборот Максимально стереотипно Не такая Как все Типа Пацанка Девочка Которая этим Постоянно выебывается Вы знаете Типа Я не такая Как все И я пишу о себе В мужском роде Я не такая Как все У меня короче Короткая стрижка И я слушаю металл Вот этого Вы наверное Не видели пацаны Да Сейчас 2007 Просто Деваха Слушает металл Вот это Я вам еще матом ругаюсь И курю Да Вот это я конечно Показала И такой думает Блин Она же какая-то Неконвенциональная Какая-то вообще Несуразная Да понятно Что в Беларуси Норм тяночки Одни из самых лучших Я говорю именно Что когда заходит Речь об институтах Бьюти индустрии Красоты То есть Конкурсах красоты И о каких-то Объективных стандартах То там Как бы Эти объективные стандарты И мне кажется Ну то есть Понятно Что большинство Мужчин не откажется От тамошних девиц Но как бы И вряд ли посчитает Их объективно Самыми пиздатыми Женщинами в мире Потому что Ну и как бы Блять Мужчины обычно Не обмеряют Там талию Грудь И бедра Своей женщины И не высчитывают Соотношение И как бы И не сравнивают С эталонной таблицей То есть Тут как бы Понятно Что ура Всех свои вкусы То есть во-первых Во-вторых Как бы Даже когда у тебя Есть какие-то вкусы То Обычно Они довольно сильно Резиновые И как бы И все зависит Не только Как бы от того Там сколько Сантиметров Где там Или какая форма лица То есть Скорее нравится тебе Человек или нет Какая-то вся Но ничего Так интересно с ней Блин И у него рвется шаблон И человек начинает страдать А знаешь почему? Потому что ему Навязан стандарт Единой красоты Что она должна быть Обязательно как кукла Вся вот 40 килограмм О давайте загуглим Эмилия Ротаковская Спасибо за идею О нет Лучше переключу сцену А то сейчас начну Впивать в поисках Эмилия Ротаковская Чего? Типа ее О боже О боже О нет Типа ее Световширный назвал? Может Светов ее С кем-нибудь перепутал? Есть просто знаменитая Типа бодипозитивная модель Которая снимается Во всех гламурных журналах Но естественно Она не такая уже Чтобы супербодипозитивная Ну не знаю Впрочем я предпочту Не говорить О предпочтениях Светова Да ладно Я Ротаковский считается жирный Серьезно? Ах Эмилия Это была другая Рота На английском погуглю Да нет Все еще она Да хуй с ней Света все еще не ответил Считает ли он за Лину Красивой или нет Он сказал что она после родов Как раз похудела Просто за Лина ему припоминала Что он якобы назвал ее жирной И какая-то женщина Не названная по имени Родила пятерых детей Похудела А какая-то там Женщина с именем Я забыл Это был Ротаковский Или нет Да не важно И ноги обязательно длинные Модельные внешности Так называем Все только Какая-то один типаж внешности Один единственный Все Да У остальных женщин нет секса Типа это при том что Залина явно Если у нее спросить С каким кибербуллингом Сталкиваются женщины Она сама же будет пояснять Радостно Что всем женщинам Пишут Эписку Дашь ебать Но при этом Как бы да Секс есть только у моделей Да Остальные признаются Нелегитимными Если ты весишь Больше 40 килограмм Все Ты должна сдохнуть Окей Окей Да Примерно Вот И вот против этого Как раз и выступают в Министике Они хотят рассказать Что Во-первых Во-первых Нет никаких исследований Доказывающих Что если ты будешь Соответствовать Неким Конвенциональным Стандартам красоты То ты будешь Обязательно счастлив В личной жизни Нет И скорее всего Блять Вот сейчас бы Сейчас бы научное исследование Про счастье Я не знаю О господи Тяжело идет Честно скажу Тяжеловато Я вот кстати Я даже не знаю Как бы я реагировал Если бы я был На этих дебатах Изолина начала На полном серьезе Мне загонять Про исследование Про счастье То есть Я реально Я был в смятении И как бы Ну Просто Как-то пытался бы Что-то сказать Но конечно Да Тут как бы Тут уж Я боюсь Бессилен Типа Исследований Про счастье У меня нету Вот Я и у Светова Не очень знал Что сказать Когда он не начал Про счастье Спрашивать И тут Как бы Да Вы еще Не будешь Вот Это вообще Ничего Не гарантирует Секс То что вы Сами считаете Секс Ну к сожалению Залина до этого Еще не докопалась Поэтому У нее секс Это секс Но Оказывается Секс есть только У длинноногих моделей То есть Ну Я не знаю Есть ли секс У самой Залины Я не знаю Поэтому Все эти советы Худеть Умирать И накачивать губы Что-то там еще делать Так а толку худеть Если типа Ноги-то Длиннее не сделаешь У нас Оказывается Есть объективные стандарты С длинными ногами То есть Рост-то не увеличишь И тут Как бы Давайте даже Не будем говорить О том Как обстоят дела С сексом Мужчин Которые ниже Определенной И довольно Объективной отметки Тут как бы Лучше Блядь Не вскрывать эту тему Я однажды вскрыл И в чате Люди по-моему Вешаться хотели И как бы Окей Они совершенно Вот это бьюти индустрии Навязанной Они совершенно Не имеют вообще отношения К тому что ты будешь Счастлив в личной жизни Скорее всего не будешь Потому что ты Это ты сам себе Не принадлежишь А кого винить в том Если ты заработал Типа слишком много денег Но теперь тебе они уже Не нужны Типа уже больше ничего Не хочется Типа Какой социальный суд В этом виноват То есть Ну типа Когда мы добьемся Всеобщего счастья Быть счастливыми Можно ли сделать так Чтобы никто никогда Не грустил Я не знаю Чистая психология Ты сам себя не принимаешь Ты себя не любишь Ты себя не хочешь А кто же тебя тогда Будет хотеть и любить И принимать Если ты сам Этого не получается У тебя Например Я могу свой приличный пример Повести Что у меня когда Все хорошо в личной жизни Потому что я принимаю себя Понимаешь Мне даже нравится шутить Там про то что я губка Гроб Квадратные штаны И так далее Понимаешь Это принять Губка Гроб Квадратные штаны Только надо было сказать Квадратное лицо Я его не пробовал Потому что обычно Я ем тушняк На каких-нибудь Выездах И походах А там тушняк По классике Делается с гречей Без него невозможно Счастье в личной жизни Именно поэтому Я счастлива в личной жизни А не потому что я Такая Что-то я вешу Не 40 килограмм Пойду-ка я убью себя В спортзале Понимаешь Это не работает Но Справедливо Так Зарина По-братски Потом выложи стрим На канал Выложу Но не на этот Спасибо большое Шот Камшот Смешно Приятного подписываться Тебя, братюнь Сам подвискарь Тебя осмотрю Я хз как-то не уехал В психдиспансер Со всей этой фем-хуйней П-слово выручает Но смотрите А ради контента Коллапс с Гуфовским будет Ох Мужик Не береги сердце Было бы очень круто Мимо сектор 30 лет Ну мне это будет Актуально через год Спасибо Ага То есть Залина сейчас Описывала То с чем она борется Если бы не Залина А женщин Которые не соответствовали 45 килограммам Никто бы не ебал Даже во времена Мэрилин Монро Как всегда Пришла Залина И всем помогла Так так-то люди Типа ебаться не Ах бля А замечание У тебя все-таки есть Но маленькое В том что Это не значит Что мы призываем всех Короче Весить по 200 кг Купаться в своей блевотине И что-то еще делать Вот Нет Вводе позитив Говорит о том Что если ты хочешь Весить 200 кг Купаться в своей блевотине Ты можешь это делать Типа Блядь А если мне нравится Ну Ааа Призываем Конечно Если ты хочешь понравиться Да кстати Насчет спортзала Чуть не забыл Так если спортзал так плохо Что ж ты за Лина Пыталась выехать На спортивной теме В своей рекламной компании Рибок Причем не единожды Типа Там ты такая Оделась в спортивную форму Наняла спортивных спортсменок Профессиональных И такая Типа А я тоже с ними Я авторка телеграм-канала Ну вот я на спортинвентаре Потому что Хо-хо Девочка госпорт И потом Когда было интервью Пивоварова Залина Оделась почему-то В косплей Ады Вонг Необъяснимо Но она реально Надела красное платье И чокер Типа Как Ады Вонг И они пришли С Пивоваровым В спортзал То есть Никонова Которая секс-блогер Она снималась В секс-шопе Ростовские феминистки Она Пивоваров К ним приехал домой Там Другая Феминистка Там Которая была история С полицией Он тоже к ней приехал домой Залина почему-то Была в спортзале Ну типа А при чем здесь Спортзал Залина Спортзал же говно Типа Это все навязанные стереотипы Спорт хуйня Нет никаких Объективных различий Между тем Чтобы быть спортивным И не быть спортивным Это просто Просто хуйня И типа И трата времени То есть Ну типа Сплошные вопросы Господи Идеально Конвенционально Красивому человеку То наверное Конечно ты должен Ему будешь соответствовать Потому что видимо Для него возможно Это важно Разумеется Но это К сожалению Женщина навязывает Что ты априори Должна быть такой Нет не должна Вот и все Кто навязывает Кто навязывает Кто должен Почему Ответы друг другу удовлетворили Да Насколько могли Насколько могли По-моему Забин начала нервничать Немножко Я имею ввиду Что уточнений Каких-то у вас нет Поэтому мы переходим К моим вопросам К моим вопросам Да у меня еще Несколько вопросиков Есть и у меня Я начну С вопроса Пожалуй Залини Конечно По своей Тематике Прошу прощения Мы много пишем Про уголовные Я не знаю Не хочется постоянно Шутить тупые шутки Про то что Это Оксимирон Сейчас начнет Спрашивать что-нибудь Про рэп Уголовные дела И есть совершенно Четкое Понимание Что силовые структуры В каких-то Ситуациях Заводят уголовные дела И уголовно Преследуют мужчин Но Женщин Среди Осужденных И обвиняемых Меньшинство Могу пример привести Конкретный пример Это дело сети Дело анархистов Антифашистов В Пензе Где есть свидетельство Когда следователи Прямо говорили Девушкам на допросах Девушек приказ не трогать Сажаем мужчин По статье Трористическое сообщество Там до пожизненного А приказ девушек не трогать То же самое Кстати говоря Сейчас происходит Неплохо Неплохо Но она сейчас скажет Что это все Потому что Девочки хорошие Во-первых И во-вторых Девочки хорошие И вообще Московским делом То что женщин По уголовным делам Политически не преследуют Это привилегия Или женщин стоит бороться За свои права И требовать Чтобы 50% Привлеченных Бляк Симирон хорош Нормально Сидел чтобы нормально Раздать говна Молодец По уголовным делам Были именно женщины Какая залина у тебя позиция Потому что обычно В таких ситуациях Все говорят набившую оскомину Эту вот хуйню про армию И как бы Она на самом деле Так себе тема Что мол Что там Ну типа феминистки нет Они не борются за то Чтобы женщин призывали в армию А вот Вот тут нормально Как вот Вот залина Которая вот Задвигала телеги Про Росгвардию Интересно Что она сейчас будет говорить Смотрите Здесь получается Что это единственная Позитивная дискриминация Которая мне нравится Вот Храни ее господь Вот это суперпозитивная дискриминация Когда тебя не бьет Росгвардеец Ну некоторым все-таки достается Были у нас женщины Которых там живот удали Но это все-таки единица После них Мужчина Больше достается Конечно мужчина Вот Поэтому ты можешь сказать Может быть они помогали Ну ладно Не буду это говорить Долой Как говорится Правительство И пойти домой спокойно Вот Это классная Позитивная дискриминация Но это позитивная дискриминация Все равно Да Это вот она и есть Но Что я здесь Как говорится Считаю По этому поводу Получается Что с одной стороны Тебя не воспринимают Всерьез Достаточно Но тем не менее Уголовные дела Все равно есть Например Юлия Цветкова На которой вообще Завели уголовное дело За то Что она рисует Извините Картинки вагины Так что да Зурин все еще Не впечатлены Этот парень Мне нравится Женщина тоже заводит Мы больше не будем мериться На кого больше Хулиган На стонике Сидит в телефоне Я поняла Что ты Мужчина Да Мы не будем мериться Уголовными здесь Но Да Это позитивная дискриминация Хотела бы я И в том числе С этой дискриминацией Поворотиться Наверное да Почему Потому что Это в принципе Отражает Несерьезное восприятие Женщины С одной стороны Это хорошо Когда тебя воспринимают Как городскую сумасшедшую Мне в принципе Тоже очень удобно Потому что Да нет Не несерьезное А просто как бы Потому что Правительство Обычно Консервативное Типа Девочек трогать нельзя Да это и в СМИ Плохо выглядит Опять-таки Потому что СМИ Тоже Во многом Консервативное То есть Каким бы все Прогрессивным не было Но Ну это знаменит этот Пример Когда там Статья была о том Что 30% Всех бездомных Женщин Я сейчас не помню Точное соотношение Типа там 30 или 25 Типа Господи Вообще подумайте Насколько все ужасно И типа Что Какой интересный способ Сказать что 70% всех бездомных Это мужчины Просто как бы Насилие против женщин Мы выросли все На этом На старом архетипе Про который Вот Оксимирон В своем Третьем раунде Рассказывал Вот Тысячеликий герой Вся хуйня То есть Все мы выросли На этом мономифе Вот Про то что Женщину нужно спасти Принцессу И так далее Как бы И что И поэтому Как бы Что бы женщина Не совершила Типа Вот Ну Как-то плохо Выглядит Когда ее На пожизненное Сажают Вот И поэтому Пуссерает Пощадили Естественно И поэтому Как бы Ну вот Как-то так Как-то так Можно это разрушить Но что придет вместо этого Хуй знает Посадят раньше Чем меня И как говорится И слава богу Потому что Поставлю на 1,25 Нет Не потому что Я жилая Месяц сессии Я хожу на митинги За всех политзеков И за Егора Жукова Ходила тоже За всех хожу И Ксимирон тоже ходил За Егора Жукова Вот Потом Егора Жукова Когда он освободился Ему дали скидку Спортзал в какой-то Процент скидки Был равен Типа Годам Его условного По-моему заключения Короче Прикольная пиар-акция Как говорится Я не хочу Чтобы вообще Были политзеки Свободу политзекам Но Да, но Как насчет политзеков Которые типа По неправильным Политическим статьям Типа Как же плохие Токсичные мужики Это же Это же понимать нужно Нужно разделять О боже Что я сделал Но Почему это хорошо? Возможно Потому что Возможно Не потому что Миша сядет раньше Но мы сядем оба Скорее всего Мы оба хороши Кто-то уже И наушники надел Не буду просто Говорить Чтобы не без гендерин Случайно Ну типа Окей Но А потому что У меня возможно Останутся дети За которыми Все-таки Они скорее всего Будут О май Залина апеллирует К детям Блядь А кто говорил Блядь Мне горит Мне серьезно Нахуй горит Кто блядь Говорил что Ой Женщин воспринимают Как типа Ой Рожалку Хуялку Типа О Борис девочка Блядь Маленькие И за ними Надо смотреть Кормить грудью Например Что-нибудь Что мужчина Не сможет делать Хотя он может Конечно кормить бутылочкой Я бы вообще давно Детей Тоже Перетранслировала Вот Но мой муж Конечно Если что Останется с ребенком Но все равно Возможно Это можно так посмотреть Что женщины Все поэтому не трогают Потому что у них часто есть дети И все-таки К сожалению Не к счастью Это пока не А еще их не бьют Потому что они Ну обычно они слабее Ну типа Ну биология конечно говно Ну типа Ну по биологии Ну они слабее Ну типа Ну вы же понимаете Что это на самом деле Ни на что не влияет И типа Это все просто Ну как бы Ну да Ну и нет Является равномерным Распределением Обязанностей Между папой и мамой Все-таки Больше мамы занимаются Детьми Вот Но все равно Это позитивная декриминация Так же как кстати С армией Забегай немножко вперед К любимому вопросу Которому ты говоришь Ты в твиттере Ни на кого не влиешь А у меня уже требуют Отменить армию Вот Если я не отменю И через неделю У меня будут неприятности Правда Окей Вот Так что да Срочный призыв Обещают Отменить и заменить его Несрочной службе сатане Так вот Ууу Кто-то настолько вдохновился Этой остромной шуткой Что-то вроде Ууу Ну вообще да Срочный призыв Говно Нужна профессиональная Контрактная армия Обещаю Соответственно Здесь какая-то Хотя блядь В российской армии Тихий час есть Для сна дневного То есть Ну типа ебать Ебать Типа что у вас там творится Кто-то стоит И на нем пишут там Кавказ сила Типа и тихий час есть В армии блядь Тихий час есть Что такое вообще Дикриминация Что женщины на самом деле Тоже хотят в профессиональной армии служить Их достаточно много Они мне многие пишут И они хотят Не на обслуживающих Коопозициях там находиться А на настоящее Сделать военную карьеру Так же идея Делать политическую карьеру Или карьеру полицека То есть Всегда найдется желающий Ну хочется верить Что женщины не очень хотят Служить Втором оперативном полку Да В московском Вопрос к тебе Как организатору митингов Когда Ты зовешь на митинг Женщин И мужчин Если ты зовешь выступать Женщин Ты будешь больше внимания Обращать на их внешность На выступления На митинги Или тут нет никакого разделения И вот эта апелляция К внешности Она менее важна Вот Женщина-политик Какой-то вопрос Не знаю С подвохом Типа Светов скажет Нет, конечно И все ему похлопают Не знаю Какой-то Не знаю Как это Как Заготовленный вопрос звучит Подхалимский немножко Потому что вопрос очень глупый И очень просто На него ответить правильно И мужчина-политика Они должны одинаково Хорошо выглядеть Или Тут все-таки Есть разница У меня на самом деле Очень высокий стандарт И к мужской и женской внешности Но то, что касается Профессиональных качеств Для меня это абсолютно Никакой роли не играет Когда я зову на митинг Я смотрю на то Что этот человек Может митингу дать Насколько у него Важная личная история Насколько Его политические данные Соответствуют Тем требованиям Той повестки Который Собирает Собственный митинг Поэтому нет Просто Почему такой акцент На моем твиттере На каких-то словах Которых я говорю Понимаете Человек Он играет сразу Несколько ролей Он у тебя и политик Он у тебя и бойфренд Он у тебя и муж Ты жена Он в разных ролях выступает И в твиттере Эти роли часто смешиваются Я могу говорить Как политик Я могу говорить Как просто блогер Я могу говорить Как просто мужчина Москвич Это разные месседжи Когда я транслирую Там одну вещь Это совершенно Не нацелено на то Чтобы тривилизовать Тихого часа не было Просто читал Лет пять назад Чувак из студии Лебедева Служил в армии Российской И написал Прямо такой Ну это Как это Гипертекстовая книга Наверное То есть это Огромный И вообще целый Сайт с навигацией Просто записок И там было Про тихий час Инвалидировать Профессиональные Качества Какой-то женщины Вот абсолютно Но все равно И пример К чему я это приводил У нас есть пример Эти профессиональные Женщины Майн Ренд Это Маргарет Я бы не стал Энренд приводить Тэтчер Это Все те сильные женщины На которых мы смотрим Снизу вверх Я тоже смотрю На достижения Маргарет Тэтчер Снизу вверх И восторгаюсь И мне абсолютно Все равно Как она выглядит Потому что она выступает В роли политикой Нужно уметь Это то За что выступает Против чего выступают Феминистки Чем категорически Не согласен Они это называют Овещестрением Они говорят Что это что-то плохое Объективация Объективация Я не считаю Что объективация Это что-то плохое Мы все друг друга Объективируем В разных ипостасиях Меня вот 45 тысяч человек В Твиттере Объективируют Как политика Но я этим не исчерпываюсь Но это нормально Это функция Которую я выполняю Перед этой частью аудитории Меня там Моя девушка Объективирует Как мужчина Меня мои друзья Объективируют Как хорошего товарища И может быть Абсолютно все равно Что происходит В каких-то других Частях моей жизни И это тоже Совершенно нормально И как пела другая Замечательная женщина Миллиан Фармер Которая раньше была Иконой феминизма Сейчас ее феминисты Тоже постепенно выписывают У нее замечательная песня есть Что любовь Она вообще ничего не стоит Когда она политкорректна Объективация Это нормальная функция Которую люди совершают Друг с другом Это то Как общество существует Для того С чего социальная ткань Складывается И не нужно от этого Открещиваться Нужно это Просто принять Как должно И работать с этим И женщина Последний очень быстрый комментарий Женщина Для женщины Политика Внешность Разумеется Может быть активом Если она есть И это тоже совершенно нормально Нормально использовать Те достоинства Которые тебе достались Если оно внешнее Это значит внешнее достоинство Для того чтобы Добиваться успеха Добиваться своих целей И это не стыдно делать Ни через внешность Ни через профессиональные качества Ни через что-либо еще Через порядочность До тех пор Пока вы функционируете В порядочном поле Вы молодец Спасибо Согласен Но Такой вопрос Как Типа Публичный имидж Все-таки имеет место быть Поэтому Тоже нужно понимать Что Каким бы ты классным Не был Тебе все равно придется Типа Если ты хочешь добиться Чего-то В публичном поле Придется соответствовать Каким-то Усредненным вкусам Большинства Поэтому Совсем уж Разгуляться не получится Типа Не знаю Если ты радикал И ведешь себя Как радикал То скорее всего Ты там Станешь мейнстримом Тоже только В рамках радикализма Какого-то Который меньшинство Всегда Вот А в мейнстриме Всегда все самое Какое-то такое Размытое Усредненненькое Как бы Потому что В этом смысл Мейнстрима Вопрос у меня Может быть Он будет Не самый корректный Начало Особенно вопроса Знаешь Я в принципе Люблю смотреть спорт И могу тебе сказать Так Мужской футбол Смотреть нормально Женский футбол Смотреть Ненормально О О Нормально Надеюсь Он сейчас Начнет Задвигать Эту телегу Про 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 Срачи Из-за разницы Оплаты Мужчин футболистов И женщин футболистов И закончить тем Что вообще-то Там примерно Такое же Соотношение Зрителей Но опять-таки А при чем Дизолина Как будто бы Она в этом шарит Мужской хоккей Смотреть нормально Женский хоккей Смотреть нормально Просто это Совсем разные уровни Я конечно понимаю Что вероятно Речь идет Вот ты недавно Приводила пример И ретвитила Вопрос шахмат И там были Хорошие ответы Но я думаю Ты можешь Для наших Зрителей Продолжить Вопрос про шахматы Но у меня Практический вопрос А что с этим делать Есть биологические отличия Безусловно да Но в любом случае Мы видим это по бегу Есть 100 метров у женщин Есть 100 метров у мужчин Мужчины бегают быстрее То же самое будет Во всех видах спорта Ты ратуешь здесь За равенство Или мы спорт Оставим тоже Позитивную Позитивную дискриминацию В спорте Для мужчин А женский хоккей Как не смотрели Так смотреть и не будем Что с этим здесь делать И какова здесь позиция Феминисток По поводу спорта Что с этим Нормально Хороший вопрос Хороший вопрос На самом деле Фемки третьей волны Уже решили Вот там Буквально за последние два года Было пару слуг Спасибо большое Сейчас зачитаю Было пару случаев Когда там Транс-женщина В ММА Избила настоящую женщину Там до того Что та ушла из карьеры То есть там Чуть ли не до инвалидности В беге По-моему Кто-то победил Еще где-то Ну Самые громкие случаи Естественно были в единоборствах Потому что там женщины Прям очень сильно Калечились И как бы Вот благодаря достижениям Именно интерсека Но как бы Ну опять-таки Интерсек это не к Золине Поэтому она наверное Начнет заходы С того что Ну надо же понимать Конечно у меня Вот тут исследования Фигурировали полчаса назад Что никаких различий нет Но они же есть Ну вы же понимаете Вообще-то девочки рожают И девочки слабее Девочек бить нельзя Но нужно же понимать Что ну Ну ебаный род Ну эксимирон Ну ебаный род Я неранично писал Про историографию Гендерной истории И писал про Пушкареву Скотт, Кэндл И прочих Савросовских выкормышей Ну еб твою ж мать Там ничего такого нет Ни в одной научной Конструктивистской теории Ну нету там такого Саид блять В гробу вертится Дубль с какого Войс доната начинается Спасибо большое Сейчас Войс донаты Отключены Поэтому не нужно Тратить деньги Чтобы мы здесь Не сидели до 6 утра Хотя бы только до 5 Я потом все Зачитаю своим Собственным войсом Надеюсь Это тебя устроит Дружище Спасибо большое Смотрим дальше Будет обязательно Скоро сделаем перерыв Еще донаты почитаю Потому что блять Мы еще даже половину Не посмотрели Я не знаю У них по-моему Уже все закончилось Типа Но мы посмотрели Вот половину 52 минуты И с часа 45 С этим делать Как заставить людей Смотреть женский хоккей Не надо никого Заставлять Пожалуйста Это правильно Не надо никого Заставлять Но опять-таки В этом-то и проблема Когда Типа Свободный рынок И свободные Волеизлияния Получаются Неполиткорректными И это постоянно Прослеживается То есть Когда знаете Вот эти вот Все ВОУК Фильмы Проваливаются Немножко ВОУК Сериалы Проваливаются Все эти постоянные Комиксовые перезапуски С женщиной Тором И Маленькой Малолетней Чернокожей Изобретательницей Тонессой Старкесой Тоже немножко Проваливаются И как бы Типа Вроде бы и норм Но Ни норм Нихуя по повестке Поэтому как бы Нужно начинать Кого-то винить Потому что очевидно Потому что это говно Оно провалиться Не могло Соответственно Комиссариат Постановил Что женского Мужского футбола Должны поровну Смотреть И поэтому И зарплаты Должны быть равными Хотя зарплаты Рассчитываются Очевидно Чисто Совершенно По рыночной Формуле Кто сколько Где может Принести бабок Того за столько В такую команду Покупают То же самое С трансляциями Сколько ты На этой трансляции Заработаешь Столько ты За эту трансляцию Заплатишь То есть Это как бы Цифры не с потолка Берутся А все как бы Максимально рыночно Но вот рыночек Почему-то Решает Не в ту сторону И поэтому Конечно же Рыночек Не вписался В рыночек В новый И поэтому Его нужно Жесточайше запретить И как бы Моднейшие квоты Ввести Потому что люди Просто не слишком тупые И слишком Нахуй варвары Ебаные И как бы Вот без этой Вот прекрасной руки Партии Которая нас ведет Мы блять Будущего Светлого Никогда не построим И поэтому Ее нужно поскорее Как бы реализовать Потому что Ну блять В смысле Людям неинтересно Ну то есть Это реальная проблема И как бы Ну насчет того же Он говорил про хоккей Про футбол было Про футбол были Наиболее громкие кейсы Вот пару лет назад Когда там Впервые их в фифу Добавили И как бы Кто-то Кто-то праздновал Так как победу Хотя тоже Понимаешь Что если Электроник Артс Добавляет женские сборные В фифу То это просто для того Чтобы заработать денег Еще и на них То есть Ну если для вас Это победа То блять Какие же у вас Низкие стандарты Ну нахуй победы В смысле Что значит негативная Там просто разные лиги Там нету дискриминации Вообще Потому что Они их обычно Не ставят вместе То есть Ну типа Полы не пересекаются Поэтому дискриминации нет Признать имеющее место быть Спорт вообще очень жестокое А значит Спорт жестокое То есть Если бы не было спорта Не было То есть Мужчины бы быстрее Не бегали И не были бы выше Сильнее Более мускулистыми И как бы Скажу Занятие Смотри Во-первых Вопрос Почему не смотрят женские Болженский хоккей Во-первых Ну потому что Это женщины Да И они потому что Ну вот Слушай Это не я говорю Это говорят гендерные исследования Собственно говоря Это говорю не я Это говорят гендерные исследования Блять Щенок Ты на кого рот открыл Блять О-о-о Наконец-то мы добрались До чего-то стойчиво Это не я говорю Мне вообще все равно Я не смотрю и мужской тоже Хоккей Вот Так вот Это действительно восприятие Несерьезно Да Женский спорт Он типа несерьезный Ненастоящий Виноваты ли в этом женщины Биологически Фигурное катание Или исторический Или социологический Это вопрос Да Это спорный вопрос Что делать с этим Например Шагуртах Я не вижу Причин Вот это зрелищный спорт Выступать смешанно А не по отдельности Об этом я говорила много раз Что касается Например Бокса Очень много Женщин Которые занимаются боксом Боксерок Они выступают Чтобы Драться с мужчинами И есть уже Женщины Не очень много Есть одна Питерская боксерка Или она из Москвы Про которую написали Все издания Которая сидит на тесте И поэтому Как бы на тесте В смысле на тестостероне И поэтому Как бы я уже не уверен Как бы на какой пол Она пройдет Типа Анализы Если бы сдала их В какой-нибудь Профессиональной спортивной лиге Не одна Одна есть женщина Которая как бы Я конечно не эндокринолог Но Я не думаю Что если ты женщина Типа Будет хорошая Идея плотно Подсесть на тестостерон Ну типа Кто я такой Просто у меня всего лишь Есть скромное Частное мнение Что типа Пить гормональные курсы Ну возможно Кому-то ок Типа Шварценеггер до сих пор Жив блять Но Типа Стоит быть с этим Осторонным Ну типа Это одна боксер Вот не нужно Одна есть женщина Боксер Про нее Все паблики написали Все у нее взяли интервью Она там донаты собирала На участие в каком-то турнире Типа Это делают Пытаясь пробивая Различные запреты И кордоны Дерутся с мужчинами В своей весовой категории Вот Что касается бега Я согласна В биологическом Различии Никто не спорит Проблема-то не в том Никто не спорит Что мы разные Вопрос в чем И почему Вот в чем И пока транслируется К сожалению В мир Что мы разные Прежде всего Интеллектуально А не физически Физическую силу Как раз Никто не оспаривает И собственно говоря Это тот же ответ на вопрос Когда мне говорят Ну все короче Феминистский Устроит силовой захват Ну наверное Если бы мы могли Устроить силовой захват Мы бы его уже устроили Вот Сейчас мы наговорим Это был бы прикольный Эксперимент Посмотрим Кто быстрее сядет Вот Да Поэтому это очень спорный вопрос И в самом спорте И между самими спортсменами И между деятелями спорта И между Существует спор на эту тему Но я считаю Что в каких-то вот видах Которые я перечислила Вполне можно Вводить перекрестные соревнования А не исключительно Женщины с женщинами Вот Хотя бы в рамках эксперимента Потому что Если ты не начнешь Это проводились такие эксперименты Они обычно заканчивались Не очень Красивые Массово пробовать И не проверишь Например в боксе Реально не вижу проблем Вот это Охуенно Просто охуенно Блядь Я понимаю Не видеть проблемы в беге Ну типа проиграл и проиграл Но в боксе Блядь У женщин Значительно слабее Развит как бы Верхний пояс мышц Которые максимально Как раз таки в боксе И используются То есть ну типа Ну кто-то максимально Пиздюлится от советов Залины Но она конечно же Проблемы в этом не видит Ну ты А какое ей нахуй дело Ей же на это все срать Ебать У нее есть телеграм-канал И ей книжку нужно Как-то впаривать А тут как бы Ну типа ну блядь Потому что ну естественно Поколение Спортивных врачей Тренеров Спортсменов Они как бы Вот проблему увидели Вот увидели Какие-то еще факторы Вот В развитии мужчины И женщины Проблема в том Чтобы ставить Одинаковые Одинаковые весовые категории Мужчины и женщины Но Залина Проблемы не видит Поэтому ну блядь Ебаные патриархалы Хватит уже это Женщина Ну собственно говоря Такое уже происходило Насчет бокса Сейчас точно не вспомню Точно было в ММА Когда там просто Как бы ну Женщина в больницу Отъехала после этого матча Потому что Просто пиздец был Я согласна с женщинами Кто занимается боксом У них есть такая позиция Что вот они хотят Драться с мужчинами Я не вижу в эту проблему Если человек хочет Пусть он дерется С кем он хочет Нет Вот тут кстати С этим соглашусь Если человек хочет Пусть он дерется С кем он хочет Но тут нужно понимать Что типа Спорт это спорт И поэтому Как бы Спорт Не очень заинтересован в том Чтобы люди калечились Прямо Вот поэтому Драться там можно С кем угодно Хотя Узалина Собственно говорила Что женщин бить нельзя То есть Я не знаю Может быть она рассчитывает Что эти матчи будут проходить По таким правилам Что мол У нас матч Но женщину бить нельзя Поэтому ты типа Убегаешь А она тебя бьет Вот такой вот веселый Боксерский матч Но в целом Понятно что В частном порядке Можно пиздиться Какими угодно составами И кстати Все мы помним Я надеюсь Незабвенную походку Ратфемок Вместе с Болотиной На презентацию книги Когда они Вот Первыми начали Махаться И прямо на себе Ощутили Все биологические Различия И почему Первыми нападать Типа Применять физическое Насилие Когда в очевидно Невыигрышной ситуации Это была плохая идея И точно так же Они максимально Показательно Сразу же после этого Начали скандировать Что типа Блядь Вы сильнее Нахуя вы нас бьете Как так можно На самом деле Это смешно Но честно говоря Очень сильно заебало Типа Шестнадцатый год Это было Четыре года назад Четыре года назад Я сидел Вот на этом самом месте И обозревал Ту самую Заварушку С болотиной И пиздилкой И как бы Блядь Ну почему Все Пошло все Нахуй Спасибо Миша У меня к тебе Вопрос Ну знаешь Я вообще На протяжении Всех департфонов Хотел спросить Те как политику Слушай Третья волна феминизма Вторая волна феминизма Вообще феминизм Женщины А как бы Это политический вопрос Для тебя Насколько важный Или нет Ну то есть это вопрос Как политика В смысле Как загуглить этот случай Видео на канале Вис Виталис Одно из первых Шестнадцатого года Там еще превьюшка Классная В поинтересовало Насколько важна Эта повестка Для людей Интересующихся политикой И тем Кому ты обращаешься Как политик Да Особенно Когда ты употребляешь Такие довольно глубокие термины Когда там Третья волна Феминизма Ну не очень глубокие Честно говоря Ну ладно С политической точки зрения Насколько важен Разговор о феминизме И еще важно Да мы с вами Четвертый Спасибо Если вы все еще Со мной ебать Признает проблемы Связанные с дискриминацией Женщины Насколько я Услышу Есть ли понимание Как с этой дискриминацией Бороться Каким-то более лучшим способом Чем это делают феминистки Да конечно Станетесь либертариатцами Занимайтесь политикой Выступайте за права Всех граждан России Боритесь против Репрессивного режима Который сегодня в России существует Потому что да Он ломает жизни мужчинам Он ломает жизни женщинам И он ставит нас в то Отвратительное положение В котором мы находимся В равной степени сегодня Теперь что касается Насколько это серьезный вопрос Для меня Потому что Магомед Касин Они не такие умные Как принято считать Типа там Не сверхразумы Владеют этими Мегакорпорациями Поэтому как бы там Они чаще всего просто Пытаются Произвести многоходовочку И типа срубить легких денег На актуальной повестке Но обычно Как бы они немножко обсираются И Кто-то Кто-то это умеет делать То есть не все уже проваливается Тот же Life is Strange Вот прекрасный пример Того как можно На этой повестке Ну В рамках Жанра в котором творишь Неплохо так Типа преуспеть Но в целом Просто потому что Как бы им не хватает Компетенции И как бы они просто Не иронично могут Понимать по квотам Каких-то долбоебов Искренне считая Что все будет хорошо Но как бы Чаще Хорошо не получается Я работаю на обережении Я вижу что Те процессы Которые мы сегодня Видим только в зародыше В России Они расцвели на Западе И привели к очень серьезному Количеству проблем Которые я хотел бы для России избежать Я знаю что это возможно Я знаю что есть страны Которые не принимают ошибки Все ошибки Запада Японии удалось избежать ошибок 20 века Мне хотелось бы эту ошибку Для нас избежать Потому что в тех процессах Тлеющих Которые я вижу сегодня В Западной Европе Которые я вижу сегодня в США Я вижу серьезную проблему Потому что я считаю Что вместо того Чтобы ссорить людей По гендерному признаку Это на самом деле Гениальная абсолютно Находка политтехнологическая Не случайно феминистов Не в залину Сегодня вливаются В том числе и кремлевские деньги Мы знаем что это происходило В прошлом году Что Ну-ка Что Если он сейчас начнет Про тот ебаный манифест То это не серьезно Повестка разыгрывается властью Почему Потому что Власть выигрывает Когда нас разделяет Когда нас разделяет Она может над нами властвовать А что Он не назвал Но полагаю Речь шла О потрясающем манифесте Анны Довгалюк Совершенно точно На полном серьезе Сделанном И как бы да Без каких-либо связей С Майей и Дайкс Вижн Ну полагаю Ну не знаю Это был такой единичный случай Чтобы как-то припоминать Это выгоднее Ну выгоднее Чем разделить Блин мужиков И бал Да вот Если мы поссоримся Вот тут-то из нас Можно просто Бараньи руку Скрутить Потому что Потому что Ну это будет Ваня на уничтожение Буквально Да мне кажется В этом смысле Это значительная проблема Плюс Я начал с этого Своего выступления Мне кажется Тривилизация Женских проблем Это тоже Серьезная опасность Опять-таки Залина же Понятия не имеет О том случае Как бы Вот просто никакого Поэтому Как бы Она сейчас сидит Думает Типа Чего То что К сожалению Сегодня современные Феминистки Особенно приехавшие Из-за рубежа Как ника В России Сегодня делает Вместо того Чтобы Ну камон Ну типа Ну Ника Технически Она приехала Из-за рубежа Ну не знаю Ну типа В Штатах Она там Сколько Один семестр Отучилась В Британии Она в детстве Жила То есть Ну это Не знаю Это как Так-то мне кажется Светов сам Дольше за рубежом Провел Чем Ника Поэтому Так себе Аргумент Честно говоря Обсуждать Сестер Хачатурян Мы обсуждаем Разноцветные Подмышки Ребята Это не нормально Не нормально Тоже неправда Как бы Все фемки Обсуждали Сестер Хачатурян Особенно рад Фемки И типа Поэтому Вот это Мне хотелось бы Предотвратить Мне хотелось бы Чтобы женщины Занимались в России Гражданским активизмом Чтобы они шли в политику Чтобы они отставили Интересы гражданского общества В России Стояли со мной Причем к плечу И вместе Мы построим Прекрасную Россию Будущего Мужчины и женщины Вместе И вместо того Чтобы бороться За женскую власть Против мужской Давайте будем бороться Против власти Становитесь Элибертарианцами Боритесь против власти Боритесь против Вимпрессии И мы все Счастливо Заживем Спасибо Последний вопрос Залиня Как продолжение Вопрос 13 в Испании Меньше Насколько я знаю Окей Я прочитаю письмо Но не сейчас А как ты считаешь По степени приоритета Надо обсуждать Важные политические вопросы Или в том числе Бритые подмышки Или ты считаешь Что женщины Что думают Ну сейчас Начнем загонять Про киберактивизм Что бритые подмышки Это типа Это важно Об этом вопросе Об их приоритете Во-первых Собственно говоря Смысл феминизма Заключается в том Чтобы собственно Рассказать Владимир Пожалуйста Перестаньте писать В чат Я прочитаю ваше письмо Не нужно Я все увидел Тем кто Женщина И не женщина Что на самом деле Нет неважных вопросов Это на самом деле Не неважно Я три часа тут Объясняла Почему бодипозитив И цветные подмышки Это важно Ну вот тут Надо было бы Светову Произвести Фаталити И просто Зачитать вслух Мелепиздрическую Статью Из Алины Про бодипозитив Из ее книги Как она видит его Потому что Опять вернемся К понятному нам Языку Стенариев счастья Сейчас в России Согласно Да для кого он понятен Ничего не понятно С этим счастьем Ебанно Да кто такое Ваше счастье Блять Блять Ну Залина Ну ты же Должна хотя бы догадываться Что Светов За либертарианство За свободу ассоциации Соответственно Если ты Блять Хочешь тусоваться С крашенными подмышками Ты собираешь себе Общину И вы тусуетесь Там с какими угодно Блять Ну почему все такое Ебаное Я его в книге напечатала И продала Как оригинальный контент Кстати Тут не соврала Ну да Про сестер Светов реально Маху дал Как бы это было У всех фемок Даже у интерсеков А у родфемок Это просто любимая Их самая тема Поэтому Это просто не так Башнего насилия Вот Ну Книга здесь Абсолютно Ни при чем Там сборник статей Вообще уже старых Причем О-о-о-о Начались маневрирования Блять Так на книге Позвольте мне Прочесть вслух Блять Где-то Где-то здесь было написано Что это Чуть ли не Библия феминизма Ладно Похуй Все равно Я про эту хуйню Сниму ролик Поэтому Не будем сбавлять Темп Здесь совершенно Неимитые отношения Поэтому Эдвард Андрей За какой цвет Подмышек Нет пиздит Минский А то скоро Вылетать Я краску Не купил Бля Вот я чуть не сказал Но у нас просто Уголовная статья За оскорбление Государственных символов Поэтому Лучше побрейся Прежде чем приезжать Как это было Передергивание Никого Лично я Не вообще не помню Чтоб она Не знаю Злоупотребляла Как ты говоришь Тривиальными проблемами Которые Да Вся деятельность Никки Водву Цветит из тривиальных проблем Не помню Все Почти все Что люди знают Да Донаты зачитаю Чуть попозже Вот Скоро сделаем перерыв Да Вот Наверное Залина договорит Сделаем перерыв Я почитаю донаты все Вслух Будет очень долго И будет очень весело Надеюсь О феминизме Они знают От феминисток Вот То что люди знают О домашнем насилии Они знают От феминисток Даже мужчины Которые Да Если бы не феминистки Никто бы не знал Что проблемы Насилия существуют И статей бы не было Конечно Блять Ёбаный рот Я не знаю Возможно Я бы на этих дебатах Сам получил бы Техническую дисквалификацию За то Чтобы просто нахуй Типа орал бы Без микрофона Матом Типа что ты нахуй Несешь такое Держит меня Они узнали Что оказывается Они могут не тратить 24 часа Со всеми подряд Они узнали это От феминисток Чего блять Собственно Да И очень этому Обрадовались Кстати Держитесь пацаны Почти все Какие-то элементарные вещи О том Что ты можешь Не знаю Пользоваться маской для лица И при этом Не считаться каким-то уродом Это тоже узнали От феминистов Вот Поэтому И собственно говоря Я не понимаю Почему это все Неважные проблемы Это все Понимаешь Каждая маленькая проблемка Это часть Какой-то Одной большой Проблемки Всегда Вот Поэтому разделять их нельзя И Но все равно И я еще хочу сказать Еще такой момент Это медийный эффект Например Даже если взять Чисто по мне Или по некий Вот Все ее охренительные Лекции важные Про там Сексизм Про там Дискриминацию Какие нахуй Лекции блять Какие лекции Я ни одной Не знаю Она блять На укулеле Играла на выступлениях Это было Последний раз По-моему Года два назад Есть классная лекция Про объективные отношения Почему-то Мы Мы типа ролики Сейчас лекциями Называем Я не знаю Я все Спасибо большое Сейчас зачитаю Я все эти годы Типа лекции Не знаю Вел на ютубе Что ли Я не знаю Типа Про объективные отношения У нее просто ролик Где она рассказывает Про объективные отношения Ей так сказать К слову Очень пришлось Недавно Я думаю Многие из вас Слышали про историю Фотографа Марата Сафина Которого обвинили В износе Спустя несколько лет После съемки Там была нью-съемка Они потом попили венца Поебались И Вот спустя несколько лет Модель решила Что они поебались Не по обоюдному согласию И Потом Марат Сафин Слил пруфы того Что По крайней мере На тот момент Как бы Модель Ничего плохого В этом не видела И то есть Потом она уже решила Что типа Что-то плохо было Поэтому Нет И Ника В сторис Это было На 2Ч Поясняла Что Да бля Ебать Типа Ёбаный рот Типа Ну Какие пруфы Типа Он же хуи мразь Типа В смысле Ну вот вы подумайте Ну вот разве Насильник скажет Что он Ну он же никогда Не скажет Что он насильник Типа Все насильники Говорят Что они Не насильники Поэтому им Невозможно верить Что такое Презумпция невиновности И вообще Сестрюне У меня Блядь Был абьюзер Так он же То же самое Он говорил Что не абьюзер Поэтому Нельзя этим мужикам Ебаным верить на слово Они же все Все абьюзеры Типа Вот абьюзер На абьюзере Нахуй Все И вот Вот как бы Вот уровень лекций Ники Вот По абьюзивным отношениям Поэтому боюсь Лекции немного Переоценены Никто не вспоминает Эти лекции Но все помнят Что она там написала В твиттер По поводу того Как она сходила в колен Извините Ну это да Медийный эффект Ты же сама говорила Она постоянно Об этом писала Одно время Так сказать Все по фрейду Анальная фаза Но это так работает Общество Так медийная Так работает Медийная повестка Что люди запоминают Либо Стоит построить Тысячу мостов Но один раз Отсосать козлу Одну ерунду Так же как у меня Я делаю много всего Я там Очень много всего пишу Я вообще не только феминистка Я там в общем-то Конспекты всем На зачет принести С конспектом Ставлю зачет Чтобы все конспекты Моих лекций Были у меня на столе К обеду Как говорится Биттер Паркер Достаточно состоявшийся человек Во многом Но Скажите Как экспертка По многим вопросам Не только по феминизму Но тем не менее Меня все помнят По вот этой акции Рибб Рекламу неплохую Умеет делать Да вот В смысле тупую Ты же считала Что это была потрясающая Рекламная кампания Помнят Что ты до этого говорил Что ты полезного сделал Сколько раз Ты организовал пикеты Митинги В поддержку Сестерки Четырян Об этом пишут Тонами почти все Феминистки Которых я знаю У Ники Ботбук Я в черном списке Но у всех остальных Нормально Блять за что За что она могла Там оказаться Ну это интересно Вот Каждый день Ты узнаешь Что-то новое Вот Да Просто да Чтобы Во всякий случай Чтобы вы не спросили Что она написала Последний раз Потому что я не знаю Вот Да Но у всех остальных Феминистов Ладно Никиш Тебе автомат Таня Никонова Даша Сиренко Каждый день пишут Домашнее насилие Сестерки Хачатурян Домашнее насилие Поэтому я бы не стала Передергивать И вот это свойство Медийности Я не знаю Лучше бы Таня Никонова Писала книгу На которую она Закронфандила денег Уже сколько там Два года Три года назад То что люди запоминают О тебе больше Какой-то ярких фактов Да Так же как и о тебе Я уверена Миша все-таки Если посмотрите А этот момент Я вырил Видел нарезки Нет наверняка Не главное Вот В твоей деятельности Да Я не буду это произносить Сейчас Вот Но все знают Что о тебе люди В общем В массовом плане Помнят А чего они о тебе Не помнят Это так работает Общество Ничего ты не поделаешь Так что Вижу Есть ответ Залине Ты что-то записывал Или ты Раздержишься от ответа Что-то перейти Нет на бросим Я не забил Я делаю про нее видос Видос будет очень большой Вопросы из зала Ты активно Реагировал Поэтому я Дам наверное Возможно Вопросы Ответься Потом готовимся К паузе И вопросам из зала А я активно реагировал Потому что Залин Да собственно Будем слушаться Оксимирона Вот Света в телегу Прогонит Будет паузой Зачитывание Веселых донатов Да по-моему Полтора миллиона Вот Жаль Светов не знает Вот спросил бы у меня Я бы ему сказал Очень зря Очень зря Очень зря Полтора миллиона собрала И ничего не сделала Не догадалась Как я Напечатать свои посты Из телеграма Формально выполнить Обязательства И полтора ляма Как бы на кармане есть Поэтому Как бы Тут уж Не знаю К сожалению Когда мы говорим О тривилизации О том чем ты занимаешься Да бля Вот Не знаю Как человек Который делает Контент в интернете Мой вам совет Ребята Не воспринимайте Контент в интернете Как что-то Прямо имеющее Безусловную ценность Типа Все это делают Для себя И поэтому Ну типа Обозревает Никонова Дилдаки Ну типа Ну и хуй с ними Ну кому-то возможно Это важно Кому-то помогает А кто-то ее никогда Не видел И как бы Нашел информацию О нужных делдаках Там где Нашел Типа В журнале Блядь Мир не вчера появился Вот не было бы меня Кто-нибудь другой Это делал Или вы бы смотрели Мимо на английском Типа И че блядь В этом и смысл Демократизации контента Что Ну типа Он становится более доступным Поэтому Каждая отдельная Контентмейкерская Ячейка Или там Не знаю Единица контента Теряет в ценности Типа Не знаю В серьез Флексить тем Что ты ведешь Блог В интернете Блядь Ну не знаю Такой любимый тезис Вот значит Феминистки живут здесь Что бороться Против феминизма В смысле Требовать от феминиста Какого-то ласкового Ласкового поведения Это все равно Требовать от евреев В концлагере Значит Чтобы они заигрывали С надзирателями Это тоже пример Тривилизации Ну какой Какие Черт побери Евреи в концлагере Ты живешь В Москве Ты относишься явно К одному Самых привилегированных Срезов населения Нашей страны Какие Ну серьезно Это тривилизация Настоящей трагедии В данном случае Нормально Нормально Можно было бы добавить Еще про Про расовый вопрос Типа что Ладно Я не буду предложить Трагедии Через которые Прошли евреи Второй мировой войны Тривилизация Проблем женщин Которые сталкиваются С насилием Сегодня в России Когда ты проводишь Такие Я себе Справедливости Да Я говорил Там много Глупостей В ЖЖ Десять лет назад Но я не позволяю Я себе Такие вещи Я даже Когда меня там Побили В Кемерово Я написал Ни в коем случае Не пишите Нигде избили Не избили А побили Разные вещи Потому что Блин Изобьют Потом Никто не поверит А вместо этого Когда ты слушаешь Феминистов Вместо этого Ты получаешь что? Ты получаешь Рассказы о том Что мы здесь Как евреи В Бухенвальде И о том Что разноцветные подмышки Это вообще-то Очень серьезная Критическая тема Ну окей Хорошая телега Еще балл Светова Молодец Одобряю Но ты вредишь Этим женщинам Не политическая Гендерная проблема Это другое Блять В смысле Ладно Не-не Светову норм Он же как раз-таки Вспоминал Гитлера Он шеймил ее Вот-вот Тем, что она Прямоминает Гитлера А не то, что Тут же вопрос в том Что на полном серьезе Использовать аргумент Что мы в концлагере И вот он как бы Он ей предъявил Что она этот аргумент Использовала Поэтому все норм Светову балл А не техническое поражение Сейчас я Вернусь Поставлю вам Небольшой трек И Мы продолжим Наш маленький вечер Встречи выпускников Как раз календарно Подходит Я в этом году Проебал его Поэтому Я буду представлять В голове Что у нас сегодня С вами вечер встреч Упускников Субтитры сделал DimaTorzok 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 Верт вопрос Есть ли смысл Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Вот Но ключевое слово хорошее Но опять-таки Никто не мешает попробовать Почему бы и нет А шот кам шот Кстати про Нику Узнал об этой Поехавшей минусуральной чаши Пару лет назад Когда были посты на двочах Имеемные частушки О ебаных унитателях В лице ее отца Который приобрел рак Как, блять, мой родной город Герой Мурманск Мог породить такое чудовище Так она из Зеленограда Писать в свитер посты О том, что не надо Писать ей Ну, да Но, типа С отцом был перегиб Типа это Цельком вина двоча Который не разобрался И, как бы Да Типа Мема-меме Но, блять С отцом был Ялно перегиб Женщины Пиздюливаются на ринге Но пиздюливаются И пиздюливаются За Алина Маршинкова Спасибо Феминизм Убогая женщина Ненавидит успешных женщин Феминизм Это когда Распространенные мнения И, типа зачастую так оно и есть. Хотя сейчас это в тренде, поэтому как бы можно неплохо подзаработать и прийти к успеху как бы и на чистом феминизме. Поэтому вот благодаря всем этим льготкам. Раз пошла такая пьянка, реквест на этапах рему в кебаб или в поиске Сербия Стронг Флош Ди. Бля, ну попробую. Как бы не словить бан. Там же одно время за Ну, короче, все версии кебаба по рему или с ютуба. Ну вот, вроде есть какая-то. Да. Слушал Залину. Межполовой спорт. Рибок тоже. Книжка. Чего, блядь? Кого нахуй? Есть такой стишок формата пирожок. За что Залина не возьмется, все превращается в говно. А если за говно возьмется, то просто тратит меньше сил. Ну, примерно так, да. На самом деле, я не знаю, как она умудрилась реально какое-то издательство замутиться этим всем. Как бы подозреваю, что у Залины есть четкое разделение. Типа, где пиздешь в интернете, а где дела делаются. Потому что, что-то не знаю, довольно конкурентная среда. И поэтому, ну, ну как-то же она к какому-то успеху пришла. То есть она же не как Беллорапопорт, который там сколько уже под сорокет, который выпрашивает, блядь, то еду, то еще какую-нибудь хуйню в интернете. То есть, ну, у Залины же какие-то атрибуты успеха есть, и явно как бы были заработаны не нытьем. И не рассказом о кулсторе. Как получить разбан в чатике, а то я его получаю за личные убеждения, которые я никому не навязываю. Ой, это вопрос не ко мне, там надо читать правила чата. Я с недавних пор стараюсь к чату отношения не иметь, потому что один чувак мне очень сильно заебал. Поэтому, сорян, разрулить не могу, но напиши в чат свой ник. По-моему, в чате есть сейчас админы чата. Может, они тебя разбанят в качестве исключения. Но если ты там пропагандируешь какую-нибудь хуйню, за которую уголовка или банк канала, то очевидно, что, типа, даже если ты твои личные убеждения, то так такое не приветствуется. Такой вопрос. Почему мужские и женские шахматы раздельны? Понятия не имею. Я, типа, каюсь. Я вообще не слежу за спортом шахмат, competitive for chess, и вот это вот всё, авто-чесс, то я не знаю, что это чесс и другое, но я не знаю. Я вообще не знал, что они раздельны, но... Не знаю. Йо-йо-йо, на Bixby. О, спасибо, Виктор, спасибо. Вот они рассказывают, как тяжело женщинам со стандартами. У меня вот есть друзья, парни и девушки. Вот девушки, когда что-то обсуждают, гораздо чаще концентрируют внимание на внешности, и любая мелочь может сделать мужчину непривлекательным для них. Рост, очки, толщина, рук, форма подбородка, вес, волосы. Ну, как бы да. Вер, рад тебя видеть. Давненько не заходил, как твои дела в целом? Всё хорошо. Спасибо, Джей-Джей. Да, на самом деле, всё, всё заебово. Всё заебище. Единственное, что похолодало, блядь, мне так нравилась это не настоящая зима с плюс шесть. А так, всё, отлично, спасибо. И они ироничны... А, так-то я начну. Бля, вот про рейку в РФ вообще же за, кстати. Мой друг загремел. Сейчас чей гонит со служивцами и аниме перед сном на компе смотрит. Пионерский лагерь какой-то с обязательной физнагрузкой по 10 рублей на гендер. Спасибо. Но ты прислал 50 рублей, того, получается, гендеров 5. Непорядок. Оскар кактусов. И да, Окси задаёт довольно странные и глупые вопросы. Нет. Ну, типа, в основном вопросы неплохие, просто они зачастую не совсем в кассу. То есть, Окси неплохо подготовился, но про тот же женский спорт это отличный вопрос. Очень хороший. Но его, во-первых, нужно было докрутить, а во-вторых, как бы, при чём здесь Залина? Как будто бы она об этом знает. То есть, тут... Ну, можно было бы вот всю эту штуку с женскими трансляциями и с FIFA раскручивать, но, опять-таки, как будто бы Залина хоть что-то вообще об этом слышал. Она уверена, что это из-за женского гендерного воспитания. Короче, женский спорт раздельный и боксёров нужно выпускать в одинаковых весовых категориях друг против друга и всё пройдёт нормально. Как Менчугу получить автограф? Где тебе искать ненавиги же? Ой, чувак, сорян, ну, типа... Не знаю. Если встретишь где-нибудь в городе, подходи, не стесняйся, а так, как бы... Я не фанат этого. Сорян. У меня ещё, когда я в первый раз смотрел, бомбануло, ведь было бы... Зачем ты это смотрел сам? Было бы гораздо легче и правильнее сказать, что никого сажать не нужно по политическим статьям. Она какую-то хуйню начала затирать. Да, странно, Залина как бы, ну... Да, в целом, уровень дискуссий очень низок. Серьёзно, блядь? Один-единый стандарт красоты у моей бывшей нихуя не идеальная фигура. Она не длинноногая модель с огромным бюстом. Но я у неё почему-то был не первым парнем. Да, пошли в Кулстори, но Залина Тора потом будет затирать охуительные случаи жизни. Ну, это классика. Спасибо, Оскар, задонутый. Верт, объясни, спрашивает Тёмный Эльф, как жить дальше. Уже злости на них не хватает. На Киселёва, которая их отцу на мигу мешает. На СДЖВ, которая наезжает, на игры на аниме. На Нетфликс, которая засрал ведьмака. Уже хочется взять в руки дробовик, выйти на улицу и начать месить тела. Как жить, а? Ни будущего, ни жизни. Бля, чувак, не нужно никого месить, но, типа, я бы посоветовал построить бункер, в нём генератор, побольше топлива, типа, купить на физических носителях хорошие фильмы, сериалы и игры. Типа, и пошло всё в пизду, блядь. Ещё научиться самогон гнать. Здорово, Верц, прошедший МДР, спасибо большое. С твоими комментариями хотя бы возможно смотреть «Тускую коту». Спасибо. Есть пара вопросов. Как тебе кант с Чилдорнов Бодом осенью? Было охуительно. Я очень жалею, что пропустил их кант в семнадцатом году. Это просто пиздец, блядь. Мечта детства. Спустя десять лет после 2007-го, когда я мечтал о том, чтобы Бодом приехали в Минск, они приезжают, я покупаю билет фирменный, красивый и, блядь, проёбываю из-за работы. Вот. Было невероятно обидно, но хотя бы сходил в девятнадцатом, было десять из десяти, блядь. Какое пиво в кружке? В кружке распродажный туборг. Вот. Спасибо большое. Сейчас зачитаю. Давай-то всё. Вер, расскажи, как быть рил-мразиан в знакомстве с девчонками? В том-то и фишка, что рил-мрази не спрашивают. Это как бы, знаешь, типа, когда ты мразь, тебе, во-первых, похуй, что о тебе думают другие, поэтому ты просто творишь любую хуйню и просто как бы рано или поздно к тебе кто-нибудь прилипает, ты кого-нибудь ебёшь. Вот. На самом деле, типа, сейчас поебаться, если тебе... Если ты прям мразь и тебе на всё насрать, это вообще не проблема. То есть, тусуешься с какими-нибудь маргиналами, покупаешь бухла и, типа, ебёшь какую-то бухую тёлку, если тебе неважно, с кем она ещё ебалась сегодня или вчера или будет ебаться завтра, как от неё пахнет, что ты можешь подхватить, то тут, как бы, вообще, блядь, все границы открыты. В том-то и фишка, что все называют себя, знаешь, типа, плохими парнями, мразями, но по факту это у всех нормальные, такие усоренённые стандарты жизни. И вот если у тебя нет этих стандартов, то, как бы, можно и с мусорки есть, типа, и тёлочку всегда можно найти, поебаться за бутылку, но, как бы, нужно ли это тебе? Вообще-то, если бы вертолёт напоролся на штырь, то виноват был бы исключительно патриархат. Это вопрос про прыгание в карьеру, явно. Ведь именно патриархальная социализация толкает мальчиков к рисковому поведению, ну, по крайней мере, так утверждает Трэсмеш. Да, это неплохо, Влад, спасибо, что освободил меня от потенциальной ответственности, если бы я реально очень тупо рипнулся. Мне сколько было, лет 9 или 10, но реально у нас вот это было, ну, каменной горки ещё не было, это была Кунцевщина, вот тогда строилась каменная горка, вот тогда между Кунцевщиной и Жданами было поле колхозное, мы там один дом построили, рядом был карьер, куда закапывали строительный мусор, и мы там, типа, просто прыгали в песочек и там рядом валялись штыри и всякая хуйня. Это весело. Пердёж Залины о влиянии пола на эффективность в бизнесе просто куром наспех. Исследование влияния пола на конкретные навыки мы ведём уже лет как 20, так как они легко опровергаются, но и валидность низкая. А сделать исследование бизнеса по такой хуйне, ну, это только для гендер-стадис журналов. Да это полная хуйня. Это уровня, знаете, как вот недавно было вот вся эта вот пиздёж про закон домашнего насилия, и там была статка про 14 тысяч убитых женщин в год, которые все повторили, и при этом никто не знает, откуда она взялась, потому что она не соответствует ничему, но все просто с надрывом повторяли на митингах и на телепередачах, и на стримах, и на подкастах, и особенно в инстаграм-постах о том, что, господи, 14, ровно 14 тысяч и даже не 88 женщин умирает в год, там, типа, от домашнего насилия. Пожалуйста, кто-нибудь... Will somebody think of the children? Вот, поэтому тут как бы... В этом и проблема, что, типа, все говорят про эмоционально заряженные вопросы, все отбрасывают какие-то, знаете, устаревшие понятия каких-то презумпций невиновности, там, типа, каких-то прупов, факт-чекинга, все просто подсаживаются на эмоциональный хайп-трейн-драмы и, как бы, едут в светлое будущее. Девушка справа, которая в очках звучит более убедительно. Ника, походу, залетела. Чекни инстудет, это фейк. Этот старый пост, она там просто надула живот. Залетела Элли Ди, у которой канал про мистику. Как думаешь, если мальчик-то аборт или смена пола внутри тропна, то получается, что первый МПХ и то на выход. Естественное благотворение, не верю. Чувак, у тебя старевший инфа, у Ники были парни и до сих пор есть парень. Нет, она не беременна. На минералку совсем себя не жалеешь. Спасибо большое, сами Ничи. Вот минералки-то я, блядь, не купил. Ой, зря тут Заряковская всплыла по весне. Как-то наткнулся на ее профиль в одной из соцсеток и открыл для себя великолепное слово бизнесменка. Тут либо я или блан, либо лилыжи не едут. Если уж угарить помочать, это вроде какие-то бизнес-муван. Тупорыл и Рофф или Локалозумер опять всех переграли. Нет, бля, я не хочу сейчас про Заряковскую, но как бы у нее там, у нее своя темная оригин-стори, связанная с вебкамом и как бы становление. То есть, с одной стороны, Заряковская типа вполне себе селф-мейд, она сама достигла успеха, но с другой стороны, не знаю, ее читать в Твиттер это просто невозможно. Она всем всегда попоминает, кто ее травил за то, что она работала в вебкаме и типа критерий травли это просто упоминание о том, что она работала в вебкаме, хотя она сама об этом рассказывала много раз. Но когда-то у меня была идея с Заряковской делать мерч, потому что у нее вроде есть-то система, но как бы не срослось. А чем гороскопы от тех же ставок отличаются? Ну, потому что на ставках можно выиграть, а на гороскопах нет. Поэтому, ну, это совсем наебалово, это буквально продажа воздуха. Здорово, вертолет, спасибо тебе за видосы. Еще большое спасибо за древний видос про GameCube. Спасибо большое. Вот первый видос на новый канал будет, ну, не ремастер, ремейк этого видоса, там будет другая инфа, другой видос как бы в другом ключе. Тоже про GameCube. Кто на самом деле муж Залины? Я не знаю, но где-то слышал про вот то, что у них там типа так себе брак, типа там свободные отношения. Поэтому как бы даже называть это браком, я не знаю. Это как Долгополов, который говорил про брак, но если у вас в браке можно с кем угодно ебаться, то... Я не мог бы назвать это браком. Типа, если вам нравится, это не мое дело, то я никого не осуждаю, но просто, по-моему, как-то это странно называть. То есть там отношения, и уж тем более семья, подразумевают эксклюзивность. Типа, если это не эксклюзивные отношения, то, ну, типа, это, по-моему, не совсем и отношения. Так вот, кто на самом деле муж Залины? Малолетний дебил, который любит Лего. Оксимирон, вибратор, он выдуманный, как унитени, иди нахуй, говно. Иди нахуй, говно, это Ника пишет, а не Залина. Залина обещает всех отпиздить. Поэтому, да. Она переходит на угрозу. Вот, кстати, тоже. Залине не достает мужской гендерной социализации, я считаю, чтобы она просто поняла, что когда ты всем регулярно обещаешь каких-то пиздюлей, но не можешь, так сказать, деливернуть этот эстимейт, то люди перестают тебя воспринимать всерьез, потому что так работает. Зачем тебе четвертый канал? Это будет третий. Да. Новая стрелочка угнетения по правилу Бравчика будет, блядь, не трави душу. Я когда мы пиво пили, сказал, что она неплохо выступила, но сейчас я вспоминаю, что она раза четыре повторила, что вообще-то я рассказываю женщинам, что они не обязаны варить борщи. Да, Оскар. А еще она говорила, что типа давайте ставить боксеров и боксерок на один ринг, поэтому. Возможно, ты просто бухой смотрел ее стрим или невнимательно, потому что я бы тоже, я бы не смог это внимательно смотреть в одиночку, то есть, ну типа я же не буду, блядь, сам с собой это комментировать, поэтому я бы, я бы просто выключил или бы ослушал, как белый шум. Даров вертолет, пишет жирный мудак, раз уж был вопрос про видку, то сразу важный соцопрос, или несколько, PS Vita или 3DS, у меня есть то и другое, PSP или DS, есть и то и другое, но как бы сложно ответить, типа реально и то и другое это разные миры, то есть и PSP и DS крутые, но это почти не пересекающееся множество, то есть типа что-то есть на PSP, там Comedy Club Racing, что-то на DS, то же самое Vita и 3DS, на 3DS очень много крутых своих игр, PS Vita это охуительный просто комбайн, то есть он и эмуляция, и поддержка, поэтому на самом деле в идеале и то и другое, реально вот, как бы это не вопрос уровня PS3 против Xbox 360, там где можно спорить, потому что тут как бы реально ты покупаешь PS Vita, получаешь охуенчик, покупаешь 3DS, получаешь другой совершенно новый охуенчик, поэтому смысла не иметь твоего другого нету. GB, GB Color, GB или Game Gear? Ну так-то GB и GB Color, вот, но с Game Gear я не знаком, но как бы в целом что-то особо не привлекает, вот на GB и на Color очень много годноты. И к тому же Color офигенно поддерживает GB, то есть на самом деле с Color оригинальный Game Boy не особо-то и нужен. И твоя любимая портативка, наверное, оригинальный GB, вот, типа, без подсветки был, но с крутым управлением. Вот у меня есть такой, и, типа, у меня там экран с подсветкой, поэтому вообще ультимативный. Ну и мое уважение, сменил Челкаря на Тарасу-Батику ночного стрима. Спасибо большое. Это был изначально на план, не собирался быть Челкарем, просто хайра трачу. Просто стараюсь, чтобы стрелочка вертелась. Спасибо, Побелитель. Надеюсь, мы будем видеть твои стримы чаще. Ну и не то, чтобы суперчасто, но да, надо будет проходить Life is Strange 2 на стримах, чтобы сделать обзор с фильмами. После стрима пойду смотреть Норельский с Карлином или продолжу пересматривать Легенду Баанги. Тяжелый выбор. Залина уже неделю срется с Абу и не понимает сути Двача. Но реально считаю, что Двача это отдельный сайт для воинов Патриархата. Вполне в духе Залины. Я не понимаю, как с таким уровнем понимания окружающего мира можно воспринимать все всерьез. И да, все доводы и какие-то преувеличения Светов похож на друга Дэдпула. Светов реально похож на друга Дэдпула. Да на самом деле скажу, что в данном случае наверное только так и можно жить как-то и воспринимать все всерьез, если ты как бы сам ставишь для себя рамки. Потому что следить за всем интернетом ты очень быстро как бы перестанешь хоть что-то воспринимать всерьез. Типа вот как я. То есть я на все это посмотрел и как-то тебе все кажется ебаным говном. Поэтому только, наверное, уходя в офлайн ты можешь сохранять еще какой-то старый менталитет, когда у тебя есть какие-то идеалы и что-то кажется не говном, потому что в интернете говном становится все. Если пересесть с иглы мужского одобрения на лицо Залины получится ухуенный четырехугольный табурет. Так, блядь, полтора года, значит, больше 15к значил, а моя похвала где? Спасибо большое, Колян. Спасибо. Ты молодец. Я повешу на сегодняшний стрим отдельную плашку про тебя. Типа окей. Я не знаю, почему неправильно считает, но типа, блядь, повешу отдельно про тебя, раз тебя нету в бегущей полоске. Тебе самому не вынуло? Так, это я читал. Предверт хорошего майндесс после этого стрима. Да у меня еще с бухлой буду в порядке. Хотел спросить, ты RGG? Retro Game Gunflat. На стримах не хотел бы как-нибудь пройти? Впервые слышу, что это такое. Вот, я чекну. Боярин, подскажи, вместо долгого друга забрать PS1 и PSP за 5K норм или еще что-нибудь нажать по-братски? Я просто не очень в курсе средних цен на них. Слушай, ну типа, PS1 плюс PSP за 5K, если они в хорошем прям состоянии, то, ну типа, с натяжкой норм. С натяжкой на норм. Но просто, блядь, PS1 обычно они, вот как-то из всех консолей, что мне попадались, PS1 были обычно самыми затертыми. Почему-то их не жалели вот вообще, и поэтому как бы вот PSP, наверное, на втором месте будет, поэтому как бы они, возможно, будут настолько затертые, что как бы, блядь, их только за копейки продавать. Но если они внезапно в отличном состоянии, то да, за пятерку, в принципе, ну, конечно, не супер, ну типа, ну норм, особенно если аксессуары и игры. Я, короче, так понял, что Залина это феминистическая... О, все, я дочитал донаты. Еще последних парочку прочитаю, можно двигаться дальше. О каком законе о домашнем насилии может идти речь, когда женщины ищут настоящих мужчин среди заключенных, как их называют? Жду ли заочницы, то есть те, кто носит... То есть это носит довольно массовый характер. Что-то не встречал мужика, который желает познакомиться с Зачкой. На самом деле, есть и такие. Это вопрос об абьюзерах. Где логика? Ну, типа это... Это разные понятия. То есть, как бы закон же не может учитывать личные предпочтения каждого. Закон может попытаться исправить какой-то массовый тренд. И вот как бы они попытаются исправить массовый тренд, что вот женщин все бьют. Но при этом очень часто апеллируют... Не апеллируют, а оперируют какими-то совершенно просто тупорылыми нерелевантными данными. И поэтому как бы все подсаживаются вот просто на драму, на хейп-трейн и так далее. Как бы... Ну, короче, блядь, это... Я не хочу, вот я сознательно не лезу в закон о домашнем насилии и как бы лезть в него не собираюсь. Верт, но заставка лопасти через хвост проходит или я угашен, не могу разведить. Да нет, это все верно. Это так задумано. Как получилось, что связался с оружейной тусовочкой? 715, Рашин Макака, вот эти ребята. Вроде даже к 715 в Калининград ездил. Расскажи, контента совместного не нашел, кроме твоих вставок 815. На стриме в 17-м году познакомились с Хорсом. В 18-м ездил к ним, тусили, мы снимали контент, но так нихуя до конца и не доделали. Мы тогда снимали довольно прикольный ролик про трэш-смэша про оружие. Вот, мы там скрафтили костюм, поехали на заброшку, стреляли с холостыми патронами. В общем, на пиздатые вставки, но типа вставки есть, ролика нету. Поэтому я собираюсь, когда будут у Белави следующая распродажа, на распродажу слетать еще раз в Калининград и типа с Хорсом потусить и доснять тот видос, еще что-нибудь поснимать. Вот, то же самое мы с ним виделись в Питере еще прошлой весной и тоже поснимали пару видосов, но там тоже как-то получилось немного всрато. Типа там был оружейный СМР от Хорса в оружейном салоне, где он разбирал калаш, но там немножко запоролось технически все, поэтому надо будет это все переделать. А с Рошеном Макакой типа там он тусался с Хорсом, вот мы так вместе встретились, и он такой, типа, о, чувак, го там на подкаст, такой, ну ладно, го на подкаст, мне не сложно. То есть случайно там знакомились. Вер, такие у тебя основные претензии к погромам. Неважно. Я их уже озвучил. Это вот единственный раз, когда я про него говорил, поэтому, я думаю, вопрос можно не развивать. Last request, человек не от меня, еще manual газ-газ-газ. Окей, это на потом поставлю. Humanity must die, don't you think? Да, оно will die. Дорогой Верти, поясни, пожалуйста, залитское пиво. Нашел бутылочку темного в магазине в своих россиянских пердях и остался в полном восторге. На его фоне всякая калужская бурда кажется полной ссаниной. Оно у вас котируется или есть что-то еще лучшее из местного? Ради него готов переехать в РБ. Не, лидское пиво это официально лучшее пиво страны. Вот, самое заебись. Я сам обычно тоже беру лидское. У нас их не так много, этих сортов, как бы, есть в Лиде, есть в Минске два пивозавода. Ну, типа, есть всякие еще речицкие, но это совсем уже хуйня. То есть, по факту, есть как бы лидское и два минских. Оливария и Краницы, Краницы тоже говно, то есть, нормальных пивозавода два, типа. Оливария в Минское и лидское в Лиде. Поэтому, да, лидское заебись. Верт, как и где найти девушку в Минске, если ты лысый, худой и в очках? Ну, попробуй походить на всякие там квизы интеллектуальные, куда сейчас все ходят. Вроде как модно, мне кажется. Там вполне такой типаж закатируется. А вообще, неважно, какой ты лысый и там худой и так далее. Главное, подойти. Взял за руку и познакомился, понимаете. Фигурка из Лего спорит с человеком, которому нравятся юзеры Лего. К Семену все это судит, Верт смотрит. А Виктория все еще лежит. Ты мой донат проебал про мужа Залины. И чек не предложку плис, если не сложно, прямо сейчас. Не, чувак, прямо сейчас предложку лезть не буду, потом. Не проебал доната, все зачитал. Мне кажется, все. Типа, про мужа тоже было. Если есть работа, учеба, развлечения и так далее, есть ли вообще шанс давать этот таймлайн запись чего-либо, по большей части без коммерческих целей. Ссори за вопросы, не по теме, но стрим у тебя сейчас и ты вроде здравомыслящий человек. Вполне можно, типа, зачастую это будет, наоборот, тебя мотивировать, типа, если это будет тебя отдушиной, то есть я это тоже начинал без каких-либо надежд, но хоть на какой-нибудь успех, просто, типа, потренироваться с оборудованием, а потом вот понеслось, поэтому. Главное, типа, делать это, не хочется. Не хочется кому-то угодить, а тебе хочется что-то сделать. И тогда, типа, тебе хотя бы перед собой не будет стыдно. И тогда, как бы, норм. То есть, ну, может быть, ты не найдешь супербольшой аудитории, но, как бы, ты можешь там найти, не знаю, охуенных друзей, единомышленников, там, девушку, или просто как-то вычеркнуть у себя из списка дел, которые нужно сделать перед смертью, типа, один пункт, но, типа, главное, типа, если хочется, то делай, но если, типа, не хочется, если ты это делаешь просто потому, что-то вроде бы надо, то в писту. Вот, поэтому... Полоска донатов просто опять сбросилась, явно больше... Да, я чекну полоску, возможно, она обнулилась с новым годом. Вот, хотя... Не знаю. По поводу влияния всем взглядов на игры. Я более шести лет в геймдеве могу сказать, что рынок очень-очень перегрет. Сейчас паблишеры ищут новые источники вливаний, чтобы остаться хотя бы до того уровня, что сейчас. Рынок геймдева в агонии, поляки последние. Дальше рецессии, если найдутся новые источники. Ну, смотри, какой рынок. Типа, сейчас же принято смешивать геймдев, там, не знаю, мобильных ферм и геймдев, там, которые делают условный шовлнайт в один и тот же геймдев, хотя нужно понять, что два совершенно разные геймдевы, и поэтому, в принципе, как раз таки условные разработчики шовлнайтов, которые, там, делают хороший продукт для узкой аудитории и получают от них прямое финансирование, они не выживут. А, типа, всякое расхайпленное говно, ну, типа, ну, подвинется, ну, типа, возможно, там мое место, ну, типа, знаешь, если там Activision перестанет делать всю эту свою хуйню с внутренним донатом в сингле, то я, как бы, не расстроюсь. Я только обрадуюсь, хотя я в эту говно и, как бы, не играю даже в пиратку. Вот, но, поэтому. Когда съезжий в последний раз пересекался и общался? Ой, слушай, я не помню. Наверное, в Москве в семнадцатом году. Окей, next one. The British Grenadiers. До легендарного стрима чутка осталось. Все, донаты зачитаны. Да, донаты зачитаны. Сколько аудитории за это время ушло? Ебать, почти тысяча ушла. Ну, еще, наверное, потому что час ночи. Смотрим дальше эту хуйню. Любая женщина должна быть феминисткой. Потому что я феминистка, и... внезапно стало почему-то громко феминистка. Это просто случайно произошло. Не случайность. Нет, это совпадение разных факторов. Почему так случилось? Совпадение разных факторов, да. Нет, женщина не должна быть феминисткой. Никто не должен быть феминисткой. Это, типа, перерыв? Нет, примерно. Так же, как никто не должен стать мужиком, блин, движением. Это абсолютно явление одного порядка. И скажем тогда так, что для того, чтобы признавать женщину человеком и ее не дискриминировать по полу, не должно быть никакого движения. Но, к сожалению, женщин как дискриминируют, особенно в России, так и дискримируют. И для этого нужно долбаный феминист. Для этого нужно гражданское движение. Никакое движение за права не называется в честь какого-то одного среза населения. Миша, у тебя нет здесь никаких таблеток от головы? У меня что-то от духа прям пошло. Сорян, нет, нет. Я прям сейчас умру. Могу попросить, как раз. Лина, спросил девушку не потому, что я проклятый сексист. Да-да, мы уже поняли, какой-то стереотип. Работаю. Ты лукист. Потому что у кого могут быть таблетки от головы? У мужика, что ли? А ты должен развить идею. Конечно, женщины... Это правда, я типа, ну, come on. Пить таблетки от головы, мне кажется, имеет смысл только когда ты совсем уж прямо умираешь от похмелья. А так, типа... А так лучше коньячку ебнуть или вискарику. И потом тебе уже понадобятся таблетки от головы. Таблетки от головы больше, чем мужчины. Ой, знаете что? Я вас обоих ненавижу все. Это так? Нет, наоборот. Нет, женщин тяжелее. Я наоборот... Ну, блин, Fujifilm X-T3. Плохо. Я спать пойду. Не скучай тут. Поставь как-нибудь Cara Emerald. Спасибо большое, Оскар. Без проблем. Да, на самом деле, я не знаю, что они будут делать еще 40 минут. Вот, потому что, по-моему, они уже все обсудили. И, по-моему, у них даже рубрики закончились в их удивительном конкурсе. Ну, а как бы, окей. Посмотрим на красивый фотоаппарат от Fujifilm. Блядь, Fujifilm такие красивые, сука, такие дорогие. Тяжелее, да. Нет, ну такого исследования, что у них больше болит голова, нету. Не могу... Есть мигрени, женщины больше, мужиков страдают. Но этих исследований миллион. Вот уж чего действительно... Это спорно, если у меня нет. Спорно, если у меня не нравится. Вот мои исследования. У первого мужа есть мигрени у меня? Нет, не бывает обычно. Только вот от духоты, но это не мигрени. Миш, давай начнем с вопросов к Михаилу Светлу. Я сразу задам вопрос, который оранжевый на белом. Извините, не идеально читать. Михаил. А, это были карточки с вопросами из зала. Считаете ли вы, что существуют социально значимые гендерные различия? Если да, то на чем основывается ваше мнение? Должны ли эти различия приводить к какой-либо дискриминации? Ну, очевидно, что да, существуют. И, как бы... Блядь, ну, это вот как обросимого, которое пыталось меня заставить... Вот, как я явно оказалась хитрыми методами, пыталось заставить меня признаться в травле. То есть, ну, дискриминация это такое слово, что очевидно, блядь, что если тебя подводят к тому, чтобы сказать, что дискриминация есть, то, как бы, ты, ты, типа, проиграешь. Но давайте вы приведете определение дискриминации. Потому что, как бы, вот в этой вот повестке все свело сейчас к тому, что дискриминацией называют любое вообще указание на какие-то гендерные различия, кроме какой-то позитивной дискриминации. То есть, в каком-нибудь даже максимально нейтральном контексте ты просто там, типа, не знаю, про бегунов тех же говоришь, и все это дискриминация. Потому что все, все уже просто выучили по этому ебаному твиттеру, по этому ебаному клиповому мышлению и прощению любых вообще. И без того, как бы, простых диалогов, да совсем уже какого-то инфантильного, примитивного уровня, что, типа, блядь, раз заговорили... О патриотизме-то проворвались. Нет. Раз заговорили о полах, то все, это дискриминация. Поэтому, ну, я не знаю. Спасибо, отличный вопрос. Они социально значимые, статистически значимые различия, разумеется, существуют, и они... Но ведь они социально значимые тоже. А связанные с самым разным... Ну, типа, знаете, как в тем обществе, в котором мы живем, которое построено понемногу устаревшим все еще актуальные модели, когда, знаете, типа, кто-то может обеспечить продолжение рода и восстановление популяции, а кто-то нет. И поэтому, знаете, кто-то быстрее, кто-то сильнее, и кто-то, типа, expandable, sorry for my, bilingual English. И поэтому кто-то идет на войну, а кто-то остается дома, ну, типа, вот-вот... Вот эта вот модель. ...количеством факторов, какой-то из них действительно может быть общественным давлением, и в этом совсем не обязательно есть что-то плохое, какой-то из них связан с биологическими факторами, какой-то из них связан... И я здесь процитирую саму Зарину, у Зарина был такой замечательный твит, что она сказала, что вот, да, действительно... Сейчас процитирую этот твит из Зарины. ...женщины занимаются математикой меньше мужчин, потому что они предпочитают заниматься вещами, в которых они еще более замечательны. Я абсолютно согласен с этим тейком. Почему? Потому что, действительно, женщина открытой дороги, которая не открыта дверь, которая не открыта мужчинам... Ну, ладно, окей, неплохо. Нормально, нормально. Забираю назад свое замечание. Он хорошо сказал. Если бы Зарина еще помнила все то, что написала... ...частую совершенно нормально, что поставленный перед выбором, перед которым не все мужчины стоят, женщина выбирает какую-то другую занятость, выбирает какое-то другое приложение своих сил. И это прекрасно, это хорошо, и это является статистически значимым различием между мужчинами и женщинами. Это, разумеется, не должно приводить никакой дискриминации, но по дискриминации мы понимаем одну конкретную вещь. Не гарантию того, что вы будете нравиться всем, не гарантию того, что вас не будет никто критиковать, а гарантию того, что вы перед законом будете равны. Нормально, нормально. Вот, наконец-то, блядь, он заговорил о максимально правильной вещи, о том, что такое вообще дискриминация. Потому что это просто какая-то простейшая ловушка дискриминация, травля, буллинг, когда ты просто называешь это слово и всё. Как бы на тебя спускают всех совок, потому что ты поддерживаешь дискриминацию. При этом никто не говорит, что такое дискриминация, травля, буллинг. Ты всё, ты сознал. Молодец, Светов, но нужно было бы, на самом деле, нужно было бы с этого начинать. То есть, реально, как бы нет определения, нет разговора. Вот, как у меня было собросимое. То есть, она не хотела говорить, что такое травля, я не хотел в целом даже называть это слово, потому что, ну, типа, ну, я тоже работал журналистом, просто. Это, я буду выступать всегда, именно за это в своё время когда-то топили феминистки, к сожалению, сегодня... Да, Андрей, я ему некоторые вещи подкидывал, собственно, ты ему посоветовал купить книгу. Но он неплохо с неё зашёл, но можно было лучше. Хотя, опять-таки, я сам не знаю, как я бы повёл себя на этих дебатах, у меня бы, наверное, просто начало жёстко пердак рвать, когда Базалина начала свои эти заходы про счастье, вот, поэтому, возможно, я бы, я бы, я бы просто не сдержался и словил бы техническую дисквалификацию. Нет, меняется. Нет, никакой дискриминации это оправдывать не может. Но это не значит, что между мужчинами и женщинами не существует разницы и что эту разницу нужно каким-то образом искусственно уничтожать. Нет, не нужно. Вопрос за Линя. Как твой тезис о том, что женщины не могут добиться уважения к себе, если они не соответствуют псевдо-стандартам красоты, соотносятся с тем, что исследования говорят, что в российских компаниях успешные женщины стремятся выглядеть предельно нейтрально. Здесь, как я говорила, суть... Нужно было добить, опять-таки, соотносятся ещё с тем, что у тебя как бы бизнес есть и ты вроде как известная. Не в том, чтобы женщина была или не была привлекательной и кому-то, вернее, с точки зрения, так скажем, по тарахальному обществу была одобряема по внешности, да, суть ещё рассказала в том, что, чтобы женщины научились воспринимать не по внешности. Почему в российских компаниях? Потому что в российских... Всех воспринимают по внешности, это нормально. ...в таких компаниях, как я сегодня говорила в самом начале своего выступления, во-первых, существует гендерный разрыв, статистический, как говорит Миша, и не оспаривает. Вот, и существует ещё такая проблема, как... Да... Не так легко использовать слово статистический, при этом никакой статистики ни у кого на руках нет, то есть просто, типа, статистический. Звучит... правдеподобно, я в это верю. И чем ты будешь более сексуализированно выглядеть, и чем ты будешь более ярко выглядеть, это окончательно не будет как профессионала воспринимать. И, конечно, неудивительно, что они стараются выглядеть нейтрально. К тому же, в компаниях существует ещё и дресс-код, чаще всего. В российских тоже он существует. Поэтому это абсолютно легко объясняется. Тут суть в том, что не в том, что феминистские хотят, чтобы все были некрасивые, или там, как это принято думать, а в том, чтобы женщины, в принципе, перестали воспринимать исключительно по внешним параметрам, чтобы её начали воспринимать что, например, женщин-руководители воспринимают хуже, чем мужчины. Их воспринимают либо как очень злобных сучек, вот прям вот так, либо слишком мягких и податливых. Это вот гендерные скажи. А что, если женщины-руководители это либо очень злобные сучки, либо мягкие и податливые? Типа, первые туда пробились сами, реально пройдя через все круги ада, и тут вопросов нету. А вторых, туда поставили за красивые глазки или возможность, типа, ебать пусси под рукой. То есть, ну, блядь. Ну, у меня на самом деле вопрос к Золине есть еще со времен моего просмотра её передачи со Световым. То есть, мне реально было бы интересно вот как-то, а как она вообще работала? Она же не сидит там на грантах, там вот как Ника, которая там очень мало поработала на самом деле. Просто я работал на разных работах, я видел много. У меня были начальники женщины. Я видел разные ситуации. И мне вот реально очень интересно вообще послушать, как её жизненный опыт работы и достигание какого-то успеха в медиа довольно злой, блядь, не наезжу слово токсичной, ну, пускай бы токсичной медиатусовки, типа, как это коррелирует с её охуительными взглядами, как когда она... Хотя бы спасибо, что здесь она не стала в третий раз повторять свой этот тейк из книги, которую она говорила ещё Пожарскому и Светову, о том, что в бизнесе, оказывается, к мужчинам настолько лояльно относятся, что, типа, когда мужчина забухал и не вышел на работу, ему говорят, блядь, так мы ж мужики, ебать, мы ж, типа, мы чё, блядь, мы бухаем, баб ебём, на работу хуй кладём, всё нормально, братиш, тебе выходной, вопросов нет. Вот эту хуйню она два раза говорила, то есть я думал, она сначала нажралась и просто по пьяни хуйню спизданулась, каждым бывает, у Светова и Пожарского, но потом я увидел эту же телегу дословно в её книге, то есть как бы, вот как это соотносится с её рабочим опытом? Потому что как бы я, как человек, который работал в разных структурах, я видел женщин-начальников и как бы были те, которые были охуенными специалистами, у которых реально было круто чему-то поучиться, были те, которые пробились, как бы, ну, со стороны кажется, что жёсткая сука, по факту, она типа самый дисциплинированный человек в команде, она единственная, кто могла навести порядок среди распиздяев, потому что я же тоже работал в медиасфере, поэтому там все творческие распиздяи, и как бы поэтому как бы у неё было объективное конкурентное преимущество, потому что, ну, типа, на неё можно положиться и похуй, что она там всех грызёт, начальник вообще насрать, типа, главное, чтобы работа делалась, она при ней делается, поэтому её поставили, то есть заслуженно. А также были те, кто получали охуительный карьерный рост, когда приходили на какую-нибудь червпидорскую должность, типа, техподдержку, знакомились потом с кем-нибудь из рангом повыше людей, и у них начинался потрясающий и удивительный карьерный рост, внутри компании. Поэтому, как бы, ну, можно ли собрать объективную статистику, которая бы показала по всем компаниям, во всём мире, во всех странах, во всех городах, во всех отраслях и во все времена соотношение, вот-вот, типа, заслуженных должностей и незаслуженных? Я не знаю. Боюсь, что, боюсь, что такую статистику в принципе невозможно собрать, а обсуждать это можно бесконечно. И гораздо реже женщин-руководительниц воспринимают как просто правых в чём-то. Типа, даже если она права, всё равно скажут, вот дрянь, вот стерва. Вот, это такое гендерное искажение, ничего не подержишь с этим. Но, и этим подскажем, это не значит, что тебе нужно будет быть красивой и некрасивой, а это значит, что это вообще не должно в твоей профессиональной жизни ничего, никакого значения иметь. Красивые тысячи... Оно дело так относиться к старожилам либо к незаменимым сотрудникам, потому что как бы и те, и другие находятся в позиции типа диктования каких-то правил. У Залины в телеге была речь именно о том, что вот условный мужик и женщина прогуляли, но типа женщина там по... Ей нужно было детей кормить или ещё что-нибудь, а вот мужик, вот он именно забухал, потому что он мужик, а мужики бухают. И вот начальство такое, блядь, ну, сука, был бы ты бабой, мы бы тебя не простили, но раз ты мужик, блядь, мы бухаем, при том, что у неё со мной какой-то околобизнес, то есть, ну, как бы, она сама так у себя делает, ну, то есть, что это нахуй за бред, блядь, такой? С точки зрения или нет, понимаете? То есть не должно быть так, что, собственно говоря, ну, всё, ты некрасивая или ты слишком красивая для этой должности. У меня было абсолютно... Ну, как бы, на самом деле, это правда. То есть, опять-таки, мой предыдущий ролик, предпредпоследний ролик с историями харассмента от минских зумеров, все очень сильно возбудились на историю из ресторана, она, на самом деле, очень сильно показательная, потому что, ну, как бы, блядь, в сфере обслуживания твоя внешность, твой внешний вид, это просто один из объективных показателей твоей работы. И поэтому, ну, как бы, да, типа, если ты выглядишь не так, как от тебя ждут в этом заведении, то это не угнетение, и это не дискриминация, просто, как бы, ну, вот хочет заведение нанять, там, не знаю, карликов, например, как Дом Легенд во Львове, где все официанты это карлики, я не знаю, какой предкорректный термин для карликов, поэтому, сорян, если я видел, ну, типа, или пут, я не знаю, там, или, 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 вот, где-то нужны там девочки с короткой стрижкой, где-то нужны сисястые девочки, где-то нужно, как в Хуторс в США, типа, ходить в бикини с большими сиськами, то есть, ну, типа, блядь, если ты не хочешь так работать, то просто не иди туда работать, тебя никто не заставляет, но у Залины, как всегда, это вот тема, вот то, о чем я говорил, когда, как только идет речь о каких-то гендерных различиях, то это сразу приравнивается, типа, что это угнетение, то есть, блядь, обратная история, это вот было в московской прогрессивной компании, я работала руководительницей, у меня была девочка в подчинении, она была очень талантливая копирайтерка, и она была слишком модельный внешний, очень красивая, конвенционально красивая, еще как, она была и есть, лоба, куда ей было первое, вот, но произошла интересная штука, значит, я была таким промежуточным руководителем ее, а надо мной стал генеральным руководителем, и вот. Надеюсь, эта копирайтерка и была никого, вот, она как раз копирайтером работала. Козам, да? Мужчина. Кстати, я тоже копирайтером работал. Сборище червей пидоров, копирайтеры хуже, копирайтеры уже дальше некуда. Два. И что произошло? Я захотела ее повысить, только уеденец отдела, потому что мне уже нужны были вторые руки, и я хотела там предзаняться другими делами, и, ну, а мы помним, что она конвенциональная слишком миловидная, и мне эти два руководителя мужчины в прогрессивной московской компании, как ты говоришь, Миша, реальная история, раз ты не веришь в статистические данные, я расскажу тебе личную историю. Говорят, Залин, ну, слушай, она не может быть талантливым копирайтером и руководителем, она же просто, ну, девочка красивая, Залин. Вот, и мне приходилось ходить, целый месяц, показывать ее тексты, ее работы, без ее фотографий, чтобы доказать, что она реально крутой специалист. Ну, вот так сложилось, что она еще и красивая. Ну, блин, вот такое проклятие. Не повезло. Не повезло, да, так что и с этим, в том числе, нужно просто, да, это тоже объективация и сексизм, да, вот с этим... Ну, ситуация неприятная, но, как бы, блядь. Ну, в частных конторах постоянно происходит всякая хуйня, но, как бы, опять-таки, в этом смысл частные конторы, это нихуя не нормально, ну, если мы верим, но слово Залин, потому что, как бы, я не знаю, звучит как-то, уж простите за недоверие, но как просто фанфик из фемпабликов, типа, она слишком красивая, чтобы ее повысить, типа, ладно бы ее там, не знаю, наняли секретарши, чтобы она просто радовала глаз, ну, типа, она копирайтер, но она слишком красивая, потому что у копирайтеров довольно объективные оценки, там, типа, эффективности, то есть, вот там, все вот эти вот там переходы по ссылкам, которые вы вставили в тексты, ну, я не буду говорить, что это 100% пиздеж, странная ситуация, скажу так, странная, как человек, который работал копирайтером, странно, плюс, типа, то, что она хороший копирайтер, не означает, что она будет хорошим руководителем отдела, но как бы, окей, даже если я принимаю это все на веру, не буду, так сказать, газлайтить и мэнсплейнить, то, блядь, в частных компаниях постоянно происходит хуйня, на то они и частные, однажды, я не помню, рассказывал эту историю на стриме или нет, я работал в фирме около 10 лет назад, наш начальник стал кришнаитом, и он начал нанимать на разные должности людей из своей кришнаитской церкви, которые были, наверное, хорошими кришнаитами, но не очень хорошими специалистами, и отпугивали клиентов, а еще я пришел к нему однажды получать зарплату в конверте, он мне выдал зарплату и начал настойчиво предлагать купить книгу кришнаитскую, и как бы по феминистической мальчасти, особенно если я был женщиной, я бы, блядь, мог бы охуительный пост накатать о том, как эта динамика власти не позволила мне сказать нет, это было экономическим насилием, и он знал, и вас, нет, он просто, типа, немножко поехал тогда головой и всем предлагал купить книгу, и я просто сказал, нет, типа, спасибо за зарплату, я ее, правда, заслужил, поэтому, как бы, это, блядь, мои деньги, но книгу я не куплю, и какой вид это угнетение, ну, это не какой-то частный бизнес, типа, в этом его и суть, ну, блядь, ну, дерьмо случается, я не знаю, я на автомойке работал, мне нужно было мыть контейнер, на котором были останки коровы, типа, там была фура, она сбила корову, кабина под замену, контейнер остался, и вот, вот, когда ты снимаешь кабину новую с фуры, там, там вот остатки коровы, это было максимально неприятно, но, ну, типа, блядь, ну, это моя работа, ну, ну, я не мечтал о том, чтобы отмывать от коровы контейнеры, ну, ну, блядь, ну, и чё, и пошло всё в писту. Борется, чтобы человека, неважно, конвенционально красивый он, большая у него... спасибо, Андрей Иванов, я видел, что кидал, я потом опубликую, просто у меня странная модель разбора предложки. Большая у него грудь или нет, или там жопа, чтобы вы воспринимали как профессионала, а не как тёлочку, с этим и работает феминизм, собственно говоря. Вы постоянно говорите о том, что феминистки должны, почёрнуто, ехать в арабские страны или ещё куда-то, где проблемы у женщин реальнее, чем в России, в Москве, в Европе, где-то ещё. Почему тогда вы не... Не поедет вы? Почему тогда вы не шеймите либертарианцев за то, что они не едут решать более реальные проблемы свободы в Китае, например? Почему вы позволяете... Потому что философия либертарианства в целом, как бы, более частная, типа, блядь. Что-то я не припомню, чтобы Светов претендовал на то, чтобы исправить весь мир. Он, наоборот, как-то борется за частную свободу, а, типа, всё остальное гори, блядь, синим пламенем. Что за тупые вопросы? ... людям бороться а других шеймите за отсутствие борьбы за свободу чужую. Каждая женщина... Чем кончилась история с кришнаитами? Ну, как бы, рано или поздно наши пути с той компанией разошлись. На самом деле, она существует до сих пор. Дела пошли на спад. Во многом, конечно, думаю, из-за и кришнаитов, но и просто времена сменились. Типа, сытые нулевые кончились. И, как бы, вот и всё. Ну, и я жив, и компания жива по этому, и тот человек жив, и вроде как даже не так сильно фанатеет. Может бороться лично за себя. Спасибо большое. Мне нужно обратить внимание, что я вообще-то вернулся из страны, в которой всё очень благополучно, в Россию, да, и приехал бороться именно сюда, потому что я люблю Россию, я являюсь её гражданином. Так что я этот выбор для себя сделал, этот выбор был не самый простой. Никто, разумеется, никому не должен. Это то, что я пытаюсь объяснить феминисткам, и то, что совершенно не требуется объяснить. Ну, нет, не совсем. Ну, типа, тут как бы вопрос, на что ты претендуешь. Фемки постоянно претендуют на то, что они знают всё про всех во все времена. Как бы, они же не претендуют на построение какого-то частного, частного общества, частной общины со своими правилами. Они постоянно учат жизни других, поэтому к ним вполне нормально применять эту фишку про, а чё же вы не поедете в Арабские Эмираты, как бы, они очень сильно от этого злятся. А если ты не претендуешь на то, что ты хочешь там что-то исправить, то а чё к тебе приебались-то? Ну, то есть, типа, что Светов обещал что-то в Китае когда-нибудь улучшить? Ну, я такого не припомню. Это Залина, блядь, говорит, что библию феминизма написала, что вот там у неё статистика, она знает, как лучше, вот там, типа, 6,4 или 64% прибыли, вот как бы, вот-вот, сейчас поменяем, сейчас мир исправим. А тут как бы, очень отстойный вопрос. Нет, не разумеется, каждая женщина должна бороться за своё благополучие. Я просто обращаю внимание... Нет, история с кришнаитами, естественно, не из варгейминга. Это было до него. Когда вы начинаете бороться за привилегии вместо прав, когда вы начинаете бороться за контроль над властью, и сами становитесь властью... И, кстати, да, Залина технически, после технической дисквалификации, технически она уже проиграла в дебатах, потому что она реально согласилась. Тема же была какая, борьба за права или за привилегии. Она технически согласилась с тем, что она выступает за привилегии, поэтому, ну, как бы... Она вроде как проиграл, получается. ...надержать в голове, а чем это вам аукнется? Потому что это аукнется репрессивным аппаратом, который в какой-то момент поменяет руки и попадёт под контроль людей, которые будут его использовать уже против ваших интересов. И это мысль, которая должна постоянно маячить у вас в голове. Разумеется, никто никому не должен. Когда я произношу, что фуминистки должны, это фигуры речи, к которой я пытаюсь донести мысль, что, ребята, если вы хотите женщинам помочь в России, если вы хотите... Если у вас действительно судьба женщин, а не ваша личная волнует, то есть страны, где всё обстоит гораздо хуже. Я, кстати, готов поспорить с тем, что в Китае хуже, чем в России, честно говоря. В России всё довольно плохо, а в Китае хотя бы экономика растёт. Поэтому, если вас интересует собственное благополучие, вы всё правильно делаете. Если вы защищаете интересы женщин, то вы делаете всё совершенно не так. Залини. Да. Закон о домашнем насилии позволит полиции разлучать членов семьи. Мы точно доверяем людям, подбрасывающим наркотики, достаточно, чтобы пустить в семью. Есть ли гарантии, что первый ордер и последующий понесут в семьи неблагополучные, а не в семью Навального, Соболь, Жданова, ну, их сторонников? Хороший вопрос. Хороший вопрос, спасибо. Даже отличный. Я на него, правда, много раз отвечала. Отвечу ещё раз. Смотрите, любой закон, включая потрясающий закон о том, что каждого можно пристать иностранным агентам, может прийти к Соболь, к Навальному и посадить их просто так и ни за что. Любой закон, который у нас уже есть и был ещё задолго до обсуждения закона о домашнем насилии. Поэтому с этой точки зрения я бы не стала опасаться, потому что у нас очень много классных статей типа 282-й, так называемых классных, в кавычках. Может, не будем вводить новые? Да, не, 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 я сейчас объясню. Я к тому, что нужно здесь бороться скорее с вот этими законами, которые уже во всём работают, а вот закон о домашнем насилии это с этой точки зрения очень спорное утверждение, потому что нет, разлучать в семье он не будет. А я вам скажу следующую вещь, что как раз проблема в чём, собственно, заключается в домашнем насилии, что, во-первых, женщина обращается о том, что её избивают только после седьмого избиения, как правило. Вот. И, как правило, когда она решается уйти, потому что все спрашивают, почему женщина не уходит, её убивают именно тогда, когда она решается уйти. Закон о домашнем насилии нужен для того, чтобы с одной стороны женщина не погибла, с другой стороны как раз мужчина не сел. И поэтому нужно предписание о том, что ты не можешь приближаться к тому, кого-то избиваешь. Понимаете? Поэтому в данном случае с насильником и избивающим тебя человеком, к сожалению, нет иного способа, кроме как создать женщине возможность куда-то съехать на время, пока они там разводятся, разбираются или что-то ещё делать. Для этого и нужно закон о домашнем насилии. Текущее законодательство, текущие законы вообще не решают эту проблему. Более того, они не решают не только домашнее насилие, а в принципе я не знаю. Ну я не знаю, ты же так любишь Михаила Пожарского, и он считает, что решает. Just saying. Заявление об изнасиловании даже не принимают. Самое последнее о том, как они работают с заявлениями, случай был с экс-девушкой расчленителя Соколова, которая написала заявление о том, что он её жестоко избил, но это заявление никакого эффекта не возымело, а теперь мы уже... Мне нужна помощь чата. Она правильно говорит или это она путает и упоминает про ту статью в московском, по-моему, комсомольце, которую или там в комсомолке, которую педалировал маэстро про предыдущую девушку, там, где были пытки утюгом, или реально Ещенко писала заявление его. Просто я не знаю, поэтому если кто не знает, пожалуйста, проясните ситуацию. Да, Бобби, я знаю, куда смотреть. Окей, я этого не знал. Ага, пишут, что Ещенко не писала. Так писала или нет? Ладно, я постараюсь быстренько погуглить. Ещенко заявление. Вот пишут, что Соколов говорит, что убил накануне подачи заявления в ЗАГС. Не знаю, гуглится только заявление в ЗАГС. Боюсь, что Залина путает. Не буду утверждать точно, но я не смог нагуглить. Да, окей, окей, я понял. Хорошо, молодец, Залина. Она не про Ещенко вроде, ну-ка. Возможно, я уже ошибаюсь, давайте подмотаем. Способы, кроме как создать женщине возможность куда-то съехать на время, пока они там разводятся, разбираются или что-то еще делают. Для этого и нужен закон о домашнем насилии. Текущее законодательство, текущие законы вообще не решают эту проблему. Более того, они не решают не только домашнее насилие, они в принципе заявления об изнасиловании даже не принимают. Самое последнее о том, как они работают с заявлениями, случай был с экс-девушкой расчленителя Соколова. А, да, да. Она все правильно сказала, экс-девушкой, да. Которая написала заявление о том, что он ее жестоко избил, но это заявление никакого эффекта не возымело, а теперь мы уже знаем о том, что он свою следующую пассию расчленил. Именно так это и работает. Поэтому, учитывая, что они не принимают заявления вообще серьезно, они вас не воспринимают ни изнасилование, не то, что изнасилование в семье, то есть, может, они точно не считают изнасилованием. А на улице очень часто... Ну, если бы Залина почаще читала своего любимого критиком за пределы Твиттера и Москвы даже, то, что видят обыкновенные сельские следователи, блядь, каждый день не снилось и в самых страшных кошмарах, и поэтому... Ну, как бы... Всякие ситуации бывают, но... Если бы они сажали всех по первому заявлению, то, типа, уже все бы и сели. Ну, это максимально неприятная тема, типа, чтобы о ней говорить снова. Короче, все это было у Пожарского, боюсь, тут Залина пропустила, но как бы... И зачем декоремизацию делали, и почему она на самом деле помогала, то есть, ну, это просто специфика пиздеца, то есть, ну, не нужно забывать, что большинство насильственных преступлений совершает, как бы, довольно маленькая прослойка общества, но совершает их прям регулярно, и поэтому... Если как-то делать законы, ну, не то, что либеральными, какими-то более... прогрессивными, что ли, ну, короче, они совсем перестанут работать, и там... Типа... Ладно. Не принимают заявления, или там, не дают ход этому делу, или заставляют женщину, как я уже говорила, пережить второе изнасилование, доказывать 1500 миллионов просто, и действительно изнасиловали. Ну, я не говорю, что это хорошо, это совершенно точно нехорошо, но это просто, типа... Это пиздец, это мир пиздеца. Типа, мир изнасилований, кида, к тебе приходят постоянно, максимально со сложными делами, там... Ну, ладно. Вот. Поэтому переживать, что кого-то разлучат, или используют этот закон во зло, а не во благо, это в данном случае все-таки меньшее зло, чем любой закон, который уже используется против людей и множит нам политзеков. Уже таких законов достаточно. Меня в этом смысле больше беспокоит закон об иностранных агентах, например. Вот. По нему точно все могут сесть. Вот. Поэтому я бы не опасалась с этой точки зрения закона домашнего насилия. Хорошо. Я вижу, Николай хочет ответить. На этом последнем в заключительном слове это будет ответ. Миша Свету. Согласен ли ты с тем, что компании отбирают часть зарплаты у женщин из-за того, что те могут уйти в декрет? Как ты к этому относишься? Чё, блядь? Я считаю, что это является фактором. Я не вижу в этом серьезной проблемы, потому что в противном случае вы позволяете государству диктовать условия организации труда и получаете ту самую систему, про которую, кстати, Залина не так давно писала, когда она писала о том, как против женского трудоустройства собственно поработал минимальный размер оклада труда, поработали, собственно, декретные отпуска, которые посылали экономические стимулы, которые не позволяли корпорациям нанимать женщин, потому что это было экономически невыгодно. Поэтому, если женщины хотят находиться в этом, собственно, и заключается. Да, кстати, это эпик гейминг момент, потому что это статью, её там то ли на неё ссылался, то ли даже написал её пожарский, лучше друзья там, типа девушек, это рынок, как-то так она называлась. Её репостнула Залина с восторгами, и там её в комментах прямо начали хуесосить, что, мол, типа, бля, ты статью-то читала, там, типа, это вообще-то типа узкоспециализированная критика, там, типа, капиталистических феминисток, там, левых феминисток, или наоборот. Я не помню, меня заскринин, это будет в видосе. И, типа, чё ты-то радуешься, как бы, причём здесь это? Она там написала, что вот, мол, блядь, если вы там не можете говорить хотя бы так, короче, не знаю, но было бы очень, вот, вместо этого абстрактного вопроса про какие-то твиты, было бы максимально интереснее послушать ответ Залины, как человека, который, опять-таки, включён в бизнес какой-то, то есть, не наёмный работник, потому что, ну, когда ты наёмный работник, как бы, очень легко впрягаться за все вот эти вот требования, оно, как бы, кажется максимально справедливым, а вот как человек, у которого есть какая-то доля в бизнесе, там, или была, как минимум точно была, вот, что она вообще думает о том, вот, вот, что вот вроде бы женщины, да, нужно поддерживать, но при этом декретный отпуск, который наслаждается государством, и, как бы, и ты специалиста теряешь на несколько лет, и ты обязан сохранить его рабочее место, и какие-то выплаты ему делать, по крайней мере, у нас в стране, не знаю, как там, в других странах, у нас, типа, сначала платит работодатель декретный, там, все эти пособия декретные, а потом ему возвращает государство, но между двумя этими моментами во времени, во-первых, ты, типа, средства теряешь, которые ты мог бы в оборот пустить, во-вторых, типа, рубль может в очередной раз наебнуться, и ты еще, как бы, на курсе потеряешь, и, вот, и это все прямые убытки бизнесу, которые направлены, как бы, на поддержку женщин, и вот, как Залина вот это прокомментирует, то есть, ну, вот, как она не видит разницы между работником мужчины и женщиной, то есть, вот, как она не будет впадать, вот, знаете, вот все эти проклятые патриархальные стереотипы, что, вот, мол, не берут девушек на работу, что, ой, да она же в декрет уйдет, вот, как бы, а вот тебя это ебет, проклятый унитатель, ну, как бы, прямые убытки бизнесу будут, и понятно, что это не круто, неприятно девушке, но, а с другой стороны, ну, а владельцу бизнеса тоже нести прямые убытки тоже совершенно не круто, и хорошо, если у него есть желание и возможность все-таки, типа, убытки понести, и набирать, кого он хочет, и отправлять кого угодно в декретный отпуск на два-на-три года, а если он просто не может, если он от этого закроется, если от этого потеряют рабочие, давайте сгустим краски, потеряют рабочие места другие женщины, там матери-одиночки, у них дети умрут от голода и холода, вот, и как бы, вот это вот был бы максимально интересный вопрос, вот, потому что, когда ты перестаешь быть наемным работником, открываешь свое дело, ты это видишь совершенно с другой стороны, но, к сожалению, вопрос не был задан. гендерное различие между мужчинами и женщинами, и одна из причин, да, почему в каких-то ситуациях женщины оказываются в менее выгодном положении, но в каких-то ситуациях оказываются в более выгодном положении, совершенно нормально, что эти выгодные и невыгодные положения для мужчин и женщин находятся в разном. Я не специалист в декретных отпусках, но у нас, по-моему, как меню можно на два года, по-моему, если не на три, но типа на два, так точно. Вроде можно на меньше, но опять-таки, понимаешь, ты не можешь заключить контракт, который заставит тебя нарушить закон Республики Беларусь, то есть, ну типа, закон выше контракта, поэтому можно на словах сказать все, что угодно, но как бы по закону можно уйти в декрет на максимальный срок, тебя никто не может из декрета выгнать, тебе производятся выплаты, и самое главное, за тобой обязаны сохранить рабочее место. А что, если за это время рабочее место уже не актуально, или его нужно было занять, и его уже заняли, то есть, ну типа, место сохраняется, уволить, потому что, типа, работник больше нужен, ты как бы не можешь. За все это спасибо большое социальному государству. И как бы, ну и... Ну типа, это просто прямой конфликт интересов. Ну, а саму проблему, саму проблему, что факт возможности женщины выйти в декрет, те убытки, которые в этой ситуации корпорация понесет, разумеется, является фактором, который не позволяет корпорации в какой-то ситуации нанять женщину и предпочесть мужчину, да, и именно это заставляет женщину больше бороться за какое-то рабочее место, чем мужчину, да, это те самые биологические факторы, которые действительно делают нас разными. Но это проблема, которую невозможно решить с помощью государства. И та проблема, которая существует на рынке трудоустройства, она сегодня компенсируется с помощью государства и компенсируется таким образом, который женщина только закрепощает в том самом быту. Каким образом? Через материнский капитал, через привилегии, которые женщина получает за то, что выполняет, собственно, женскую функцию, то, что можно, то, что сегодня в Думе так называют, да, и это приводит к закрепощению женщины, как раз за нераскрепощению, попыткам бороться против вот этой вот разницы полов с помощью государственных вмешательств. Это не работает. Это то, против чего я выступаю. Заления. До какой степени... Но, Светов, может быть, с этим и борется. Он опять-таки спросил большинства простых женщин, будут ли они рады тому экономическому раскрепощению, которое им сулит либертарианская партия России, что типа, мол, нахуй декретные отпуска, чтобы вы могли, наоборот, влиться в прекрасный рыночек и конкурировать наравне с мужчинами. Они как бы, ну, боюсь, будут не очень рады. Это, к слову, о том, что как бы... Планировать-то можно все, что угодно, но... Какие из этих решений тебе удастся протянуть при честных, открытых, свободных выборах? Допустим мы государственное вмешательство в те семьи, где происходит патриархальное воспитание. Ну, патриархальное воспитание, это, если имеется в виду непосредственно насилие над детьми, где детей воспитывают с помощью насилия. Давайте начнем с того, что... А то я тут получаю такой какой-то защитник государства на фоне Миши. С помощью нашего государства никакие проблемы нельзя решить. Окей, про Россию не знаю, я говорю про РБ конкретно. Здесь как бы точно можно несколько лет. Два или три не уверен, но точно можно два взять декрета именно с сохранением рабочего места и именно с выплатой, которая производится сначала от работодателя, а ему это потом уже компенсируется государством через некоторое время. Если вы хотите этого слышать, с помощью нашего государства никакие проблемы мы не решим. Окей? Давайте, чтобы внесем сразу здесь понимание. Я разговариваю с точки зрения, знаете, такого идеалистического государства, которое у нас бы могло бы быть или будет, возможно, если кое-то не сядет в тюрьму после этой передачи. Вот. Да. Так вот, в этом вот теоретическом государстве, где социальные органы не используются как карательные, а извините, но у нас, и мои вины в том, что у нас любой орган, в том числе опека, используется как карательный орган, это не моя вина. Это вина системы, с которой мы в том числе и боремся. Вот. Поэтому как карательную систему можно использовать абсолютно любой инструмент. Абсолютно. У нас все карательное, медицина тоже карательная. Все карательное. Поэтому, до какой степени можно вмешиваться в нормальных, в нормальных, и об этом есть огромный материал на проекте, почитайте, я его, кстати, выкладывала, как раз, анализ работы органов опеки. Во-первых, конечно же, там жукоткая бюрократия существует, на одного работника приходится тысячи и тысячи детей, и очень печальная статистика, что несмотря на то, что эти работники опеки приходили в несчастные семьи не один раз, дети все равно там погибли. Заня то, что за ними не присматривали, либо ребенок ушел, его изнасиловали и убили. И там приводится статистика, она вся очень печальная. То есть на сегодняшний день органы опеки абсолютно неэффективно работают, об этом есть целый большой материал, можете почитать. Вот, поэтому, конечно, если мы починим какие-то основные, фундаментальные вещи, да, в работе, в исполнительной системе, в государственной системе, то, соответственно, если законы перестанут, все законы используются, как карательные, то ничего плохого в работе с органов опеки быть не может. То есть в нормальных странах, где они работают, то нет такого, что у тебя забирает ребенка из-за того, что ты на него там накрестил. Из-за того, что ты отказался признавать смену гендера твоим пятилетним ребенком и последующий трансгендерный переход, да. Такого тоже совершенно точно не происходило, по-моему, в Великобритании. То есть это все на самом деле мифы и таких реальных случаев, там, может быть, ну, я не знаю, один раз... Блядь, ну... Ну она же старше меня. Она, возможно, даже старше Светова. Как можно жить в таком манемире? Типа... Я понимаю, я был пиздюком в 90-е. Я был уверен, что на Западе, типа, все пиздато. И ничего плохого нет, потому что Запад это телевизоры, фильмы, которые показывались по телевизорам, там, Шварценеггер, вся хуйня. Но, как бы, блядь, вот серьезно верить, что вот в нормальных странах, которые совершенно точно существуют, типа, органы опеки никак, никогда не могут быть использованы во зло и как бы как карательное. Ну, типа, я даже не знаю. ...вышла за несколько лет. И то все это очень спорно. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь стоит опасаться. И опять же, даже сейчас, когда у нас этот орган можно использовать как карательный, его пару раз уже попытались против оппозиционеров, там, якобы отобрать у них детей, но не отобрали, слава богу, но попытались. Вот. Уже пытались использовать сейчас в России, все равно не отобрали. Вот. Скорее, ну, то есть, он, в принципе, этот орган не работает, но он бы мог реально нормально работать и спасать жизни детей. В идеальном варианте. В чем вы видите гендерную дискриминацию в вопросе обязательного призыва? Где тут женщины угнетают мужчин? Последний раз, когда я проверяла, это делали мужчины с мужчинами. Ну, во-первых, то что предположил их гендер? Женщины выгодополучатели угнетения, потому что там, где мужчина дает год до своей жизни и... Да, она старше меня. Мне всего-то 29, я просто плохо выгляжу. А за линия... А давайте загугнем, сколько ей лет. И, по-моему, около 35. Почему какая-то хуйня гуглится на июне? А. Оу. Ну да, вот ей почти 35, ей... Она 86-го года, на 5 лет меня старше. Вот. Поэтому... Она... Вот прям трубу умер. Вот. 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 Выгодополучатели этого репрессивного аппарата, против которого борюсь, в частности, я. и вот здесь вот прозвучала реплика, я заодно использую, возможно, с возможностью ответить немножко, да. То, как это формулирует Зарина, получается, что вы боретесь за место надзирателя, да. Плохой режим — это который контролируют мужики, хороший режим — который контролируют женщины. Потому что закон Зарины — это то, что я пытаюсь объяснить феминисткам, то, что я пытаюсь объяснить, в принципе, всем людям нелибертаренских зверянов. Это, в принципе, всегда карательный орган. Когда вы позволяете вмешиваться в семью, неважно, кто контролирует это вмешательство, это карательный орган. Потому что вот эта вот махина государственная, она вмешивается в вашу личную жизнь. И это должно приводить тебя в ужас. Не какой-то посторонний мужчина, с которым ты свободен, абсолютно свободен, что бы ты ни рассказывал про пратриархальное там кодирование и так далее, абсолютно свободно не вступать в отношения. А реальное государство, которое придет к тебе в жизнь с дубиной, да, и ударит тебя ей по голове, разрушит твою семью. Что она это сделает в России? Что она это сделает в Германии? Да, какое количество в Германии таких примеров, когда уже симпатичное тебе, видимо, западное правительство приходит в консервативные семьи и отнимает детей, которые получали, например, домашнее образование. Для меня это личная история. Я получил домашнее образование. Это что-то, что в обществе, где функционируют органы, так, как это хотел я бы видеть, в частности, Залина, мне было бы недоступно, меня бы отняли у моей благополучной семьи. Дело не в том, хорошее государство или плохое. Дело в том, что когда у тебя есть дубина, всегда найдется кто-то, кто-то и воспользуется. И мне не симпатично никогда ей пользуются феминистки, никогда ей пользуются те, кого бы я так называла патриархальным обществом и так далее. Давай мы будем бороться против этой дубинки. Вот это страшно, а не за женскую власть. Я повторяюсь, но это прям мысль, которая... Нормально, нормально. Хорошо ответил. Еще балл Светлова. Пытаюсь отнести, и уж там много. Спасибо. Существует статья 117. Ну, опять-таки, это легкий балл, потому что у Залины максимально инфантильная позиция о том, что... Вот сейчас мы, короче, наебнем всех патриархалов и построим идеальное общество, и все будет работать хорошо, и никогда ничего плохого ни с кем не случится, и вот-вот-вот-вот оно. Ну, то есть, как можно в это верить в 34 года, я не знаю, или как можно быть настолько недальновидной, чтобы вслух это озвучивать, то есть, ну, типа... Блядь, ладно бы она была зумерша из ТикТока, которая, типа, окучивала аудиторию зумеров, но... Ну, камон. Она звучит как? Систематическое физическое и психологическое насилие. Зачем выдумывать новые статьи? Я от себя добавлю в уголовного кодекса. Когда можно обучить людей... Когда можно обучить людей правильно подавать заявки по этой статье или, наконец, заставить мусоров работать в текущей муках? За линию от консервативного крыла ЛПР. Нормальный вопрос. Как я уже говорила много раз, я так говорю не я, а правозащитники, которые работают с жертвами домашнего насилия и адвокаты, которые работают по этим делам. Кстати, хочу высказать свой комментарий. Думаю, Ксимирону, лжея Ксимирону, особенно неприятно слушать эти охуительные телеги Залины, потому что он работает в медиазоне, то есть, это СМИ, которые освещают именно весь этот... Не какой-то абстрактный пиздец, что меня послали нахуй из Твиттера. Нет, они занимаются правильным делом, освещают прям настоящий лютый пиздец, явно имеют из-за этого много проблем, и вот ему, наверное, охуительно просто слушать ее маня фантазии, маня рассуждения о том, как нужно правильно принимать законы. Если бы эти законы работали, то эти правозащитники и адвокаты вообще бы не стали лоббировать и вообще составлять этот закон. К сожалению, те законы, что есть, они не работают. Вот и все. И более того, я вам скажу, что очень много... Охуя, никакие законы не работают, короче, да. Потому что я прочитал в Твиттере статистику, и поэтому, в общем, все законы не работают. Литература, в том числе по уголовному кодексу и вообще по семейному праву, оно написано исключительно в очень мизогинном ключе, вот, но мы сейчас про это говорить не будем. Вот, углубляться, но оно написано... Хорошая монтажная склеечка. Очень старая, очень давно, и там оно написано примерно в том же ключе, что и говорит нам правительство и Минюст. Что он сказал... Но ведь Залина, ты же сама говорила, что женщины могут рожать, и поэтому эта забавная особенность их организма обуславливает их особенный социальный и, возможно, даже законодательный статус. И законы написаны именно в таком ключе, что, типа, женщина многое прощается, потому что государство ждет от них пополнения новых граждан, и, типа, не всем это может нравиться, но государство не может оперировать понятиями из Твиттера. Оно, типа, должно как-то учитывать интересы большинства, и, типа... По поводу домашнего насилия. Они сказали, что когда им предъявили официальную статистику, огромное-огромное, там, достаточно внушительное число жертв домашнего насилия, и, конечно же, жертвы это женщины и дети, а и агрессоры это мужчины, да, вот мы очень любим аргумент, но мужчин тоже бьют и угнетают, но их угнетают и бьют мужчины же. Вот. Ну, не совсем так, типа, разная статистика тут, как бы, опять-таки. Мы не можем собрать настоящую статистику, потому что большинство заявлений никуда не доходит, и большинство абсолютных мужчин вообще не об этом не говорят никогда, поэтому, типа... Тут было бы неплохо вставить сцену из фильма «Ред Пилл», где основательница женского шелтера поясняет о том, как женщины, сталкивавшиеся с насилием в раннем возрасте, после этого сами, типа, воспроизводили это насилие, и, типа... Им было похуй на пол, на гендер, они обюзили всех, кого могли, ну, просто так уж повелось, что женщины обычно слабее, поэтому, как бы, обычно они обюзили детей или других женщин, но, типа, когда могли, обюзили и мужчин. И в ответ на «они женщин вас насилуют» и избивают массой своей. Так вот... Если женщина не может изнасиловать мужчину по закону СНГ, это будет насильственное действие сексуального характера. Мы получили от правительства и от Минюста потрясающий совершенно комментарий о том, что проблема женских смертей от домашнего насилия сильно преувеличена. Ну да, потому что вы расхайпили статистику в 14 тысяч женщин в год, которая основана хуй по ни на чём. Поэтому, как бы, ну... Подозреваю, Залина об этом тоже не в курсе, но, типа, это совершенно... Это то, что произошло. Вот Серёжа очень любит это цитировать каждый раз, каждый день, когда он выкладывает очередную новость, что женщине воткнули нож, мужчина воткнул и три раза его провернул. Или там, выколол ей глаз, или ещё как-то над ней измолвался. Но это всё уголовные статьи, каждый день Серёжа напоминает нам о том, что когда выкладывает в день по сто раз такие новости у себя в Твиттере, рассказывает нам о том, что... А правительство считает, что проблема насилия над женщинами сильно преувеличена. Да, потому что... Ладно, я его тоже говорил. Конечно, вы можете со своей, скажем так, нефем-оптикой не заметить, но это вообще тоже... Как я ненавижу понятие оптика? Типа, это буквально ренейминг понятия имидж. У них даже семантика очень похожая, но почему-то имидж устарел, типа, ой, лол, имидж, мы что, нахуй в нулевых, что ли? У нас теперь оптика, ебать, блядь, вот это, вот это вы, блядь, думали, никто не заметит, что вы взяли вместо имиджа оптику, типа, ох, охуеть, вот это вы, блядь, аналитики ебаные политические из интернета, рот вас ебал. Блядь, Залина, ты же сама говорила про ты ж мать, типа... Социологически женщина в России существует только миг между шкурой и жматерью. Значит, пока она не рожает, она шкура, потом она рожает, становится жматерью. Вот это такое отношение примерно превалирующего и со стороны чиновников, и со стороны большинства общества дискурса по отношению к женщине. Поэтому ждать от полицейских, от работников, которые... Что они там такое записывают? Глубоко убеждены, что в насилии виновата над ней, виновата сама жертва, я бы ничего ждать не стала. Собственно, адвокаты и правозащитники, которые непосредственно занимаются делами жертв и домашнего насилия, ждать и не стали. Ты упомянул, что твое мнение не может повлиять на жизнь женщины, которую ты назвал жирной. Не считаешь ли ты, что большое количество таких грубых негативных мнений — это травля, которая может довести женщину до суицида? Да и хуй с ней. Вот мой блиц-ответ. Господин ведущий, мы готовы дать блиц-ответ. Да и хуй с ней. Ненабросимо прекрати задавать вопросы на дебатах с Фетом. Потому что травля — это что-то, от чего ты не можешь скрыться. Кнопочка «бан» доступна каждому человеку. Более того, совершенно разные явления, на самом деле, являются кому-то в комментарии, что-то писать. И писать в Твиттере собственном, да, в свою ленту, что я и делал. Абсолютно разные явления, которые невозможно просто некорректно рассматривать одинаковым образом. Поэтому нет травля — это преследование человека, попытки помешать ему скрыться, чтобы наносить свою позицию. Это физическое давление, это физическая агрессия. Кто-то что-то написал в Твиттере, ребята, ну если бы слова имели значение, но я бы здесь с вами не сидел, я бы уже давно там где-нибудь в углу... О, привет, сторож. Молодец. Спасибо тебе за всё, что ты делаешь. Пожалуй, имялся, потому что те вещи, которые мне каждый день сыпятся в Твиттере, да, ну они, прямо скажем, не очень приятны. Но мне просто абсолютно безразлично, что мне пишут посторонние, неинтересные мне люди. И мне удивительно, да, слушать за ли... Вообще, да, сейчас бы Светову предъявлять за комментарии в Твиттере, учитывая, что Светов уже и посидеть успел, и пизды получить в Кемерово успел, и, думаю, много вещей, о которых он просто не говорил, он пережил по этому, как бы. Да, ну, блядь, блядь, главное, чтобы жирный в Твиттере не назвали. ...которая постоянно, с одной стороны, рассказывает, что она учит женщин, чтобы они жили для себя, и постоянно рассказывает о том, что, а вот посмотрите, что о нас говорят другие, и как из-за этого тяжело женщине быть самой собой. Это же взаимоисключающие абсолютно тезисы. Будь самой собой и не слушай, что говорят другие, если тебя они не интересуют. Почему же в этом контексте так важно, что пишет в Твиттере Миша Светов абсолютно безразлично, Миша Светов или какой-нибудь там другой мужа, ладно? Это не должно, в принципе, быть фактором вообще. Нормально. Балл Светова, молодец. Было бы очень классно, если бы точно так же думали мужчины, которые приходят меня оскорблять в Твиттер, чтобы они тоже жили вне зависимости от того, что там делают феминистки, про что они там... Блядь, как нахуй можно быть такой тупой, блядь? А-а-а! Ммм! Ну, типа, ммм, блядь! Там пишут, ну их почему-то это очень оскорбляется, задевает, а они приходят... Думала бы на свете мудаколку. Чё, серьёзно, Тумберг на Нобелевку номинировали? О, господи. Боже, где мой парик и клоунский нос, когда они так нужны? Было бы классно такое. Вот, у меня совершенно... Конечно, вот на этой фразе хотелось бы закончить часть от зрителей, но ещё есть вопрос от зала Золиния. Золиния. Что делать женщинам, которых устраивает патриархальное общество? Ещё раз я повторю, значит, патриархат, да, с которым мы боремся, заставляет женщину делать счастливым мужчину. А феминизм рассказывает женщине, как сделать счастливой саму себя. Рассказывает они... Начались маневр... Вот маневрирование пошло, типа. Какие вы источники использовали в вашей курсовой? Ну, конечно, я использовал многие источники, но проведя их сравнительный анализ, я пришёл к выводу, что в целом... И, короче, вот дальше по тексту. Поэтому, если вы считаете, что вы будете счастливы, ползая по битому стеклу, как любят говорить консервативные оппоненты, то будьте, конечно, никто вам этого не запрещает. Опять же, как говорит Миша, если бы он... Так в смысле не запрещает? Типа, буквально ты же запрещаешь, потому что они же живут и являются участниками социума. И, соответственно, если они придерживаются патриархальных установок, то они голосуют за патриархальные законы, которые тебе не устраивают. Они устраиваются на работы по тем условиям, которые тебе не устраивают. И как бы там рожают детей, воспитывают детей. То есть они же влияют и на тебя тоже. У вас же тоже есть конфликт интересов. Ну зачем ты пытаешься это вылить в какой-то маняфантазии, где вот всем нужно просто перестаться ссориться, и ни у кого никогда больше конфликтов интересов не будет. Ну это же полная пиздёжа. Это же это максимально унылый, блядь, уровень просто дискуссии. Просто, блядь. Уровень дискуссии в Восточной Европе упал ниже Плинтуса. Просто ебаное говно, ебаного говна. Типа, Залина реально лучше смотрелась, когда она бухая сидела с пожарским. Ох, ебать, спасибо. Подстригись, чувак, было лучше у Сагнитяния Форевер. Как насчёт нет, Джонни Бой? Я отрастил наконец-то Хайр. Вот, меня пришли с Алиэкспресса резинки для волос, я буду гонять на своём моднейшем хвосте наконец-то. Не знаю, Фарбанте насчёт пирсинга, но как бы в Твиттере у неё ник «Привет, Нин». Короче, да, отличный вопрос. Опять-таки, Залина сейчас начнёт маневрирование, но в целом да. Правда, этот вопрос тоже не в сторону Светова, и, как я уже говорил, его инициатива экономически раскрепостить женщин путём упразднения декретного общества, декретного отпуска тоже вряд ли встретит много поддержки, но как бы это... Да, это общая проблема. Мы бы не жили в Путинской России. Если бы я могла что-то запрещать... Да, резинки с коронавирусом. Долго шли... Кстати, реально, блядь, пиздец, стали долго посылки идти из Алиэкспресса. Типа, почти три месяца шли. Да, поэтому... На следующий стрим все маски купите, пожалуйста, на всякий случай. А я обещаю со своей стороны проспиртоваться. Надеюсь, переживём. Да в смысле так быстро? Почти два года росли, ебать. Патриархальная Россия. Так что я вам никому ничего не запрещаю. Это ваш выбор. Наша задача, в чём проблема-то? Что женщинам сегодня рассказывают только про один сценарий счастья. Если ты счастлива и не увидишь замуж, всё, можешь пойти и кинуться с моста. Вот. А мы рассказываем, феминистки, про разные сценарии счастья. Про то, что мир не крутится вокруг одного пениса. Что можно... Может быть, там, или вокруг двух пенисов, я не знаю. Вот. Что мир крутится на самом деле, дорогая моя индивидуалистка, вокруг тебя. Так же, как он крутится и вокруг любого мужчины. Вот в чём смысл феминизма. А не в том, что... Эээ... 4.19. Мир крутится вокруг тебя, а ни на кого не обращай внимания. 4.20. Миша Светов пишет ужасные вещи о том, что какая-то модель жирная в Твиттере. Мы должны это запретить. Ребята, всё, закрываем кухарок, запрещаем домохозяек, и все теперь будут финансово-независимы. Нет. Проблема не в этом. Ну что? Всё, у нас заключительные реплики по 5 минут. Да, спасибо большое. Мне, конечно, с одной стороны приятно, что разговор получился менее конфликтным, чем я ожидал. С другой стороны, мне кажется, вы не получили то, что ожидали вы. Но в свою очередь я... Короче, Светов, молодец, купил книгу. Я тоже буду подводить итоги, чтобы было честнее перед его финальным словом. Не знаю, что он здесь скажет. Молодец, что купил книгу. Несколько раз неплохо её прижучил. Несколько было хороших прогонов, но типа очень сильно не дожимал. То есть с той же книгой можно было охуенно просто пройтись по её научности. И вот-вот-вот этим всем хуйням. И он не прогнал самую крутую штуку. Вот про то, что ему скидывал, когда... Это было в моём видосе, но я ему типа с кринами переслал. Когда Залина пыталась подъёбывать Абу, что у него якобы месячная. Это типа максимальный харам по любой феминистической повестке. И, соответственно, как бы то, что ему говорил, то, что ему нужно было сделать, так как бы официально выписать Залину из феминистического движа, потому что она типа нихуя в этом не понимает. И она просто типа хайпится на этом. Но просто типа феминизм и Залина почти не пересекаются. Она просто не владеет вопросом. И поэтому как бы это не ей об этом говорить. И вот тот вид Абу, он максимально это подтверждает. Но не знаю, либо он сейчас про это скажет, но опять-таки сейчас уже какой смысл, если уже дебаты по сути закончились. Либо он забыл, но это было прям нормально, потому что... Рынко родился, Тимская. Я тоже не получил то, что хотел, потому что я так и не услышал. По итогам этих дебатов, может быть, Залина в своём заключительном условии скажет, почему условия счастья феминисток настолько сильно зависят от того, что кто-то написал в интернете. Вот это действительно удивительная вещь, ответ на которую я всё-таки хотел услышать. И хотелось бы, чтобы это был неусловный патриархат, который диктует в том числе и феминисткам, что думать. Потому что в том случае мы оказываемся вот в этом вечном замкнутом круге. Почему не смотрят женские хоккей? Ой, а потому что никто не хочет смотреть на женщин. А почему смотрят волейбол? Ой, а потому что все хотят смотреть на женщин. Здесь нужно всё-таки как-то определиться, чего же мы хотим... Нормально, лучше бы он раньше сказал. Что же мы хотим от общества получить? И мой главный тезис сегодняшний, да, это что действительно жизнь — это тяжёлый путь. Жизнь, она даётся с трудом, она связана с большим количеством горя, с большим количеством препятствий. И давайте в этой жизни вместо того, чтобы ругаться и ждать, что кто-то нам обязан, давайте искать в этой жизни людей, которые пройдут её вместе с нами. Давайте окружать себя хорошими людьми, давайте искать друзей, и давайте не фиксироваться на собственном эго, а понимать, что у нас есть... И да, он так и не ответил на вопрос, считает ли он за вину красивой. ...ожидания на окружающих наших людей. И у окружающих нас людей тоже есть ожидания от нас, и совершенно нормально не ломать себя, как это пишут феминистки, изменяться под те условия, изменяться под тех людей, которых мы хотим видеть рядом с собой. Это не имеет никакого отношения к отторжению себя, это имеет прямое отношение к счастью, потому что вы не будете счастливы. Мужчина вы или женщина, совершенно неважно, вы не будете счастливы, если вы будете ожидать, что люди полюбят вас точно такими, какие вы есть. Это гораздо более сложный путь к счастью, чем поменять в себе что-то незначительное. И Салина совершенно права, когда она говорит, что просто она выдает это за откровение, что красота не в счастье, а не в красоте. Точно так же, как счастье не в деньгах. Действительно, счастье не в красоте, и счастье не в деньгах. Но есть условия, которые позволяют счастье достигать с большей простотой, с большей легкостью. И красота и деньги — это пути к счастью. Пути, которые статистически значимое значение имеют на достижение к счастью. И не нужно заниматься, и не нужно это игнорировать в себе, и не нужно ожидать от окружающих людей, что они полюбят себя таким, какой ты есть, и не нужно ждать одних, что они обязаны тебя принять и обязаны тебя полюбить. Путь к счастью действительно заключается в том, чтобы понять, кто для тебя важен, а кто для тебя не важен. Путь к счастью заключается в том, чтобы игнорировать людей, которые не представляют для тебя какой-либо ценности, игнорировать их мнение, мнение всех окружающих, от тех людей, которые тебе не интересны. А вот этот вот конфликт, который возникает с фамилистками в интернете и который вывел меня сегодня на эту сцену, заключается как раз и в этом, что одновременно утверждают, что наше мнение, моё мнение, их совершенно не интересует, оно их каким-то удивительным образом, да, феминистический термин, триггерит. При том, что триггерить совершенно не должно. Залина много рассказывает, потому что к ней приходят какие-то безумцы в комментарии. Да, безумцы в комментарии, но ты же, Залина, ты же, Залина, не безумец. Нет, не безумцы. Ко мне приходят лидеры и члены партии, они не безумцы. Они пишут, иди рожай борщи, пишут мне. Хочешь, это безумцы. Какая, какая, вот, я не знаю, какие лидеры партии. Сейчас говорит Залина, да, я не знаю людей, но... Может быть, лидеры ЛПР? Более токсичного паблика в интернете, чем та, которая ведёт Залина, который бы ещё был вхож во все интеллигентные группы Москвы, Петербурга, и вот это вот очень тонкого среза, просто не существует. Залина сегодня самый яркий и громкий рубр с сексизмом в России, и это нужно осознать. Да, есть какие-то маргиналы на периферии, там, какое-то мужское государство, которых никто не читает, их никогда не опубликует издательство с репутацией, да, они существуют на периферии, но настолько яркого и токсичного медийного лица, как Залина, в российском медийном пространстве больше... Бля, нормально, под конец прям хорошо завернул. ...существует, и это повод задуматься, за то ли ты, Залина, борешься. Это повод задуматься, подаёшь ли ты тот пример, да, достигаешь ли ты поставленных целей тем поведением, которое ты себе позволяешь. Потому что антагонизировать женской повестке людей более эффективно, чем это зачастую делаешь ты, на мой взгляд, просто невозможно. Спасибо. Хорошее последнее слово, типа, молодец, молодец. Некоторые вещи нужно было сказать раньше, когда они срались. Вот. Плюс он некоторые вещи не назвал, но молодец, Светов. Я думал, будет хуже. Я думал, будет хуже. Мне как-то все вот прям совсем плохо писали про эти дебаты. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно отвечать, да? Значит, Миша несколько раз назвал меня сексисткой, но ни разу не привёл ни одной из моих изречений, в чём же я сексистка. Вот. Поэтому нам остаётся только догадываться, в чём же за мой сексизм заключается. Вот. Мы очень прекрасно услышали, прекрасно услышали о том, какой ты лукист, а вот какая я сексистка, мы сегодня так и не услышали. Как я там кого-то дискриминирую попал? Наоборот. Как ещё раз подчеркну, у меня есть очень много сторонников и профеминистов, и феминисток, и так далее. И что, ты сама призналась в том, что дискриминация мужчин системная на государственном уровне тебе норм, поэтому как бы вот ты уже и сексистка. Что касается моей токсичности, давайте вот здесь вот разберёмся, что такое токсичность. Да, я довольно-таки кусачая женщина, это правда. И я считаю это хорошо и замечательно. И, собственно, в этом и причина горящих передаков патриархалов, что я одна из немногих, кто не бежит и не плачет, не рыдает и не режет вены, а отвечает. Вот. На что считает нужным. Вот это докапывание, что я там привожу чьи-то смешные комментарии в Твиттере, как будто бы я на это обижаюсь или как будто бы это имеет значение. В ответ, это вообще... Или присылаю почти свои нюдисы, чтобы доказать тупым хейтерам, что меня ебут. Это очень смешно указывать людям, на что им реагировать, на что нет. Вот. А также я могу тебе сказать, Миш, ну ты знаешь что, а ты не обижайся, я не знаю, там, на людей, которые тебя в обыске проводят. Или там, знаешь... Бля, ты ебанутая, ну типа, блядь, ну какого хуя, что ты, что ты, блядь, нахуй несёшь? Блядь, всё, что говорил Светов, это то, что нужно разделять. И типа, пиздёшь в интернете, ты пиздёшь в интернете, всё остальное это серьёзный вопрос. И типа, ой, лол, а ты не бежайся на обыске, о-хо-хо, вот тебя подъебало-то, подъебало. Блядь, короче, первый раз технически она проиграла, когда вспомнила Гитлера, второй раз она технически проиграла, когда признала, что феминизм — это борьба за привилегии, там, типа, для женщин, потому что они рожают. Третий раз, типа, не знаю, можно ли это считать проигрышем или нет, когда она просто, типа, жопой прослушала, нахуй, всё, что говорил Светов на протяжении всего мероприятия и просто, типа, нихуя не вдуплило и, типа, да ёбаный рот, ну, типа. Я не знаю, как бы я баттлил с такими людьми, то есть, ну, честно говоря, я не знаю. Я бы очень быстро утерял, тратил самообладание, типа, если бы человек просто нахуй, нахуй не слышал, что я говорю. То есть, то же самое, как если бы у меня были какие-нибудь живые дебаты с айтипедией, вот, я бы тоже, не знаю, вытянул бы я, если бы он просто начал в реал-тайме переобуваться, типа, и говорить, что я так не говорил, так говорил, ну, это похуй, и, типа, ну, главное, что я прав, типа, давай ты это признаешь, типа, я просто не знаю, я ебал. Я думаю, я не очень хорош в дебатах. Виновата. Вот, а ты не обижайся на Путина, знаешь, мне кажется, что вообще то, что выстроилась такая иерархия, она естественна вполне, вот, что у нас у всех нет прав, и мы все рабы... Бля, какие-то пиздоси смеются, типа, охуебать она его приложила, типа, блядь. Ааа, сука, вы хотя бы слышали, что Светов говорил. Мы будем из-за этого переживать, и не будем вообще писать об этом никакие твиты, не будем устраивать митинги, сходки и обсуждать это. Но, на самом деле, это такого же уровня докапывания, почему я там выделяю какой-то комментарий и реагирую на него. Вот, давайте вспомним еще раз такие интересные цифры исследования, я вам приведу, что... Это техническая дисквалификация, Никиш. Интересный, доказывающий, что патриархат, он в головах находится, и он не выдуманно, он существует, да, помимо того, что гендерный разрыв, признает даже Миша, а не только там сибирно-экономический разрыв, он существует, и гендерные... Так ты же начала с телеги о том, что наука доказала, что, типа, биология сосат, и никаких различий нет, никаких значимых. ...и разрыв тоже. Так вот, помимо того, что он существует статистически и выражается в деньгах, и в триллионах денег, потерянных экономикой, потому что... Вот почему она начинала этот заход про экономику, почему она тогда это не развила, вот про триллионы денег, которые лично патриархатом были просраны, типа, наверное, ну, я могу за нее дополнить, наверное, эти триллионы утрачены на оплачиваемые выходные мужикам, которые забухали, а им это зачитали как рабочий день. Вот, потому что, по ее мнению, типа, это так. Она, конечно, попыталась сейчас переобуться, типа, да, блядь, да в книге устаревшие статьи, ну, типа, блядь, ну, камон. Но, не знаю, она это официально нигде не опровергала, поэтому будем исходить из того, что она написала, все-таки это книга, господи. Вот, и вот там вот написано в этой книге, что мужикам в частных бизнесах и в государственных им дают выходные, когда они бухают, потому что мужикам можно бухать. Для женщин это стоит только как раз один сценарий, в частности, в России счастье, это сидеть дома на шее у мужика, вот. И потом те же мужики, собственно, у меня спрашивают чаще всего в комментах, а чего бабы такие шкуры и тупые, работать не хотят? Вот, собственно говоря, феминистки такие, типа, ну, вот мы рассказываем женщинам, чтобы они становились финансово независимыми, не там, классными, получали свою профессию, чтобы они не сидели на шее у мужика, но обвиняют нас в том, что в итоге женщины, там, какое-то количество, многие женщины в соответствии с своим воспитанием, в соответствии с пропагандой государства, выбирают сидеть дома и не работать, в этом виноваты не феминистки. И мы-то как раз хотим, чтобы женщины были разными, да, кто-то делал карьеру, а кто-то сидел дома, вот. И поэтому это такая очень странная претензия ко мне, к феминисткам, так же, как претензия, почему мужчины служат в армии, вот, до сих пор, почему я это не отменила. Еще такие есть интересные цифры, а я хочу их просто привести в самом конце, что 70% опрошенных россиян, согласно исследованию Михаила, как вы партнеры, одно из последних, это было вот совсем недавно, в прошлом году, показывает, что 70% россиян, значит, очень не против, чтобы женщина зарабатывала больше, но при этом они категорически против, чтобы она при этом уделяла меньше внимания семье. Вот. И поэтому то, что вам кажется бытовой проблемой, на самом деле не бытовая проблема. И так же 50% опрошенных, которые... И, ну, типа, может быть, они хотят семью, где женщина больше занимается семьей, ну, типа, их сажать теперь за это нужно или что, типа, ну, это их мнение. И, ну, типа, ты же сама хотела, чтобы женщины были разными, и, типа, ну, вот у людей такие предпочтения, ну, типа, это их свободный выбор, нет? Так, не против, чтобы женщина работала. Категорически не осуждают работодателя, который не возьмет на работу женщину из-за того, что она теоретически может уйти в декрет. Понимаете, это... Ну, вот я про это говорил, было бы очень интересно услышать ее мнение, вот именно про декрет, потому что... ...кифры, исследования, опрос живых, настоящих людей, которые живут в этой стране. И получается такое немножко парадоксальное... Парадоксальное, в общем, что, собственно, и породило вторую волну феминизма, явление. Что, с одной стороны, вроде бы, как бы, тебе все можно, и тебе все разрешается, но, с другой стороны, тебе наркологические турции не пускают очень часто из-за того, что ты женщина. А, с другой стороны, тебя еще и могут не взять на работу из-за того, что ты можешь теоретически уйти в декрет. И самое главное, что это не признается проблемой, как вот это не признается проблемой Миши, существующей. И статистический гендерный разрыв не признается никакой, ни идеологический, ни культурный. Он это не признает, но он, тем не менее, существует. Поэтому, да, очень классно было бы бороться нам с текущей системой, которая никому не нравится. Но для этого было бы классно, если бы, как я не считаю смешными проблемы, о которых пишешь ты, было бы так же классно, если бы ты не считал смешными вот эти глупые женские пустячки, о которых пишу я. Вот, и тогда, мне кажется, мы могли бы помириться и действовать вместе. Спасибо. На этой оптимистической ноте, таком призыве Залины, мы заканчиваем наши сегодняшние дебаты. Большое спасибо Залине Маршинкуловой. Большое спасибо Михаилу Светову. Большое спасибо всем патронам СВТВ, благодаря которым эти дебаты стали возможны. Спасибо всем донатерам канала Гендер, Флюидный, Вертасексуал. Мы заканчиваем наши дебаты. Михаил, Залина и я, Сергей Смирнов. Всего доброго вам! Всё очень плохо. Бля, я не знаю. Я, типа, всё собираюсь, и я вот точно сделаю видос про книгу Залины и немного про неё саму. Ну, не знаю. Я, типа, хотел туда вставить что-то насчёт дебатов, но, как бы, о них нужно много говорить, но ты будешь говорить просто ни о чём почти. То есть, ну, не знаю. Наверное, попытаюсь как-то это сжать в какой-то хайлайт, потому что, ну, типа, дебаты хуйня. И, на самом деле, просмотр тоже это подтверждают. То есть, ну, 118 тысяч при 170 тысяч подписчиков, это, честно говоря, это прям очень мало. И это очень странно. Типа, у меня видос про Залину, про Рибок, набрал почти лям. Ну, вот. Первый и второй, там, по-моему, ну, там больше 300 или даже 400 тысяч, а тут, типа, 118 в комментах. Залина, я симпатичная, Миша, учитесь, говорить нет. Ну, короче, преколы всякие в комментах. Разговор Иисуса с блудницей. Высокий уровень кринжа в Восточной Европе. Ну, в общем, да. Поставлю Лукаса. Будем слушать музыку и читать донаты. Наверное, как-то так. Хуйня из-под коня, короче. Но я думал, что будет хуже. Справедливости ради. Мне прям так, так порассказывали про эти дебаты, что, мол, там вообще ни на что там не порейджить. Нет, я нашел на что порейджить. Может быть, я просто нажрался в говно, типа, ебану. Ну, ладно, не совсем в говно, но... Может быть, поясло в кружке как-то мне помогло, но в целом, конечно. Могло быть и хуже с точки зрения контента, который ты обозреваешь на стриме, имею в виду. Сами дебаты могли быть значительно лучше и как-то, ну, в целом какая-то хуйня из-под коня, то есть, не знаю. Я помню, я дебатировал один раз в жизни. У нас были дебаты на социологии в университете. Мы дебатировали про легализацию гражданского оружия. Я был, естественно, за. И, как бы, вот у нас там были правила. Я погуглил правила еще дебатов дополнительные, там вот как делать, всякие стратегии, тактики, всю хуйню, аргументы. И вот те вот наши студенческие дебаты, которые длились полчаса, которые не происходили благодаря патронам СВТВ и вашим щедрым, да, там, господа. Вот они были, по-моему, классом значительно выше. Вот, потому что... Светов не всегда говорит по делу. Типа, иногда по делу, иногда просто, как бы, вот, ну, предъявляет Залине за нику вот-вот. Ну, типа, а при чем здесь, блядь, она? Залина просто, нахуй, ничего не слушает, просто какую-то свою телегу прогоняет. Конечно, плюс Залины в том, что она, кажется, начала понимать, что нельзя ездить... Спасибо большое за донат. На одном и том же коньке вечно, и она почти не использовала свои платиновые тейки, которые до этого она, блядь, использовала везде, там, в интервью Пивоварову, в разговоре со Световым Пожарским, в свои книги, в павлике, в твитах. Типа, у неё там был вот набор, там, 5-7 платиновых тейков, она их почти не трогала. Но новые, которые она принесла, были полной хуйней, были, как бы, основаны не на том, что говорил Светов, и, типа, ну, охуенные дебаты, когда второй участник дебатов встаёт в конце, в своём заключительном слое, по сути, расписывается в том, что нихуя не слушал участника номер один. То есть, вот просто, типа, он его не слушал. И начинает с Гитлера. То есть, ну, типа, охуенно. Но, в принципе, я думаю, пару лузов мы из этого извлекли. Вот, запись будет, как минимум, в павлике Storage. Всё еще смешнее, чем в фен-стендап. Ну, камон, Фильнов, ты слишком жесток к фен-стендапу. Некоторые, вот одна вот, вот помнишь, которая нам понравилась? Она была неплохая, типа, и шутки были смешные. Да. Читаем донуты. Под музыку из донутов. Верьте, спасибо за стрим. Тебат, на самом деле, оказались не такими скучными, как я ожидал после фен-ебать его стендапа. Да чё вам так всем фен-стендап не понравился? Я, блядь, на первом, мне сдохнуть захотелось. На втором я, в принципе, посмеялся даже. Но я тоже был бухой, поэтому. Ну, хуйня, конечно. Но не такая, как я думал. Короче, счастье и всё такое вообще. Любви, добра и доброй ночи. Чмоки. Спасибо, вульфитехночан. Третьего дня по совету проверенных комрадов приобрёл новый мега-девайс. Нож НКВД НР-40 от Барк-3000. Сразу же, задыхаясь от жадости, вскрыл коробку цепкими лапами и заюзал мега-девайс. Размер моё почтение. Ручка эргономично входит в банус. Проходил так весь день. Ощущение от ас. Решительно готов к донатам. Спасибо за донат. Уже третий год смотрю твой канал и постоянно вспоминаю серию Гриффинова, где до Питера домогалась начальница Несса, а он был вынужден терпеть из-за того, что женского домогательства не существует. На самом деле, там в этом есть доля правды. Эх, вот бы сходочку в Калининграде. Я бы потёр с тобой усами и угостил бы Биржалис, Вайцин или Ипа. Ну, капитан Костет, ты опоздал. Была сходка в прекрасном калининградском баре Ельцин весной осенью 18-го года. Было весело. Я прихожу домой бухой и боюсь свою жену. Она меня угнетает. Выдут ли мне временное жильё, чтобы пересидеть весь этот ужас? Надеюсь, что да. Живи, Беларусь, так сказать. Запись стрима будет? Живи вечный. Да, будет. Как минимум на канале Сторож. Привет, где вообще бухать в Минске? Раковский бровер, пиплс, маэстро под универом и тп за годы заебали. Так же, как в отзыве на интернет-магазин отвечаю, откуда узнал о тебе. Когда ты к маргиналу влетел в конфу и вы стали обсуждать, как ты кого-то там поставил на место, лол. Года четыре назад было. Бля, ну был один стрим с маргиналом, но что-то про поставление на место я не очень помню. Но, ладно. А бухать где? Блин. У меня какого намаза в бутылке посыпались. Ну, типа, маэстро, бровер, пиплс, это, конечно же, платье, но, во-первых, не стоит забывать про жили-были. Вот, старый город. А также новую школу, так сказать, фреш-скул, это два литбира. И вроде как третий открывается. Вот, литбир темное и светлое, которые... Темный круглосуточный и светлый не совсем, но, типа, пивастый, губаный урод, по 2,70. В светлом по три. Поэтому, короче, рекомендую темный, он более народный. В светлом, знаешь, типа, они открыли литбир светлый, там, на монеточке, рядом шавуха, вся хуйня. И, типа, у нас ресторан. То же самое пиво, что в другом ресторане нашей сети, ну, 30 копеек дороже. И, короче, ну, такое. Рекомендую литбир темный. Привет. Мой дальний родственник монтирует видео, как голливудский черт. Типа, реально очень крутой спец. Но вид у него из пожизненной бедности отвратительный. И вы дайте, как долго он добивался работы, сколько раз его игнорировали, держали в стажерах и так далее. Ну, блядь, это классе. Кек, иногда так хочется ворваться в вашу тусовочку. Я слышал фразочки Стаса, и как просто вы с ним на пару худели? Да, нет. Он же в Москве, а я в Минске. Я так спортом не занялся, в отличие от Стаса. И подозреваю, ты слышишь фразочки, которые мы оба подрезали у гоблина. Вот. У тебя слишком приятный голос. При том, что поддерживаю Скобара в вопросе разборок этих двух людей, и слушать тебя очень приятно. Собрала компьютерное кресло, сама в лампу в атмосфере. Мое почтение, так сказать. Экстра-экстра-кудес за разрушение гендерных стереотипов и собирание мебели самостоятельно. Мое почтение. Клементий. Слышал последнее заявление Кашина про единоборство? Нет, я не слежу за Кашину. Запретить привонять к холодному оружию Хабиб, лох и все такое. Не слили он себе разом все очки репутации? Я... 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 Нет, что да. Ты еще ушла, зато мой котейка пришел. Смотрит на тебя с любовью. Спасибо, гудес. Я спать пойду. Так, это... Да. Все зачитал. Кроме одного. Владимир Лестра. Привет. Наверное, игры как отношения. Подбираю по возрасту. Вот купил отличную Милфу PS2. Мое почтение. Расскажи о трех любимейших играх и трех, по твоему мнению, всрадых консольках. Я помню, у тебя неплохая подборка. Не хочу уже про дебаты. Лицо Залины так и тянет говорить про пиксели. Ну, пиксели — это неплохо. Лицо Залины. Надо сцену переключить. Ну, типа, три моих любимых игры. Давай, наверное, будем говорить про PS2. Все от Rockstar. Это God of Ice City. Это The Warriors. И... Булли. Вот. Ну, ладно. Если все-таки игры на PS2, то, типа, КТА Вай Сити. Warriors. И... Все-таки, наверное, не Булли, а... Ну, наверное, все-таки первый Джек и Декстер. Вот. А три самых всратых консолей? Да, ну, так себе вопрос. Типа, всратых консолей было очень много. Про них просто уже никто не помнит, потому что они были всратыми. Но всратые консоли... На самом деле, я считаю, PS4 всратой. Вот. Как бы именно из-за того, что у нее такой успех, ее все так котируют. Блядь, она полностью отсасывает у PS3, типа, и, блядь, я столько раз уже порывался продать свою PS4. Вот. Но потом там выходил я кудзе кивами, я такой, типа, блядь, ну, ладно. Вот, PS4. Я считаю всратой. Я считаю всратой DS. Типа, ее тоже вот именно... Это считается одна из, там, наверное, топ-3 консолей в мире по продажам, по популярности. Я помню, как же я, блядь, разочаровался в DS, когда ее когда-то купил в 2011 году, продав для этого PSP. И, блядь, там, просто, знаешь, типа, если ты не любишь тактики, если ты не любишь JRPG, если ты не очень любишь всякие-то всратые motion, не motion, а тач-управления, то игр там, ну, типа, GTA Chinatown Wars, Phoenix Wright, и, типа, Hotel Dusk, окей, да, хорошая игра, Contra 4, отлично, и, типа, и почти все на этом. Потому что все остальное используют эти вот всратые тач-управления, либо там суперуродливая 3D-графика, вот две Зельды, блядь, где нужно стилусом управлять. Я не буду управлять стилусом, типа, идите нахуй. Вот, поэтому вот DS, PS4, и еще всратая консоль, ну, типа, вот тоже хочется назвать, типа, не просто то, что все считают говном, а то, что все вроде как говном не считают, но я не люблю, наверное, пускай будет, ну, Nintendo 64. Она, конечно, не суперпопулярная, но как-то она мне вообще не близка, и как-то, блядь, да, на ней вышли хорошие игры, но там те же Зельды переиздали на 3DS значительно более хорошем качестве, там, типа, Super Smash Bros. я никогда не пойму, потому что я не американец, и не японец, там, типа, Perfect Dark, и GoldenEye 007, как бы, опять-таки, нужно было на этом расти, и, как бы, конкер есть на Xbox, и поэтому, наверное, наверное, как-то так. Ну, типа, это чтобы не называть совсем говнищи, типа, там, всяких, там, не знаю, Tiger Electronics, там, Apple Pippin, и вот-вот прочего совсем уж мусора. Да, в Bully был охуительный сантрек, но, типа, вот, положа прям руку на сердце, вот-вот прям совсем, я люблю Bully, но я, честно говоря, ожидал немножко большего. Bully — это была последняя игра, в которую, последняя, наверное, игра, типа, последняя в моей очереди игра от Rockstar, в которую я поиграл, я в Bully поиграл уже даже после GTA 4, и... Нет, вру, я в... Нет, не вру, в Warriors я тоже уже поиграл, и поэтому как-то вот я уже прошёл и все GTA-шки, и GTA 4, которая тогда была Next Gen, только-только вышла, и вот, которая вот прям была, блядь, ты играл в GTA 4, она ещё на компе тогда не вышла, я уже её прошёл на своём Xbox, и, типа, я играю в Bully, и, типа, оно круто, но как-то... Не знаю. По-моему, зря они в Bully засунули открытый мир. То есть, мне кажется, они его засунули туда, потому что, ну, лол, мы же Rockstar, мы же делаем открытый мир. Мне кажется, это была игра не для открытого мира, и как бы открытый мир там был не очень, там, собственно, сама эта временная система особо тебя как-то не стимулировала к тому, чтобы там тусоваться, вот, и поэтому, мне кажется, лучше бы они в Bully как-то сделали ну, более линейным, но более продуманным, но Bully всё ещё заебок, заебок, типа, и саундтрек заебок, но как-то, не знаю, вот Warriors, вот прям после Warriors, которые меня очаровали, всем советую, кстати, The Warriors. Версия для PSP тоже, кстати, хорошая, я сначала пошёл на PSP, потом на PS2, больше нигде не выходил, только, по-моему, ещё на оригинальном Xbox. Можно и на PSP играть, типа, с удовольствием, отличная игра, и фильм охуитель, и саундтрек, господи, какой же хуя на саундтреку Warriors. Я себе даже на виниле купил. Да, может быть, PS1 после N64 и пиксельное месиво, да, там реально были проблемы с ворпингом текстур, и да, я вырос на PS1, но слушай, ну, типа, блядь, игры, которые вышли на PS1 и которые вышли на N64, да, на N64 вышла Карина, типа, которая изменила мир навсегда. Вышел Mario 64, он тоже изменил мир навсегда, тут спору нету. Но как бы, не знаю, играть в оригинальные версии этих игр я сейчас не могу, как-то оно выглядит, ну, совсем уж уродливо. На PS1, во-первых, было куда больше двухмерных игр, вот, офигительных, типа, тоже Симфонии, вот там, Червяк Джим 2, например, и 3D, как-то не знаю, пускай были ограничения, но они как-то, по-моему, резвее научились ходить. И, короче, да, по официальной статистике Золина Милфа все-таки, да, у нее нет детей, но, типа, времена изменились. Спасибо, чувак, но я, я, типа, не хожу по приглашениям, поэтому не стоит, не стоит. Спасибо большое за донат. Все, норм. Стрим будет на другом канале, и, собственно, будет, я думаю, даже сразу на нескольких каналах, он будет в паблике Store, я его залью на свой второй канал. Не знаю насчет сроков, но, типа, оперативнее всего он будет в комментах, ВКонтакте, чувак из паблика Storage, типа, его вот пишет, типа, он его зальет, и там все будет. Ну, и не тридцатка, и тридцать четыре. И вообще, да, ну, типа, мы стареем. Как бы. Ебабельно или не бабельно, это, типа, вопрос субъективный, поэтому тут, как бы, в целом спорить не о чем. Нет, 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 как бы. Ну, как же мультиплатформа выглядела круче на Нинке, если на Нинке карик на 64 мегабайта против бесконечного количества дисков на 700 мегабайт на Соньке. То есть, ну, ну, камон. Как они шакалили звук, как они шакалили вообще все. То есть, ну, чудо, что они смогли вообще выпустить Resident Evil на Нинке, это реально чудо, блядь, портирование, но по факту, ну, камон, как бы, игра, которая выглядит как Spira 3 или MGS1 на Нинке просто невозможен. То есть, ну, камон, Rock Trip, ну, типа, на PS1 было довольно много красивых трехмерных игр, которые даже сейчас не выглядят как, типа, пиздец, пиздец. Ну, ну, типа, камон, ну, это просто неправда. Silent Hill, типа. Нет. Я не имею никакой предвзятости против Nintendo, против Nintendo 64, но просто нет. Как бы, Nintendo реально поставили не на ту лошадку с этими картриджами, как бы, и объективно проиграли. Они, конечно, молодцы, они при этом все еще сделали Mario 64 и Ocarina, которые, как бы, задали стандарты просто всей индустрии. Вот. И если бы это Sony, например, обосрались так, как обосрались Nintendo с носителем информации, Sony, скорее всего, бы не делали больше консолей. То есть, Nintendo реально, они даже из проигрыша умудряют выжить максимум. Умудряются. Но, но как бы, ну, камон, нет. Предти, асперензе, удачи тебе, делай, чтоб кондан. Спасибо большое, Данька. The Warriors, это охуенный, во-первых, сюжет прикольный, реально просто интересная, нормальная, обыкновенная история. Офигительный саундтрек, классная атмосфера, которая мне очень нравится. И да, это самый лучший... О, ебать, Леха, ты чего не спишь? Вот, у RetroGamer Беларусь, который в чате есть пояснение за Нинку, за всю хуйню. Короче, и реально, Warriors лучший битэмап, который играл. То есть, вот он просто... Это битэмап, но вот там вот, когда ты бьёшь кого-то, это вот так чувствуется. Причём, ладно, это чувствуется на PS2, где у тебя нормальный геймпад, полноразмерный с виброй. Это чувствуется даже на PSP. Вот ты вот просто прожимаешь там квадрат треугольник, и вот ты такой, типа, да. Там ещё охуенная обучающая миссия. В обучающей миссии члены твоей банды нанимают бомжей за бутылку, чтобы ты их пиздил. И ты, типа, пиздишься бомжами за бутылку. То есть, там вот прямо атмосфера. Manhunt норм. Первый прошёл почти именно у меня, потому что, когда он вышел, у меня не было компа. Во второй я играл. Второй не прошёл до конца, потому что у меня второй забаговал на Wii. Вот, я играл, естественно, на Wii. Вот, он забажил на, там, типа, одной из последних миссий. Мне было впадло, так как это консоль, мне было впадло, как бы, переигрывать всю игру с нуля, поэтому я забил, посмотрел на ютубе концовку. Ну, конечно, прикольно после, знаете, всех этих мемов про Manhunt 1 и Wii, когда ты, типа, моушен управлением отрубаешь головы, когда они реально сделали это во втором Мэнханте, это охуительно просто. Нет, Ангелина впервые слушала. Маза Рашу Блиц прикольно, её я на стриме с другом проходил, но мы на последнем уровне отсосали знатно, просто пиздец, так выписали пизделей. Нет, это совершенно другой жанр. Маза Рашу Блиц это двухмерный битэмап, а там трёхмерный битэмап. Другой общий вопрос. Да, это музыка из донатов. ещё из Hidden Gems PS2 могу, короче, посоветовать этот, станты, от создателей драйвера, да, драйвера. Ну, стантман, как бы, говорящее название, ты играешь за каскадёра, и ты именно должен участвовать в всяких, типа, офигительных, классных, постановочных, зрелищных сценах на машине, и вот проехать всё правильно, и там, типа, всё взорвётся, и тебе покажут классную заставку, и, в общем, очень-очень круто. Вот, а ещё офигенный драйвер, ну, типа, два последних драйвера офигенных, вот драйвер Три был совсем не очень, а вот драйвер Сан-Франциско был офигительный, и драйвер Параллел Лайнс, ну, Сан-Франциско вышел после Параллел Лайнс, вот. Вот, сейчас застримешь, по счёту, скупору. Окей, я, кажется, понял, откуда эта песня. ДМЦ5 ещё не играл, вот. Нет, я из Минска. Ну, собственно, этим гордиться-то так себе. Ну, я в Минске родился, ну, родители приехали, ну, ничего. Смотри, Илья Васильев, если ты говоришь про первую ПС-ку, то более живучая Фатка как раз-таки. У Слимок быстрее лазер садится. Ну, собственно, у Фаток он уже тоже садится, и это реально ловушка Плейстейшена, потому что, ну, типа, и у Слимок, и у Фаток лазеры так нормально садятся, особенно они нормально прям садятся от пиратских штамповок и уж тем более самописных болванок. Вот. Да даже, собственно, если сидите на лицухе, он тоже садится. И поэтому, на самом деле, нормально на ПС кинул. У меня про это ролик есть. Простите за саморекламу, но он есть. Поэтому на ПС-1 нормально играть, как бы, но можно на ПС-3, на ПС-П, на ПС-Витя. Вот. Особенно на ПС-Витя, на ПС-П-Гоу. Ой, не на ПС-П-Витя, на ПС-П, типа на ПС-П-Гоу, у которой, к которой можно подключить DualShock 3, чтобы были все кнопки. И компонентным кабелем подрубить к чему. Вот, собственно, я про это снимаюсь, собираюсь снять ролик. Один из. Если я купил, приращил, нахуй, из Питера ПВМ, Сонику с компонентным входом, у меня есть ПС-П-Гоу, и вот, собственно, погоняет на ПВМе ПС-1. Вот. Либо совсем трушный вариант это купить ПС-ИО за 100 баксов. Это штука, которая позволяет, запускает на настоящий ПС-фатке. На самом деле, даже на слинке, ну, там нужно паять. Больше, чем для ПС-фатки. Позволяет запускать игры, образы с флешки, как на GDM-у для Dreamcast. Вот. Короче, дисковые консоли, это был Epic Win в 90-х. Это был прям прорыв. Но с точки зрения как-то сохранения истории коллекционирования, диски, конечно, полное говно, потому что диски хрупкие, привода ещё более хрупкие, и как бы можно, конечно, там, не знаю, постоянно менять эти приводы, но это очень сильно заёбывает, и просто это неприятно, и как бы... Короче, да. Те же карики для N64 куда приятнее коллекционировать, я думаю, но на них всего 64 мегабайта. Типа Red Steel, ну, во-первых, самый лучший Red Steel это Red Steel 2, вот он прям хороший. Хорошее моушен-управление на V в Зельде, Skyward Sword, которая делалась под V-Motion+, вот там офигенно. В Resident Evil 4 ещё хорошее моушен-управление. Типа игра реально играется на V-Mount'е, на V, как будто бы она под это делалась, хотя она делалась под GameCube. Вот там вот просто невероятно удобно именно выцеливать, как бы, ну, V-Mount'ом на Терике, то есть там, типа, нажимаешь B, по-моему, да, нет, я уже забыл, проходил, проходил, бросил на прохождение. Короче, нажимаешь кнопку, вот переходишь в режим прицеливания и целишься V-Mount'ом, и это очень удобно, поэтому Red Steel 4 на V это лучшая версия, потому что там ещё сохранились все эффекты с GameCube, которые были вырезаны при портировании на другие версии, только недавно, по-моему, только в версии для PS4 вернули эффект из куба, а так, типа, та версия, что на ПК вышла, та версия, что на PS3 вышла, это были всё порты PS2-версии, из которых вырезали все эффекты, потому что PS2 их нормально натянуло. Вот. Ну, может быть. Да, про Джонни Дефа думаю сделать ролик. Вот там. Не совсем про Джонни Дефа, больше про срач в Твиттере, просто срач смешной. Так, всё драке поставил. На 3DS, да, Зельду прошёл. Ну, ту, которая Link Between Worlds, Акарину ещё не прошёл, прохожу её. Прикольная. Ну, такое. Raspberry. У меня есть Raspberry, но как-то, не знаю. Raspberry нормальная тема, но как-то железо ближе. Вот я недавно подключил себе к этому телеку короче, PS1, самую первую японскую, которая только в Японии продавалась, чисто как CD-плеер. Вот. И она реально неплохо играет CD. Ну, там есть этот старый миф интернетовский, что вот мол, типа сама первая PS1 звучит как CD-плеер за тысячу долларов. Не знаю насчёт этого, но типа диски звучат неплохо. И PSX подрубил. У меня есть PSX, который я на шару купил. Про него тоже надо было снять ролик. Вот. И как бы... Прикольно, прикольно. Но PSX полностью, конечно, бесполезен. Ещё говоря, что они мрут, поэтому я даже боюсь его включать лишний раз. Но типа в нём был диск, это была японская порнуха, поэтому будет забавная история для видоса. Ну, в 20-м я жду что? Естественно, Cyberpunk и Resident Evil 3. Ну, и в принципе, Last of Us 2. Тоже немножко. Ну, и новое поколение консоли. И, возможно, Prime 4. Вот. Ну, конечно, вряд ли он в этом году выйдет. Да, который как у Шевцова. Нет, у Шевцова была PS2. Ты чё? Не надо путать. Шевцова была серебристая PS2, и у меня есть именно такая же серебристая фатка PS2 5000-й модели. Вот. Но нет, речь шла о PSX. Это медиаплеер на основе PS2. Типа у нас их мало кто видел. Ну, я даже с уверенностью могу сказать, что у нас их никто не видел во времена их актуальности. Это типа об этих вещах ты узнаёшь, типа там спустя лет 5-7 по интернету. Потому что PSX только в Японию выходил. Я считаю, что Светов проявил себя замечательно. Он отличный оратор, хорошие, тонкие доводы без тыкания носом неразумного оппонента. Но, а также блистательное заключительное слово с драматургией и призывом к настоящему, истинному и разумному, что, естественно, Семка не могла воспринять. Частично соглашусь, но местами нужно было дожимать всё-таки даже дебаты, а не, так сказать, выезд клуба благородных девиц. Всё же они не просто к за чаем собрались там или не за пивом обсудить, как они друг друга уважают. Всё-таки это были дебаты. И, как бы, Светов даже не заметил, что Азалина технически их проиграла, как минимум, когда признала его правоту при этом. Но, в целом, да, я думал, будет хуже. Да, вот у меня именно SCPH 1000. Единственная проблема, что, типа, у этих консолей есть композит сзади, ну, все три тюльпана для композита, но это ловушка, потому что там эти разъёмы выводятся через какой-то всратый фильтр, который нормально так мылит аудио, и поэтому нормально с них аудио снимать через всё-таки родной мульти-АВ. Естественно, качество кабеля не очень, но в целом, в целом неплохо, говорю, звучит. Я, конечно, такой себе аудиофил. Вот. Но звучит хорошо. Геймплей нового дума, естественно, заебись. Диск Элизиум ещё не играл. И через пять дойдёт до уровня шоу, да. Нужно пополнить запасы по слову, я считаю. На этом уже будем заканчивать. Геймплей несчаше. Ваше здоровье. Спасибо, что всё ещё сидите на этом стриме. Всей 1652 людям. Ну что, задавайте ваши ответы. В чатик поболтаем. Привет, Верт. Гас или Венералы? SV, good to go, sir. Ни то, ни другое, говорил я. Времена актуальности первого Старика у меня не было компа. Я играл в гостях. Поэтому каждая минутка была на счету. И поэтому я принципиально не играл в игры, где нужно думать. Потому что, блядь, хуй знает. Какие-то рамки ебаные, блядь, какие-то менюшки. Я гонял в Quake 3. Вот. В Dev Jam не играл, но слышал о нём много хорошего. Хочу поиграть. Зурина иногда посматриваю. Пиво, настойка, медовуха или винище. Ну, так сказать, в каждой ситуации нужно что-то своё. Привет из солнечного Лос-Анджелеса. Привет. В смысле солнечного? Я думал, вы там солнце из-за смога не видите. Солсы тоже не моё. Типа я... Интересуешься андеградным белорусским Нью-Вейвом? Ну, если вечеринки Минск 1983 подходят под этот критерий, то интересуюсь. А если нет, то нет. Культура трофикантинга не моё, вообще не моё. Я помню, вот, когда я ещё работал в магазине видеоигр, там реально были поехавшие, которые приходили и скупали лицуху для PS3, которая тогда стоила как бы на минуточку 65-70 долларов. Они реально скупали всякие обскурные, там, типа, чудом до нас доезжавшие японские визуальные новеллы, потому что в них была лёгкая платина. Типа им это реально было важно. То есть чувак приходит, ему похуй на игру, он вообще не знает, что это такое. Ну, типа, охуенно, давай. Типа 70 бачей и пошёл домой, потому что там можно платину лёгкую выбить, поэтому... Да. Да, видел Луисикей в Киев приезжает, прикольно. Но я не особо фанат Луисикей. Луисикей норм, мне больше нравится Джим Нортон. Клавиатура у меня, короче, Razer какой-то. Мне его друг продал, и, типа, я поэтому его купил по дешаку, но это скоро изменится, потому что если я наконец-то купил настоящую ласточку, мечту каждого ПК-юзера, если купил настоящую BMW Model M, вот, она мне скоро приедет, и буду наконец-то сидеть как белый человек на такой-то механике, пи-бежевой, механической, с Buckling Spring, Made in United Kingdom, там, в 88-м году. Вот это я, блядь, понимаю. Вот заживу наконец-то. Но Razer тоже неплох. Название той фингруппы я так и не нашел, но, типа, подозряю, что это все-таки был аптест. По всем параметрам, похоже, все-таки аптест. Да, View у меня есть, View отличная консоль. Жаль, что ее не поняли, жаль, что она не получила развитие, но даже то, что она успела сделать, это прикольно, типа, View прикольно. View мне нравится. Тот же Mario Kart 8 я почему-то на Switch'е не могу воспринимать, а на View до сих пор играю. Стримить буду еще, ну, не знаю, ну, типа, по-слову допью, и будем расходиться. Насколько ужасная идея сказать бы у Виту фатку из Жапана? Идея норм. Идея, в принципе, норм. Но, возможно, у тебя больше будет как-то успеха в попытках купить ее локально, потому что, в принципе, Витки довольно часто проскакивают в нормальном состоянии за нормальные деньги. То есть, ну, типа, ну, в принципе, норм. Японцы с большего берегут предметы. Конечно, ты там заплатишь за Витку меньше, чем за доставки всякие растаможки и сервисные сборы, но, типа... Как будто я писал Су... Че? Су? Якутс? Вроде все очень примитивно в плане геймплея механик, но по ощущению очень круто было. Ну, не знаю, у меня Якутса играют сейчас в Кивами. Очень нравится. Кивами отличная. РГГ потом черт. Ну, я стримеров смотреть не буду, и стримеров не смотрю, кроме Гуфенского. Вот, ну, окей, черт, Норвеги. Про Хаузера и Рокстара сегодня, уже вчера, был очень удивлен, типа, как это вообще возможно? Я даже не знаю, что об этом думать. Но, говорю, в целом, ну, и Рокстар, и GTA не те. То есть, ну, реально, за это десятилетие, которое закончилось... Да, десятилетие закончилось. Смиритесь с этим. Типа, тысячелетие началось в 2000 году, десятилетие закончилось. Второе десятилетие 21 века. Всё, спокойно. И, типа, блядь, за первое десятилетие вышли почти все серии игры... Все игры серии GTA. За второе вышло, типа... Две части RDR. Одна из них хорошая, вторая не очень. И одна часть GTA. И поэтому я даже не знаю, но, типа, блядь, мир явно скатился в какое-то говно. Поздравляю с Model M. Спасибо. Хват слишком агрессивный механизм имеет, мне понравилось больше японские топры. Ну, я её ещё не трогал. Я никогда Model M живьём не видел и не трогал, поэтому посмотрим. Но на всякий случай, если я купил ещё механику от Apple, от Apple 2 компьютера, осталось найти для неё переходник на современные разъёмы. Вот. Посмотрим, как пойдёт. Вот. Но в целом я угорел по винтажным клавиатурам. Да, мне реально 29, мне не 40. Я просто плохо выгляжу, всё нормально. Пивово-жигулёвская норма. Одно из немногих российских, которые у нас продаются, которые нормальные. В России много нормального российского пива продаётся, а вот до нас, типа, нормального доезжает мало, и жигулёвская норма. Типа, ну, это не жигулёвская, правда, жигулибарная. Вот. Особенно за рубль-то 20. А, привет, Сергей. В чём подводные камни в Катване войти без образования? Будет тяжело обучиться. 486-ое? Нет, я те времена как бы не застал. Ну, то есть, типа, я в эти времена жил, но тогда вообще не знал о компах, поэтому как-то это такое. Ну, типа, можно, но это на последних строках. В точках моего, как бы, списка приоритетов. Сейчас я хочу... Ну, я уже выиграл аукцион, короче, Famicom в Японии с AV-модом. Вот. Famicom. И хочу Game Boy Micro в расцветке Famicom. Где-нибудь отыскать, там, хотя бы за 100 евро. Вот. А то иногда за них, там, по 300 ломят. И сейчас я больше... Ну, типа, консоль из большего собрал. Хочу себе коллекционок пособрать, типа, там... Sonic Mania. Офигительная. Коллекционки Zelt на Wii U. Которые с этими... С Амиба. Arkham. И вот я себе купил коллекционку первого Arkham, которая с Батарангом. Вот, типа, остальные... Короче, вот-вот я сейчас больше по коллекционкам. Да, в Минске тоже срутся коронавируса. Нет, сегодня... Я не говорил, что сегодня будет Долгополов. Долгополов будет на следующем стриме. Камон, мы и так стримим, типа, ебать, 5 часов. Вот, поэтому... В следующий раз. Длиннейшие планы. Спортом было бы неплохо заняться. Все-таки скоро 30 лет, а я, типа, бесформенное чмо. Ну, и, типа, и зубы доделать. Хотя это еще довольно долго. Да, Dev Jam я слышал вот именно Fight for New York офигительный. Еще, я думаю, скейт купить весной. Типа, мне 29, самое время заняться скейтбордингом. Я как раз смотрю сейчас первый раз в жизни GKS именно телешоу. Играю в Tony Hawk Pro Skater 3, поэтому почему бы не купить себе скейтборд весной? Даже не знаю, что тебе ответит. Данил, типа, я Блэк особо не слушаю. Не, КВН не будем смотреть, не буду ворвать хлеб Гуфовского. Стрим Гуфена с новым фильмом Сарика? Нет, надо посмотреть. Любимый персонаж из Текена... Мужик с Катаной из третьего Текена. У него был любимый в детстве, да? Еще Max Payne 3 и Нуар издали. Ну, да, да. Но Max Payne 3 они еще вроде и разработали. Нуар только издали. Кстати, у Max Payne 3 хорошая игра. Конечно, плохой Max Payne хорошая игра. Нет, задумеров не буду пояснять. Сорян, Никиш. Да, Байонета заеби, жду третью часть. Но нужно для начала пройти первые две. Я, короче, из тех людей, я купил себе первую Байонету за фулл прайс на PS3. Когда я был студентом, типа, у меня это были все мои деньги. Свободные. Я их отдал за игру. Она мне очень понравилась. Но, сука, как же сложно играть в Байонету на PS3. Особенно, когда это была первая версия Байонеты без того патча, который как-то все-таки это улучшал. Вот, не знаю, только Улдфаги, наверное, вспомнит, как все было плохо. Вот, соответственно, я с тех пор первую Байонету не прошел. Вторую тоже не прошел. И вот поэтому было бы неплохо их пройти. Ну, это просто такие игры, в которых, типа, нельзя расслабиться. Это игры, в которых нужно концентрированно, типа, нормально ебошить, поэтому... Они проходятся медленнее. О, штука. Ты все еще здесь. Сейчас зачитаю все. Про Arkham. Ну, типа, Arkham офигенный. Любимый Сити. Origins что-то не очень, но, типа... Я, короче, проходил Origins на Wii U, чтобы использовать, знаете, все эти эксклюзивные фишки геймпада Wii U. Фишки были так себе, игра выглядела, как полное говно. То есть, типа, Wii U может показывать отличную картинку, но в Origins, блядь, какое же все было босраное. Я проебал свой сейв, думал, да пройти, вот, недавно, но, типа... Привет, тезки и земляку. До твоего канала угнетал только сам себя. Спасибо, Али Андрей Орлов. Спасибо. С прошедшим кста. Знаешь такую фичу, что в 30 тип уже рип. На что потратишь свой последний год? Вруби сикпапис, you're going down. Спасибо, Никис, за оптимистичный донат. Да, знаю я, ну, типа. На самом деле, все норм, ну, типа. Ладно, там, когда я был маленьким, казалось, что, ебать, 30 лет жизни кончается, но сейчас-то как-то... Понятно, что мир другой, и поэтому, не знаю. Как говорят... 30s are the new 20s, поэтому... Типа, думаю, жизнь особо не поменяется, просто нужно как-то... Полезное напоминание, что все мы смертны, типа, часики-то тикают, поэтому... Может быть, перестать откладывать в долгий ящик то, что откладываешь уже, типа, лет 10, вот просто вспомнишь, типа, ебать, типа... 10 лет назад ты... Тебе было 20, и ты думал, что ты взрослый, а вот уже прошло 10 лет, поэтому... Ну, короче, просто есть над чем задуматься, и как-то ебошить дальше. А в целом все занимись. Посоветую монитор с хорошей цветопередачей и поставь всем полюбившуюся песню Доттер Нокия. Окей. Короче. Насчет мониторов у меня целая драма. У меня был монитор, который устраивал меня по всем параметрам. Тут можно записывать. Модель монитора называется BenQ. Я даже в чат напишу. BL24PT. 2420. ПТ. Офигенный IPS-монитор. Чем он меня подкупил? Ну, типа, во-первых, отличная IPS-картинка, конечно, да, типа... Фиолетовый на черном, небольшие засветы. Но, как бы, выглядит очень сочно, очень красиво. Чем он мне подкупил? Это бизнес-серия, поэтому он сделан хорошо. У него металлическая рамка, у него металлическая стойка, он прямо такой добротный. С ним хороший комплект. У него сзади вешалка для наушников. Он мне всем нравился. Я купил его в семнадцатом году. Это 2К-монитор. 2К-60 Гц FPS. И да, я называю 2К Ultra HD. Что вы, блядь, из меня сделаете? Я, нахуй, в другом городе. Вот. То есть, типа, 1440p монитор. 2К! 2-2К! Ultra HD называет 2К. Вот и всё. Офигенный монитор, но вот прошло два с половиной года. И, типа, я думаю, я начинаю сходить с ума, мне кажется. Или у него винетка появилась. Типа, розовая винетка по монитору. То есть, я показывал это людям со стороны. Они даже не сразу замечали, но когда им включаешь заливку цветом, они замечали, а меня это бесило, потому что ебаный перфекционист в некоторых вопросах. И поэтому я его продал. Ну и решил, что, блядь, ну, типа, за копейки, кстати, продал. Как нерабочий. Почти. Ну, типа, я не стал открывать проблему. Сказал, типа, продаю из-за этого. Поэтому, типа, такой ценник. И монитор мне, блядь, он мне всем нравился. Ну, такой, ну, значит, нужно повышать планку. Ну, а куда её повышать, как бы? Ну, надо повышать герцовку. И я себе начал подбирать 100, там, 20, 144-герцовый монитор. Долго выбирал. Между Бэнк и, опять-таки, Самсунгом. Взял в итоге Самсунг. Подкупил то, что у него нет ПВМ-подсветки. ПВМ-регулирование подсветки — это когда у тебя нету мерцания, которое ебёт тебе нормально так глаза. У меня так, как бы, глаза явно не самые лучшие. Вот. Но он PVA. И, ну, типа, я его настроил. Из коробки он был совсем говёным. Самсунг 27 дюймов, изогнутый. CH27, что-то там. HD. Короче, у Самсунга довольно ебаная система нумерации. Ну, типа, 27-дюймовый изогнутый Самсунг на 144 герца, который стоит 500 баксов, а не 300. Вот, типа, вот так его найти. И, ну, типа, сначала я вообще расстроился, что я 500 баксов потратил и получил вот это. После настройки я нашёл профиль для него в интернете, есть. Настроил по советам. Выглядит хорошо. Типа, окей. 144 герца, ну, как бы, проблема в том, что в основном я играю на телек. У меня комп к телеку подключен, но на телеке, как бы, 60 герц. На Монике играю только в игры, которые от этого, типа, выиграют. То есть, какие-то шутеры. То есть, в принципе, можно было бы обойтись без этого, но, в принципе, если вам 144 герца, фрисинг вся хуйня актуальный, он, в принципе, могу советовать. Типа, в принципе, монитор нормальный. Конечно, он сделал хорошо, но не так хорошо, как тот Бенки. Вот тот, блядь, Бенки был просто как бусечка сделан. Иногда, конечно, я думаю, что, может быть, стоило мне поэкономить денег и купить ещё раз тот же самый Бенки новым просто с гарантией. Ну, на тот просто гарантия уже вышла. Она была два года, он сломался на третий. И, как бы, дальше радоваться жизни, потому что, наверное, всё-таки, честно говоря, вот прям положа руку на сердце, EPS мне нравится куда больше. То есть, PVA я тоже настроил, но у меня, типа, мак... Старый мак, конечно, не хвастаюсь, но, типа, тем не менее, у меня мак, и на нём EPS откалиброванный, откалиброванный EPS так приятно выглядит, все эти сочные цвета, и оно всё такое классное. У меня Hackintosh стоит. На Hackintosh, естественно, там все профили заточены под EPS, и поэтому на PVA оно выглядит не так, и всё слишком контрастно. Ну, типа... Но, в целом, как-то так. Ну, Данилович, как-то так. Насчёт Slayer я не знаю. Я, типа, нахожусь в явном меньшинстве. Я считаю, что Slayer свои лучшие альбомы записал там, типа, в 80-х, в начале 90-х, а потом было уже не очень. Я был на их концерте в 2010 году. Не сказать, чтобы я получил какие-то суперудовольствия. То есть, типа, я был вот на историческом концерте, был первый раз в Варшаве. На историческом первом концерте большой четвёрки трэш-метала на одной сцене, у них был тур, начался в Варшаве, но снимали они, к сожалению, в ебаной, блядь, Болгарии. И, типа, DVD вышел из Болгарии, а я поехал на самый первый, типа, ну, историческое событие, вся хуйня, потратил все деньги, что у меня тогда были. Мне было 19 лет. Нет, я полгода это копил. И, типа, реально из всей четвёрки Слеер понравились меньше всего. Типа, Антракс были как-то душевнее. Мастерин, хоть он тогда и сорвал только голос, он как-то тоже, он со сорванным голосом пытался что-то вытягивать. Металлика, ну, блядь, это Металлика, а Слееры как-то пришли просто на отъебись, сыграли, типа, и ушли, поэтому... Я, честно говоря, не особо фанат Слеера. Нет, сердце я уже говорил, типа, Ника, я... Ни в одной из параллельных вселенных мы бы с ней не измутили. Не знаю насчёт Моникой Сайоми, я после того, как купил себе как-то мобилу Сайоми, я решил, блядь, ну, типа, кроме мелочёвки ничего в Сайоми не покупать. Потому что, блядь, пиздец. Начитался всех тех мемов, типа, блядь, топ за свои деньги. Блядь, Сайоми, охуенно. Купил себе Mi 4C, так она... мобила сдохла от малейшего удара, потому что они решили оптимизировать немножко производство, и там не было защитного стекла, там, типа, LCD-экран, это он у тебя прямо снаружи, поэтому любое повреждение у тебя сразу отказывает, как бы, тачи, типа, и, блядь, давай, за 50 баксов меня и экран целиком, ну, охуенно, спасибо, блядь. Но, с другой стороны, цветные лампочки Сайоми отличные. Вот меня, собственно, подсвечивает синяя лампочка, это RGB-лампочка, вот, которая управляет из мобилы, там, любой из цветов, там, 16 миллионов с чем-то цветов RGB, ты можешь настроить. У меня две таких лампочки, и, типа, даже как светительный прибор для видосов, отличная тема. Ещё у них есть классные, амбиентные светодиодные ленты. Вот офигенные. Вот я всё свою жду по почте, потому что, там, что-то наебнулось, короче, она уже два месяца не может прийти, я реально в конце ноября заказывал эту сраную ленту, она всё ещё не пришла, и, как бы, ну, очень-очень её жду, она отличная тоже. И то, кстати, что важно, без мерцания, то есть, типа, не идёт голову и глаза. Это реальная проблема, когда покупаешь где шпанские светодиоды с Алиэкспресса, потому что, как бы, глаза этого не видят, но на камеру можно заметить, что, типа, там есть мерцание, и мерцание, оно прям серьёзно воздействует на тебя. Aorus AD27QD лучшее, что нашёл из 2К. Ну, давай загуглим твой Aorus. А как гигабайт? Ну, во-первых, он, типа, стоит 750 долларов, а у меня был бюджет максимум 500, и тех мне было жалко. Ну, а как бы, да, здесь EPS 2К и... 144 Гц. Ну, а как бы, я говорю, мне было и 500 баксов жалко, потому что предыдущий монитор, который я купил, меня вообще всем устраивал, кроме тем, что он сломался, блядь. И это был реально мой второй в жизни сломавшийся монитор. Типа, у меня сломался мой первый кинескопный монитор очень давно, в середине нулевых. И вот этот вот, Бенки, больше у меня мониторы не ломались. Типа, я как-то отвык, что мониторы могут сломаться. И, в принципе, я говорю, вот я купил тот за 300 долларов, поэтому после него покупать новый за 500, и где у меня глаза, типа, цвета вообще не нравятся, мне было очень тяжело психологически. Типа, я нихуя не про-геймер, я в контру не играю, в Quake Champions не играю, в Fortnite, слава богу, не играю, поэтому мне, типа, эти... 144 Гц это просто, типа, баловство. Ты, типа, ну, запустил Doom, окей, там, типа, ну, Doom у меня не 144, у меня где-то 90-100 Гц идёт на максималках Doom 16-го года. Ну, типа, прикольно. Ну, блядь. У меня предыдущий монитор всем устраивал, он стоил дешёвле. Поэтому. Ну, да, я вот когда читал всякие обзоры, Гигабайт Аурус, да, мелькал там. Но, опять-таки, не буду прямо однозначно советовать. Это очень персональная штука, поэтому, типа, выбирайте сами. Реально, это путь, который должен каждый сам пройти. Все эти статьи почитать, обзоры, прочитать, что эти обзоры были куплены, это наиболее вот настоящие обзоры. Короче, ну, вы поняли. Привет, вертолёт. Сто лет хочу с тобой вместе бухнуть. Скажи, планируешь ли в этом году приехать в Москву? Ну, говорю, реалистично, возможно, буду на Игромире в этом году в Москве. Вот тогда, да, можно будет задусить. Так, как бы, я отказался от идеи сходок, поэтому. Вот. Поставь напоследок прикольного минского чувака. Пишет Корнилин Солт. Ну, хоть не Софи Солт. Ставь класс в чат, если помнишь Софи Солт. Из 2016 года. Кэптэн Сурор. Чё, сэндеграунд. 8700 просмотров. Окей, давайте послушаем андеграундного минского чувака. Сколько модел М и АЕК взял, если не секрет? Не секрет, я взял на ebay.de на аукционе именно, где решает, как бы, удача и смекалочка. О, Сирин, ты всё ещё не спишь. Модел М за 65 евро. Вот, в отличном состоянии. Эппл вообще на шару за 13, но там нет никакого провода, то есть нужно загуглить, какой там был протокол и, как бы, искать где-то переходники, хер пойми за сколько. Но, опять-таки, это всё потому, что у меня есть локальный адрес в Германии. То есть это внутренние немецкие аукционы, это те аукционы, которые шлют в СНГ, они не такие хорошие. Потому что простым людям неинтересно с этим заморачиваться. Этим заморачиваются только барыги, которые знают, как накрутить нормально цен. И, как бы, в чём секрет пополнения коллекции это иметь локальный адрес в США, в Японии, в Германии. В принципе, в Британии тоже норм, но, по моему опыту, в Британии на аукционах тоже так себе предложение. В Британии охуенно ходить по charity shops. Магазан, куда люди сдают ненужное барахло для продажи за копейки, а копейки идут на пользу благотворительности. Вот там вот нормально закупаться. Аукционы в Британии чё-то как-то... А вот в Германии, Японии и США аукционы отличные, но самые лучшие аукционы шлют только по своей стране. Ну, как бы, для этого и есть почтовые посредники либо друзья, которые там живут. Поэтому... Всё в ваших руках, на самом деле. То есть, ну... миллион, И так далее. Нет, про Вера у витебского трансгендера я делать ролик не буду. Нет, но на это же не пойду. Но я пойду на эпидемию, которая приезжает в Минск со своей рок-оперой. Эльфийская рукопись, кровь эльфов на талисман и вот это вот всё. На это я пойду, блять, будет просто огуятно. Ещё я подумываю пойти на 8 марта на 69 Ice. Вот, в Минск приезжают, как бы. Я, конечно, люблю только две песни, но на самом деле по-настоящему люблю только одну их песню и один кавер, но типа ну бля, 69 Ice приезжает в Минске. Потому что сходки это сложно. Я стал слишком популярным, их нужно организовывать как мероприятие. Нельзя как раньше собраться просто во дворе, как было в Киеве или просто в каком-то маленьком баре, как было в Москве. Придёт слишком много человек, типа больше ста, поэтому нужно заниматься организацией, мне это не интересно, к сожалению. Поэтому, в принципе, выловить меня можно на каких-то публичных мероприятиях, где мне не нужно заниматься организацией. Вот. Собственно, я был на Старкон, не Старкон как-то было. Ну, короче, Минский комиксный фест вот был в сентябре. Вот я там был, вот, и планирую быть на Игромире. Если я там буду, я вам дам знать. И планирую быть в Киеве на Atlas Weekend. Не, вот я вот не хочу заниматься, блядь, сбором денег за право встретиться с лучезарным собой, это вот вообще не моё, поэтому как бы я лучше просто скипанул Скотке концепцию. Ну, норм, наверное, но не моё. Давайте лучше послушаем 69 Ice, мою любимую песню, а именно «Кавер на блонде». К Валевскому вполне возможно. А что, Валевскому можно бухать уже будет? Да, это всё ещё «Капитан Суррор». Ну, «Капитан Суррор» неплох, мгновенные музыкальные рецензии, но не мой жанр. Да, не мой жанр. О, еще донатик подъехали я сижу уже пять с половиной часов но это... come on рекорд 9 по-моему или 8 с половиной что такое пять часов ты можешь понимаешь, Никиш на мою платную сходку может прийти мой личный сорт продюсера Иванова типа там Ника Водву ну расскажи как ты там в сортире прятался на микро комиконе я такой ооо Ника привет и мы начинаем драться начинается кочемучий да, Виктор Домашев к сожалению, нет Домашев, почему ты в чате, но нет шуток про Фюринова в чате я не понимаю, что за непорядок о, дарова TheMakers с чего так не спишь поздно хорошее видос, кстати, про куб подписывайтесь на TheMakers отличный канал парень молодец мой новый канал, который я все обещаю сделать вот я в подобном жанре собираюсь работать не факт, что я буду так заморачиваться со съемкой но как бы дух примерно тот же вот у него там прям душевные видосы с историями всякой техники обскурной и, короче, даже попытался купить G4 куб на eBay но, естественно, да он по нормальной цене не продается как бы за 300 евро в принципе нахуй не нужен не, мне не хочется давайте не пилищать не, мне не хочется дреды не одобряю это культурная аппроприация это что, не знаешь, что ли? на канале ну как так можно вообще? да 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 привет, послушай окей, мы сейчас послушаем так полифия шампейн фичуринг ник чонстон офишал мюзик видео еще больше андеграунд шесть а, нет я в шары ебу шесть миллионов просмотров не шесть тысяч какой-то прогрок я смотрю ебать рано или поздно мы дошли до этого давай смотри окей молодец, Виктор я в тебе не сомневался ну, ретро гейминг, да но типа железки мне тоже нравятся у меня там есть небольшая коллекция нормальных старых компов маков почти нет если я хочу вот я тебе писал как-то на стриме пауэрбук 12-дюймовый который алюминиевый вот он прям выглядит очень секси вот я бы его прям взял себе и носил с собой и печатал бы на нем сценарий вот так конечно да я на маках не буду как-то я хотел типа мне реально больше всего нравится е-мак офигительный и его можно привезти из Германии даже не задорого но как бы фишка в том что условный е-мак тебе стоит ничего там его бесплатно почти готовы отдать там за 5 евро но доставка по Германии много потому что е-мак весит 14 килограмм я загубил и типа из Германии в Минск е-мак блять 14 килограмм этих ебаных то есть по самолетам привезти не можешь и как бы ну можно конечно автобусом автобус идёт сутки из Германии в Минск и я им даже пару раз ездил но оно как бы блять ну это такое короче боюсь е-мак этого не стоит но вообще у Эппл было много прикольной техники типа я был бы вот рад был бы заиметь е-мак в принципе е-мак тоже можно первым ну типа вот е-мак вот он прямо бусечка-писечка как тебе последний Клип Линдаман? я ни один не смотрел Клип Линдамана мне похуй блять думал ты кавер на Гринхиллзон ну да есть немножко Никиш я же ответил это это был Хохнер Б2А это безголовый бас от Хохнера сделанный по лицензии Стайнбергера из 80-х вот офигенная тема осталось купить Стайнбергера ещё безголовый типа как трейл-гитару КПК? нет КПК прошли бы на меня потому что когда КПК были актуальны ну типа я даже и думать о них не мог я был просто ну типа я был школьником ну кому какие КПК там знаешь типа телефон с полифонией получить было бы круто какие КПК ты чё? вот а собственно когда я стал ну типа сейчас купить кучу КПК у меня собственно был один КПК я его отправил просто в подарок тоже классному ютуберу Бинкамину я его тоже рекомендовал он делает очень классные обзоры на старое железо и на джава игры причём прям заморачивается вот советую Бинкамин тоже отличный канал вот прям искренне советую сам жду с нетерпением его нового видоса у него есть там часовой фильм про Сатурн и вот это вот всё вот я ему отправил КПК потому что как-то ну мне на него похуй на этот КПК типа я я идти в интернет читать про него потом это пересказывать это не моё а у него как будто именно канал про мобильную технологию поэтому надеюсь он нормально расскажет там был какой-то HP IPAC вот цветной с док-станцией красивой металлической прямо вот как-то так КПК у меня прошли единственное про КПК у меня будет у меня есть на полке IBM WorkPad это КПК от IBM которые делались параллельно ThinkPad он типа запечатанный то есть он в плёнке и с IBM силу в quality я сделаю видос где я буду его распечатывать и собственно посмотрим что там внутри не вздулся ли аккум не залил ли электролитом контакты типа живой ли ещё и что с ним можно сделать думаю будет довольно весело потому что найти типа New Old Stock запечатанный это большая редкость и особенно найти что-то хорошее типа из New Old Stock у меня есть Sega Mega Drive 2 азиатская вот из Сингапура по-моему там лет 7 назад их нашли да и в тринадцатом году её покупал вот месяц копил тогда был студентом но типа ну блять ебать это последний шанс купить новую Sega Mega Drive поэтому нужно нахуй накопить я почти не ел месяц купил себе эту Mega Drive вот и вот этот вот WorkPad ну ещё пару XSAR у меня ещё есть геймпад от Saturn запечатанный зарядка от Xbox 360 запечатан ну это конечно не так уже интересно но типа самое крутое это WorkPad и и Mega Drive слушай ну может быть TheMakers может быть не знаю я я тоже всё это видел только на фотках типа и PowerBook и eMac но вот как-то eMac на фотках выглядит ну совсем уж секси то есть как-то iMac как какая-то всратая игрушка из нулевых типа этот всратый прозрачный пластик и мак прямо такой типа чёрно-белый CRT но PowerBook да прикольно любимая игра на SEGA это естественно естественно Gunstar Heroes Gunstar Heroes просто нахуй не взорвал голову тогда и даже сейчас впечатляет типа Gunstar Heroes она была настолько пиздата что SEGA начала подтормаживать так что у нас дальше а а а а да май за спасибо за второй донат я поставил уже полгода засыпая под твои стримы пишет эксфемка если бы не этот недовольный бумерский бубнёж до сих пор бы просила мамку читать про абьюзивные отношения и готовила пердёжные рецепты Ники совет да любой сказать мое почтение все правильно сделала а почему хули это шмара шваль съехала с дебатами с тобой и согласилась он ли на светова есть ли какие-то объективные причины ну сам понимаю что объективных причин здесь быть не может только субъективные я вот кстати на всех комик-конах с 2к 15-го был в туалете написал что организатор пидора поставь please the subways rock'n'roll queen если не сложно конечно ну я кстати я вот был на в 15-м году на комик-коне в Москве это кстати часть моей оригин-стори как ютубера я тогда работал на Wargaming приехал работником стенда Wargaming который тогда это был последний год когда ВГ участвовал в игромире и там типа стенд ВГ был типа чуть ли не больше чем весь остальной игромир и когда я увидел как школьники с пабликами на 10 тысяч вконтакте аккредитовались как прессы и получают охуительный мерч от Wargaming я всегда любил мерч я подумал сука я тоже так могу типа мне нужно мне нужно стать ютубером кстати игровым ютубером чтобы получать весь мерч как прессы как тоха жирный типа как эти ебаные школьники с пабликами вконтакте которые накрутили ботами и вот так вот я и собственно подумал и начал себе покупать постепенно оборудование это был 15-й год осень и в начале 16-го я решил поразмяться поснимать про фемок типа андеграунд никому никогда не будут интересны фемки как я считал тогда немножко поснимаю вот первый ролик вообще просто перевел просто чтобы потестить рекордер то есть ну типа без каких-либо надежд на что-либо а потом все завертелось и вот мы здесь О, Криденс еще живый ебать прикольно ты че си откуда твой батя взял в детстве геймпад от Сатурна типа я в целом о существовании Сатурна по-моему году в 2011-м узнал если не в 12-м ну типа сейчас у меня есть Сатурн но я не знал никого вообще серебряную кнопку а мне она не пришла канал минус прикинь типа она бог ебать бля спасибо мужик поздравляю с повышением спасибо большое моё почтение короче в детстве ну у нас вообще про тоже будут видосы странно как-то это было вроде как и жил в столице и даже дэнди новая реальность у нас кажется шла есть смутные воспоминания ну вроде я заставал пару выпусков но типа в детстве у нас знали о Сеге Бенди и Плейстейшн про 3DO про Nintendo 64 даже про SNES не слышал вообще никто та же PS2 типа была актуальна как раз тогда когда все стали покупать компы и в моём окружении там типа взрослые там учитывая вообще всех там типа друзей семьи ни у кого не было PS2 типа PS1 было у меня и у пары моих друзей потом все просто перешли на компы и типа и всё и то есть во времена PS3 пошёл работать чтоб купить себе сначала Xbox потом PS3 и уже тогда я начал узнавать что там блять были охуительные игры на PS2 была серия Metal Gear было Nintendo 64 был оригинальный Xbox ну типа просто вообще всё ну да можно включить озвучку донатов да 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 я работал на том игромире да там ходили тяночки раздавали торнадо и стенд Sony да да и короче этот на одном не на стенде Sony не на стенде торнадо но на одном из ближайших к Wargaming стендов короче был этот чувак который из рок-говно-рок Fender Stratocaster вот который был VJM там на Иван короче это чувак с бородой ну вы его знаете я был ещё у него в обзорах в одном и да торнадо всем раздавали я тоже этими торнадо объебался и типа когда я не пил торнадо халявные или всё-таки ну короче там раздавали какие-то энергетики по-моему это был торнадо да по-моему всё-таки был торнадо и типа у нас был ещё гримерка для работников и типа там был кофе и блять я себе помню такой кофе мешал растворимый что просто ловил какой-то передоз кофеином то есть меня типа трясло меня как-то обычно спокойно это реагирует но я я там столько хуярил этого кофе что у меня просто типа начинало трясти я такой типа блять что за хуйня что вообще происходит но работа была довольно сложная но интересная всё всё включил озвучку спасибо ещё раз большое за все донаты на самом деле огромные типа типа не то чтобы я этим прям бросил сразу заниматься если бы мне не платили деньгу на телефон или монтировали клип но на самом деле это охуенно мотивирует типа когда люди готовы тебе скидывать бабки типа хоть какие-нибудь особенно такие щедрые поэтому ещё раз ляхин поздравляю с повышением да ебать 3DO в детстве нихуя себе про 3DO у меня есть интересная история кажется это был стенд MSI у них тогда ещё ноутбук за 400к украли ха слушай возможно возможно как-то VJ Hobbit или Хабблогоблин ну вы поняли да насчёт воровства нас тоже всех предупреждали мы как работники стенда ну типа к счастью мы не подписали никаких сейчас про кнопку расскажу никаких бумажек там материальная ответственность вся хуйня типа ну Wargaming к счастью этой хуйне не страдает ну понятно что приходило много людей чисто за материальными выгодами то есть были люди которые покупали самый дорогой билет на игромир чисто для того чтобы прийти и с утра с открытия до закрытия все там 3-4 дня 4 дня по моему если брать VIP то есть типа пресс день плюс 3 простых ну не важно короче все дни которые даёт VIP билет приходить с утра отстаивать очередь на стенде Wargaming и проходить игру потому что там ты играешь бой и тебе дают типа в любом случае какой-то приз если ты там показал себя чуть лучше ну а приз это всегда бонус-код который типа на голду которая и отстаивал на самолетах а голда общая вот соответственно если ты там типа играешь получше тебе идут еще больше голды и потом этим бонус-коды перепродавались я конечно не уверен насколько это был вообще ретабельный бизнес-план потому что это было не самое приятное время препровождения там было довольно душно типа ты не мог отойти ни поесть ни попить ни поссать ни посрать ну а как бы реально было вот там типа человек 10 которые вот все 4 дня там или 3 они с утра до вечера приходили то есть они отстояли очередь сыграли получили приз пошли заняли очередь и вот-вот как на работу заходили и мы реально смотрели чтобы ничего не спиздили и ты как-то расслабляешься но сука вот когда мы начали закрываться уже в последний день разбирать стенд реально было видно что тут просто на эти как как голодные какие-то коршуны летают там волки гиены просто чуваки ходят такие типа да 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 я уже хожу и такие просто кидают дичку типа чтобы кто-нибудь а мы стали по периметру стенда типа то есть мы там скручиваем копы но стоим по периметру потому что там огромный был стенд куча столов и типа на столе что-нибудь лежит и вот просто ты смотришь как человек на тебя бросает дичку чтобы ты там повернулся отошел за угол или там пошел с кем-нибудь поговорил чтобы он подошел и типа быстренько перегнулся через ограду стенда и там со стола там мышку спиздил коврик хотя бы хоть что-то и в итоге мы реально вот прям стояли и вот вот прям вот почти оцеплением стали потому что стенд был я еще раз говорю здоровенный нас было много поэтому мы могли себе позволить стать вот почти живым кольцом и вроде как у нас ничего не спиздили ну то есть может быть кто-нибудь умудрился спиздить что-нибудь прямо во время игры как бы тут уж не знаю опять-таки стендов было много было много игр там были самолеты корабли танки мобильные танки еще что-нибудь там как бы и сцена еще но вот я стоял на самолетах у нас вроде как ничего не спиздили то есть мы прям смотрели мы как бы четко стояли мы не отходили вот насчет серебряной кнопки youtube не ее где-то год то есть по-моему даже больше года прошло как мне стукнуло 100к когда они обязаны выслать серебряную кнопку они просто ее не высылали то есть там должна появиться активная кнопка на форму с заполнением адреса куда высылать она просто не появлялась потом она появилась я ее заполнил они вроде как выслали и она походу просто потерялась то есть типа у меня ее нет возможно я могу как-то попросить еще одну я не знаю ну короче кнопки у меня нету короче вот так да ебать самый шок что это был Panasonic 3DO его использовали как плеер и угорающего что в детстве он имел порт от Sega но не знал что это консоль блять ну да на самом деле если Panasonic 3DO еще можно было как-то получить то игры для него было получить я думаю просто невозможно поэтому история про Panasonic 3DO короче я до сих пор не уверен пиздоболу ли был мой товарищ из двора или нет но просто однажды вот именно во дворе в 90-е чувак рассказывал что ему скоро батя привезет из Америки консоль в которую ты вставляешь видеокассету с фильмом и можешь управлять персонажами фильма ну то есть понятно что дословно это пиздеж но как бы сначала думал что это в целом пиздеж а потом опять таки я там уже в нулевых там в конце нулевых начале десятых узнал опять таки этого Гена про 3DO и вот про все эти видеоигры которые были на 3DO которые были на Sega CD и в принципе как бы реально я начал немножко оправдывать этого пацана потому что в принципе вполне возможно там был конец 90-х не середина вполне возможно что ему там привели или обещали привезти из Америки 3DO и как бы там реально были фильмы где ты управлял персонажами ну то есть особенно для ребенка понятно что там тема с оставляем кассеты и управлением это он уже додумал но как бы мы тогда были детьми и как бы это была искренняя ошибка то есть ну мы тогда в детском саду верили что если типа сущему пацану дать поджопник то он умрет сразу и типа мы договаривали друг другу поджопники но почему-то не умирали только просто кто-то падал в свою мочу вот поэтому как бы ну тут как бы это сказать honest mistake это можно простить вот ну в общем вот интересно неужели реально тому чуваку привезли типа в конце концов 3DO потому что я не знаю мы потом уехали с того двора вот так то у него была дэнди но типа у него был видак то есть у него была не самая бедная семья у него был видак в 90х у него была куча кассет я у него впервые посмотрел очень страшное кино я реально валялся просто на полот смеха типа более ничего более смешного чем вступление очень страшного кино я тогда вообще в жизни вообще не видел мы просто охуевали от этих вот вот приколюх поэтому может мы реально 3DO привезли типа прикиньте вот тебе привезли 3DO ты ходишь всем пытаешься рассказать эти люди просто не верят типа блять все играют там на дэнди в лучшем случае на сеге у двух мажоров есть ps1 и то как бы у нас ps1 особо не котировалось потому что ну типа ну хуй знает типа хуй слишком сложного типа сега дэнди это норм то есть на ps1 когда играли в файтинги у меня например дома играли не в тэкентри играли в mortal komba 3 ультимейт который по сути ну типа почти такой же как и на сеге то есть как бы как-то ps1 у нас не котировалось и поэтому на этом фоне наверное да и если бы даже мы привезли panasonic 3DO из штатов там и даже пара игр там plumbers don't wear ties например то в том то и трагедия что ему бы не поверили что такое вообще есть и такое возможно да канал минус так и есть там пиздец я заказал кроссовер кабли кабели для того чтобы подключить консоли к компу типа блять резинки для волоса для волос типа подсветку нихуя еще не пришло типа экран для виды не экран а защитное стекло короче а еще еще другой как-то батя привез с польши нес мы мелкие пиздеки думали что это какая-то лажа китайская так как у него были большие картриджи их негде было купить на самом деле да я думаю ну я тоже картриджи и геймпады для нес увидел уже взрослым о здорово геймбой подпишись еще на геймбой отличный канал мое почтение я тоже когда впервые увидел нес геймпады такой что за говно блять где турбокнопки что за хуйня что вы не пытаетесь парить вот вообще на самом деле только сейчас начал избавляться от какого-то типа из 90-х отвращения к восьми биткам потому что типа фу восьми битки говно китайское потому что я увидел настоящую я увидел как выглядят настоящие картриджи которые вот прям добротный пластик хороший большой такая хорошая плата на нормальных корпусных микросхемах и как-то начинаешь ценить что типа и восьми битка была неполным говном реально были хорошие игры которые до сих пор котируются потому что тогда как-то типа дэнди было просто типа говноверсия сеги вот сега была заебись ps1 тоже вроде была заебись но было слишком сложно типа ничего не понятно ебаные пиратские переводы либо игра на английском ты ничего не понимаешь либо ебаный пиратский перевод и мы уже тогда понимали что типа ну ясно типа хуй пойми как перевели игру ты скорее всего не пройдешь потому что у нас там у меня была непроходимая gta 2 где не грузился третий город у меня был спайра 3 где тебе фея вначале говорит что типа игра взломана потом пошел в пизду ты ее не пройдешь и куча всего такого знаешь там типа сайфон фильтр все части на одном сиди ничего не вырезано не перекодировано только авторский качественный перевод и вот прочее говно поэтому на самом деле мы больше всего котировали сешку ну александр борисов я взял на этот стрим короче 3 литра пиваса точнее по слову и на всякий случай колы потому что у меня еще есть типа чекушечка черного знахаря бальзамчика чтобы на всякий случай если совсем будет плохо можно было бы замешать бальзама с колой но я думаю до этого не дойдет вот сам я запись составлять не буду будет как минимум на канале сторож как он верно поясняет в чате понимаешь геймбой в том то и дело что сейчас я признаю но тогда у нас реально каким-то образом почти ничего хорошего не было то есть я не знаю почему так сложилось ну наверное просто из-за логистики но на дэнди там ничего нормального не завозили то есть реально кроме хороших многоигровок которые шли в комплекте мы хороших игр почти не видели то есть чтобы ты понимал насколько все было плохо типа единственные нормальные игры это были Contra и Battle Tots типа даже из того что делали пираты там в том же стиплере там и подъебки на стиплерах у нас этого не было то есть тот же у того же киномана есть видос там про Марио 3 как он с нее охуевал я тоже с Марио 3 охуевал потому что в детстве у нас никто даже не слышал про Марио 3 и про Марио 2 то есть у нас не было ни того ни другого ни принца Персии и поэтому восьмибитка это были чисто простейшие игрушки там типа Adventure Island который кстати он в принципе нравился Чип и Дейл 3 который хак Чип и Дейл во Вьетнаме он был крутой вот хорошая игра Contra Contra Force которая тормозила и Battle Dots и Double Dragon вот как бы все игры на восьмибитку Зельда мы естественно не слышали там JRPG естественно не слышали там не знаю Робокоп против Терминатора у нас по-моему тоже не было но был Робокоп 3 но был слишком сложно его никто не проходил Марио 3 не было Марио 2 не было и поэтому как бы как-то была Сега на ней был Gunstar Heroes Sonic там Jungle Strike Desert Strike вот это было заебись консоль там не знаю Comic Zone Mortal Kombat все дела и была Dendy где блять был файтер про черепах который был не очень хотя для восьмибитки норм но типа нет любимый сайфин фильтр все таки третий не второй а третий так что там по донатам который отвлекся а не ответил он на предыдущий донат почему Золина съехала с дебатов потому что типа съехала что мол я no name и вообще ничего не шарю пошел нахуй вот смотрел последний видосик эпидемии ну-ка че там да вообще любой видосик эпидемии не смотрел я эпидемию по-третьейски слушал в 2006 ну наши новые песни про ведьмака которую я уже давно сочинил о чеканной монетой окей давайте послушаем первый коммент стой Торвальд что случилось я чувствую рядом присутствие ведьмака нужно было писать древнего ведьмака тогда заплати ему чеканной монетой охуенно ох отсылки к эльфийской рукописи ох тепло прям стало ах однажды скромный парт покинув свой причал отправился в путь спокойной ночи всем у нас было с точностью наоборот у меня было игр 40 за весь цикл но все это сплошная годнота проходимая версия черепашек 3 вот это тебе повезло трехглазый митсуми готуору трилогии нинджи гайден контр и робокоп 3 круто повезло тебе повезло ну я думаю нас бы реально покорило марио 3 если бы он у нас был потому что вот нам прямо очень хотелось на 8 битку чего-нибудь вот прямо хорошего на прохождение то есть не просто какую-то аркадку вот именно на прохождение и вот марио 3 я думаю взорвал бы нам прямо голову но мы про него даже не слышим то есть я типа про марио 3 я узнал от ВГНа и уж тем более про марио 2 и уж тем более про зельду и про кастлвани у нас ничего этого не было типа кастлвани я помню как там подарили на ps1 на день рождения кастлвани хрониклс это ремейк первой кослы я такой типа чё это за хуйня типа говно какое-то типа чё блять вот потому что опять таки про симфонию ночи у нас тоже не слышали то есть у нас реально почти все годные игры проходили почему-то мимо нас то есть у меня было ps1 я не знал ни про мгс ни про симфонию ночи ни про эйп эскейп ну про эйп эскейп я искал я читал в журнале но типа не видел ни разу в продаже вообще не знал чё это такое то есть крэш был только третья часть крэш был крутой но только третий то есть там не то что там все ждали там выходы кажется нет только третий сразу появился и то с огромным познанием спайра вот единственное из нормальных игры было спайра были все три части были вовремя спайра котировались silent hill и резиденты были супер страшными потому что был пиздюком вот про мгс не слышал там ну и вот twisted metal и как бы игры из сеги типа из world джима и mortal kombat и вот как бы спайра я гонял свою ps1 и поэтому еще бэтмен на восьмидке шикарный но лучше 16 бит если не пробовал рекомендую да я слыхал но как бы я знаю что к минимуму один бэтмен на 16 битке отличный это return of the batman на snes он офигительный вот у меня есть snes начиная супер фомиком японский и многоигровка с алиэкспресса там есть return of the batman он крутой вот он прям крутой на сеге неплохой бэтмен есть но он слишком какой-то аркадный типа в него заебывает слишком однообразный заэкспресса шикарный монетой шикарный монета оооооооу Ведьмаку заплатите Зачтётся всё Прикольный камер Верт, пишет Владимир Лестер Ты понимаешь суть Игры Престолов В современных больших компаниях с этими SGV-ценностями? Ну то есть я понимаю, что в это никто на самом деле не верит И бабло на баблоле Вон Ангелы Чарли и охотницы провалились Чё, они до сих пор этим занимаются? Или Reddit реально так валит акции? Ну Как сказать? Тут, наверное, самое уместное будет сказать Типа это пранк, который заходит слишком далеко То есть кто-то с этим заигрывает ради денег Кто-то надеется получить очень Типа много социальных привилегий И в итоге обычно самые эпические файкапы Случаются тогда, когда одни пускают других Порулить проектами в надежде, что те нарулит им бабок Вот, всяких там выпускников гендер стадис и прочих угнетённых Ну или просто прогибаются, потому что вот я Это узнал, к сожалению, уже после выпуска видоса Что вроде как Элизабет Бэнкс Которая рулила новыми Новыми ангелицами Чарлицы Она, собственно, никому нахуй не нужны были эти ебаные ангелы Чарли Все про них забыли И она такая типа Ой, а вот тут такой франчайз есть Ой, мама, не горюй Такого кадра тебе нарисуем Феминистического All female cast Закачаешься Майдадыр, принимай пополнение И, ну опять-таки Элизабет Бэнкс сама честно говорила в интервью Что она очень хочет стать режиссёром Типа ей насрать, что режиссировать Часики-то тикают, так сказать Ей там 41, по-моему, или сколько, или под 40 Ну это всё буквально цитаты за интервью И типа ей похуй, что снимать, блядь, дайте снять И как бы и студии То есть вроде как и Элизабет Бэнкс Вроде как и заслуженная тёлочка И вроде как популярная тема И вроде она давит на все правильные болевые точки Ну типа, ну как мы можем отказать И они такие, ну в принципе, ну блядь Ну вот, ну, звёздные войны Ну же, ну типа, ну денег заработали Конечно, не так много, как хотелось бы Ну типа, ну вроде какие-то бабки в этом есть И вроде бы хайповая тема И, ну, я скорее Объяснил бы это тем, что Почти никто не ставит на это Как бы все ставки То есть это просто в основном в рамках каких-то экспериментов То есть те же охотницы за привиденницами Очевидно были экспериментом То есть никто всерьёз там не ставил Будущие компании Sony Pictures На этот фильм То есть просто как бы Ну давайте попробуем Ну эти компании могут себе позволить снимать эксперименты То есть, ну У Маски вообще-то тоже был сиквел Который вышел в нулевых Про него никто не помнит Потому что лучше про него не помнить, блядь Был ремейк «Психо» Где Винс Вон, мать его Играл, собственно, главного героя Вот, поэтому Ну про это тоже лучше не вспоминать То есть, ну как бы Поэтому тут когда как Конечно, иногда в ком-то Взыгрывает какое-то благородство Типа, блядь, мы должны изменить мир к лучшему Давайте им поможем Но такие компании обычно Как бы выбывают просто естественным отбором Потому что Вопреки заверениям Залины Там не 64% и не 6,4% При прибыли просто от смены гендер-режиссёра Не прибавляется И как бы нужно ещё в чём-то шарить Нужно что-то им уметь И поэтому обычно он заканчивается Типа так или иначе фейлом То есть там Либо сразу фейлом Либо на длинной дистанции фейлом Но в принципе я Каких-то супер успешных SJV-проектов, наверное, не назову То есть, ну Наверное, только Life is Strange Ну а как бы опять-таки Life is Strange Он прямо пышет тем Как они, блядь Будем доить девочек-подростков Типа Ну это просто, не знаю Типа сумерки Спустя 10 лет То есть вот Были сумерки Было 50 оттенков серого И вот там Life is Strange Как более Это просто жанровые Типа Видеоигра Для девочек-подростков Потому что Кто бы мог подумать На девочек-подростках Можно заработать Ну то есть Такое как-то Так это же правда Что чувак умирает под срачника Как-то вовсе продажник ссал И я решил затестить эту теорию Но он и умер Правда, потом ему пришлось Запиздить арматурой Но после этого он точно умер Так что теория подтверждена Научно с рецензиями Пруфами и гистограммами Спасибо Еще из тех же времен Была теория Что вот если пацану дать под срачника Пока он сыт, он умрет И типа если женщине днуть в вагину Она умрет Поэтому как бы Как ты относишься К сериям Resident Evil И Sound Hill Для меня это шутан С ограничением Запасом патронов А Sound Hill Просто интригующая драма Но ни разу не хоррор Я, короче, в детстве Мне дарили два Resident Evil Один Sound Hill Каждый раз я типа Не спал нормально Почти неделю Поэтому как бы С Sound Hill Я все еще Не сажусь играть Потому что я боюсь хорроров А в резике играю И типа очень нравится Очень прикольный геймплей Самобытный Мне прям Заебись Даже больше нравится Чем, наверное, ремейк Потому что Ремейк, конечно, неплох Но и классика была хороша Слушай, о световом пистолете Для PS1 Я узнал, наверное, только Когда я его купил Два года назад У меня есть Гонконо Два Два оригинальных Вот И вот про Вот опять-таки Было PS1 Про то, что были световые пистолеты Не знал вообще никто Более того Один из подаренных мне резидентов Был Dead Aim Вот В который Как бы Который нужно играть На Гонконе Никто вообще не знал Что на нем нужно играть На Гонконе Что такое Гонкон Как это вообще работает Типа мы запустили Там была вступительная заставка Когда ты Падаешь в особняке В этом Лабиринте Из живой изгороди Там такой зомби Оборачивается Такой Типа смотрю Ой, ебать Ну все В следующей неделе спать не буду Сука И вот как-то так Если струщему дать подсрачника Там вроде твои белые Найки В девятом Мортал Комбате Шао Кан Жмыхнул Большевником Сущему Кун Лау Трустория Трустория Поэтому Так сказать Братва Не губите друг друга Давайте послушаем Этот Посыл Всем нам Посыл Которым Каждый Может согласиться Братва Не стреляйте Друг друга Не давайте Поджопники Сущим Пацанам Не дуйте Вагины Женщинам Все Они умрут В детстве Пацанов Был Биохазард Слушай Ты походу С какого-то Дальнего Востока У тебя Биохазард Был Или Одесса Какой-нибудь Потому что Какой Биохазард У нас Никто Не знал У нас Был Даже Не Резидент Ивил А Затаившееся Зло В лучшем Случае Однажды Я Блять Вот Вот Почти Уверен Я Я Сейчас Уже Точно Не Вспомню Мне Там Было 9-10 Но Я Почти Уверен Что Я Видел Диск Где Был Напечатан Резидент Зла Вот А не Биохазард Поэтому Низко Склонились Родные И Близкие А Окей Но Насчет Статки Как бы Как мы знаем Есть Статка Это Разновидность Лжи То есть Эти Охуительные Статистики Без Без Каких-то Выкладок Ничего Не Стоит Потому Что Братва Не Стреляйте Друг Друг Вам Нечего В Жизни Делить За Круглым Столом Позабудьте Обиды Нехуня Как это Давайте Лучше Послушаем Да Реально Какие-нибудь Пупы Зеленого Слоника Типа Ну come on В смысле Лист 2 Ждем Еще не год Типа Не нужно Я Год назад Только начал Первое Обозревать Поэтому Все Будет А что Пишет Даркрайзер Даркрайзер Аж Горю С одной Стоян О Ебать Ничего Семь Даже Не знаю Где Заверб Нашел 3DO Типа Господи Что Пишет Даркрайзер А Вот Вера Ты знаком С Программированием А Да Я Учился Когда Программист Но Потом Пошел Все Нахуй И Стал Копирайтер Поэтому Я Теб Был Плохой Советчик Но В принципе Я Истом Пупусы Рады Тебя Видеть 3 Спасибо Вот Тебя Картошка Любви Спасибо Приятно Я на Новый Год Смотрел Стрим Габзавра И Галины И Типа И мы Ради прекола Отмечали Новый Год По их Часовому поясу По Челябинску То есть На 2 часа раньше Чем он Произошел На самом деле Вот Было Здесь Еле Мясо Фуфелы Ага Кажется Это Это не музыкальный 2 фуфелы Разбойники Ну-ка Нет Это Тогда послушаем Ника Коронера У него Просто потрясающие Металл Каверы Из Зеленого Слоника Вот например Как этот Вот На Master of Puppets Король Шут Заебись Группа Вот Я В детстве Был маленький Глупый Не ценил И не слушал И Типа Как-то С пренебрежением Относил На самом деле Киш Охуительный Отличная Самобытная Группа Очень хорошая НГ На самом деле Это По своему Часовому поясу А я Типа Отметил Он 2 часа Раньше Да Минск На самом деле Минск И типа GMT Плюс 3 То есть Минск Москва Питер Наверное Все города Круппы И Бог Не В В П Пон RED Земо Что Б На самом деле Что В В В В В В Блин, такой охуенный кавер Типа он по духу полностью передаёт дух мастеров папиц Именно, знаете, вот эта вот сырая энергетика 90-х Это, блядь, я не знаю Мне кажется, я сейчас ту версию слушаю чаще, чем оригинал Потому что у меня просто столько энергии вот-вот Ммм, господи, как же это хорошо Думаю, Давга заебись, хотя, конечно, Давга 100 лет не смотрел Типа с 17-го года, наверное, ничего не чекал Что там у него, он вроде как подкаст запилил там, ушёл в стримы, короче Надо было написать Я когда-то очень давно обещал с ним сделать видос И люди спрашивали, и кажется, сейчас вот даже люди забыли про это Уже не спрашивают про Когда видос с Давгом, когда подкаст с Давгом Нужно ему написать в самое время Ох, братишка, завоняло Яму, яму, грязно Пидорас Да, Mercedes-Benz, я поддерживаю такую профилактику Уважаемо Сейчас будет соло на вилке Вилкой на унитазе, точнее, блядь Ох, как же это хорошо Нет, сторож, я думаю, скоро будем заканчивать Молчать! Что за хуйня у вас тут? Какой же хороший видос Ладно, я думаю, пора заканчивать Потому что все-таки уже 3.52 Спасибо большое всем, кто смотрел И уж тем более осталось целое 1136 человек Решило завтра никуда не идти Вот, спасибо, было очень весело Огромное спасибо, что были со мной Особенно огромное спасибо за донаты Вот, перезалив точно будет На канале сторож Точнее, в паблике сторож Возможно, я тоже что-нибудь залью Себе на второй канал Единственная проблема Что мне придется вырезать кусок Типа с музыкой Потому что за музыку нахуй заблочат видос И я его не смогу просто Ну, типа, смогу залить Но не смогу опубликовать Поэтому, как так Ну, сторож, типа Сторож все похуй Он вконтакте все заливает Там будет полная версия Вот, поэтому Всех чмоки в носик Было охуительно И до скорых встреч У нас еще очень много кринжа Чтобы сыграть в нашу любимую Питейную игру Типа, Долгополов Еще есть Репортаж Дождя Где заливно комментирует стендап Я тоже хочу это посмотреть Как-нибудь И еще Еще есть Залина У кого-то в гостях На каком-то стриме Вот Поэтому тоже можно будет глянуть Поэтому будет очень весело До скорых встреч Подписывайтесь на Замакерса Геймбоя Филинова Русяича И многих других людей И на Ника Коронера Вот Всем спасибо Всем счастливо Вот Видос будет, напомню В паблике Сторож Вконтакте Вот Всех чмок в носик И Хорошего вам здоровья Хотя бы на этих коротеньких Пять дней Хотя, я думаю, даже Следующий стрим будет Может быть, даже на них Но Неважно Сторож Продолжение следует...